Кей Сазанэ. Сумеречный песнопевец. Том 1. Ева улыбается на рассвете. Прелюдия. Встреча радуги и ночи. Ещё до начала. Часть 1. Солнечный свет обжигал. Даже знавесив окно, нельзя было остановить идущий с улицы жар. Оконные рамы раскалились настолько, что даже лёгкое прикосновение могло обжечь. Вне класса, в школьном дворе свирепствовало солнце. Для раннего лета было слишком тепло. Нет, правильнее было бы сказать, что было жарко. Хотелось бы, чтобы школа задумалась об установке кондиционеров. На потолке беспомощно крутился вентилятор. Наблюдая за ним боковым зрением, учитель Джессика Левендер протяжно вздохнула. Это из-за жары или из-за приближающихся летних каникул? Из-за кафедры было видно, что все без исключения ученики растянулись на партах. Единый тест перед летними каникулами уже закончился, и сейчас наступил самый беззаботный период занятий. «Кстати, все уже решили, в каком цвете вы будете специализироваться?» Смахнув столба, прилипшие из-за пота волосы, Джессика скрестила руки на груди. Спустившись с кафедры, она приблизилась к ученику, сидящему в переднем ряду. «Ты решил?» «Засель». Она хлопнула по плечу задремавшего ученика. Встрепянувшись, он машинально почесал голову. «Ха, хватит, учитель! Я уже выбрал красный!» Воскликнул покрасневший парень, пытаясь скрыть свое смущение за громким голосом. «Я так и думала, что ты-то скажешь. Тебе же всегда нравился красный. Разве он не самый выделяющийся из всех? Огонь? Самое крутое песнопение?» В это время позади размахивающего руками ученика. «Совсем ничему жизнь не учит. Ты же обжегся, когда последний раз сунул руку в огонь!» Съязвил сидящий позади Зесси или мальчик в очках. По всему классу раздались мешки. «Но-но! А какой цвет выбрал ты, Миррор?» Стараясь не допустить переполки, Джессика решила задать свой вопрос парню позади. Тот, поправив очки, проговорил. «Вода — это жизнь, а значит синий. Жизнь зародилась в воде, поэтому я думаю, что создание объектов из воды несет в себе очень глубокий смысл. Хоть ты и говоришь это, Миррор, но недавно ведь чуть не утонул в бассейне». Мысленно улыбнувшись, Джессика перевела взгляд на сидящую позади Миррора девочку. «А ты, Энн?» «Я?» Лицо, ответившее взволнованным голосом девочки, слегка покраснело от смущения. «Да. Каким цветом ты хочешь заниматься?» «Я выбрала белый, потому что я хочу призвать Пегаса». Пегас относился к белым песнопениям высокой сложности. Энн была застенчивой и весьма депрессивной девочкой, однако оставила перед собой четкие цели. И действительно, на последнем едином тесте ее результат был одним из лучших. «Ты точно сможешь это сделать. Желание призвать — самое важное чувство для самосовершенствования. Береги его». Увидев, как смутившаяся девочка кивнула, Джессика продолжила задавать свой вопрос другим ученикам. К тому моменту, как остался всего один не ответивший, распределение цветов было примерно таким. Большинство высказавшихся выбрали красный, синим уже досталось второе место. Третье место с почти одинаковым результатом разделили зеленый и желтый. В отличие от них, белый набрал не так уж и много голосов. Можно сказать, что это типичное для средней школы распределение. «Так, а теперь последний. Но вот с ней-то будут проблемы». Остальные ученики, словно услышав мысли учителя, загалдели. В конце концов, все взгляды собрались на девочки, сидящие в конце класса. У нее были угольно-черные волосы до плеч и слишком тонкая не по годам фигура. «Ева Мари, ты... выбрала этот... цвет?» «Да». Девочка согласилась так, словно ответ был само собой разумеющимся. «Я хочу песнопение от цвета ночи». Сразу же вокруг девочки раздалось хихиканье. «Вау, опять та же самая фразочка?» «Снова она за свое. Упрямая Ева». Одни громко комментировали, другие смеялись вместе с друзьями. Реакции отличались, но общим в них было то, что все они высмеивали слова Ева Мари. «Ладно, хватит. Успокойтесь все». Угомонив разбушевавшийся глаз, Джессика снова повернулась к девочке. «Ева Мари, тебе неинтересны другие цвета?» «Неинтересно». Девочка моргнула. Названного ей цвета песнопения не было среди доступных к выбору в старшей школе. Более того, такого цвета песнопения вообще не существовало в природе. «Школа песнопения Ильфанда» – таково официальное название этой школы. Здесь ученики ставят себе целью совершенствования навыков призыва с помощью песнопений. Исполнить песнопение – это значит пропеть имя. Это умение призвать к себе существо, которое хочешь увидеть, представив образ у себя в сердце и восславив его имя. Главная особенность этой техники – классификация по цветам. Всех нас окружают различные предметы, которые наделены своим собственным цветом. Эти воспринимаемые человеческим глазом цвета, свет с определенной длиной волны, обладают энергией, которую могут использовать люди через песнопения для призыва разных объектов. В целом песнопения состоят из пяти цветов, четырех из семи видимого спектра и белого. В настоящее время не существует ни одной формулы песнопения вне этих цветов, хотя исследователи по всему миру и пытаются превзойти этот предел, до сих пор считается невозможным создать какое-то иное песнопение. Но, несмотря на все это, девочка с момента своего поступления в среднюю школу так и не изменила своего мнения, мнения, что существует песнопение от цвета ночи. Вот как. Но твердо знать, чем ты хочешь заниматься – это замечательно, Ева-Мария. Хотя многие в классе насмехались над ней, девочку это совсем не затронуло. Она вела себя очень зрело, и все же ее упорное нежелание изменить свое мнение можно было считать ребяческим. Вот такая странная ученица. Что такое песнопение от цвета ночи? Учительница несколько раз задавала девочке вопросы, но та так ни разу не дала содержательного ответа. В огромном классе раздался звон, означающий конец пятого урока. Последний урок закончился, значит можно расслабиться. Больше нет необходимости терпеть эту жару, от которой тело будто тает. Больше нет причин разбираться с этой девчонкой. На сегодня все. Мне пора идти на собрание, поэтому классного часа не будет. Кроме тех, кто будет убираться в классе, все могут уходить. Сегодня очередь Ева-Марии-Би. И вновь класс зашумел, готовясь к походу домой. Немного понаблюдав за происходящим, Джессика быстро направилась к двери. Часть вторая Прозвенел звонок, оповестивший всех о конце учебного дня. В конце стало настолько тихо, что можно расслышать свое дыхание. Сквозь окна светило жаркое вечернее солнце, закрывающее все поле зрения. Видом, из окна в одиночестве любовалась девочка, волосы которой свободно колыхались на легком ветерке. Вау, опять та же самая фразочка. Снова она за свое. Упрямая Ева. Всегда, всегда одно и то же. Только издеваются. Только смотрят свысока. И одноклассники, и учитель. Нет. Все вокруг смеются надо мной, и затем уходят. Это не ложь. Тихо пробормотала она. Девочка ни о чем не сожалела. Она уже давно привыкла к издевательствам и насмешкам. Неважно, что ее никто не понимает. Желание быть принятой всеми – ошибка. Какой красивый закат. Второй этаж школы – не самое высокое место для наблюдений. Однако девочке все равно нравился этот пейзаж за окном. Заходящее солнце ослепительно сияло. Оно благословляет всякого, кого касаются его лучи. Полная противоположность цвету ночи, к которому она так стремилась. Несомненно, именно потому, что она не могла достичь его, ее так тянуло к нему. И все же… И все же я… Девочка резко закрыла глаза. Приятный ветерок, унесший жару вечернего солнца, обдувал ее. Девочка на мгновение доверила себя ему. «Давай позвоним в колокольчик цвета ночи». Словно разговаривая сама с собой, она испустила вздох. «Лишь тебя я желаю». Нет, не вздох. Ветер сумерек разносил звуки песни. Оттого ли ты плачешь в тиши одиноко? Ты мала, ты нигде, в этом месте лишь я. Мелодия – это друж сердца и танец рыданий, ведь она – пропитавшая мир песни возлюбленной ночи. Да вернется к тебе-то клятва, что выткана цветом ночи. О, забытое дитя! Дитя, что было рождено! Добро пожаловать обратно в колыбель! И тогда я… Хотя последний куплет уже начался, девочка оборвала свою песню. Замолчав, она медленно обернулась. А я хотел дослушать до конца. Казалось бы, класс должен быть совершенно пустым, однако до сих пор она не замечала сидящего за партой позади знакомого ей мальчика. Это очень спокойная песня. Мелодия кажется немного грустной, но она более чувственная и красивая, чем всё то, что я слышал прежде. Ты сама её сочинила? Мне нет необходимости отвечать. Поскольку объяснения были бы слишком затруднительными, девочка сразу отвернулась от собеседника. «Но… Эй, Ева Мари, ты способна создать теорию?» От этих слов её ноги остановились сами. «Теорию?» – машинально повторила Ева Мари. Её собеседник демонстративно приподнял бровь и проговорил. «Песнопение цвета ночи. Ты же не собираешься исходить из существующих цветов. Ты всё равно не поймёшь, даже если я расскажу тебе, Ксинс». Ксинс Эйр Винкель. Он ничем не выделялся среди других учеников класса, да и оценки его были весьма средними. Хоть у него было много друзей, но старостый парнишка так и не стал. Ева Мари разговаривала с ним от силы два или три раза. Как недружелюбно. Мальчик, цвет волос которого был не то каштановым, не то золотистым, слегка качнул головой. Девочка перевела взгляд с него на вещь, которую он держал в руках. «Мне казалось, что сегодня на дежурстве вместе со мной Би. Тогда почему здесь ты с метлой в руках?» «Я вместо него. Ему ведь завтра произносит речь, поэтому и сейчас он зависит в библиотеке. Но похоже, что я опоздал, ты и без меня уже всё сделала». Ксинс беззаботно отбросил метлу в сторону. Положив руки на подоконник, он выглянул наружу и пожил плечами. Ева-Мари больше не собиралась терпеть его выходки. «Ты всё сказал? Тогда я... ухожу». Прежде чем она успела бросить эту фразу, парень перебил её. «Что ты будешь использовать в качестве катализатора?» «Катализатора?» «Катализатор — необходимое для песнопения средство. Это материал, служащий основой для обмена длинными волн с объектом призыва. Он используется во всех песнопениях, а значит, песнопениям «Цвета ночи» тоже потребуется катализатор. Так вот, что он хотел узнать. Однако, почему тебе это интересно? До сих пор самое большее, что у неё спрашивали, это «Что такое песнопение от «Цвета ночи»?» О таких вещах, как прогресс в создании теории или материали-катализаторе, не спрашивал никто, даже классная руководительница. Словно уходя от ответа на вопрос, Ксенса вытянул руку в окно и указал куда-то вниз. Результаты нынешнего теста вывешены там, в центральном коридоре первого этажа. Ты среди отличников по пяти предметам. Пять предметов означали пять цветов песнопений. В вопросы теста входило и перечисление катализаторов, и описание успешных экспериментов с песнопениями. Кроме того, ученикам предлагалось предположить причины неудачных опытов. Оценив результаты этого теста, можно было определить, есть ли уучащиваяся энтузиазм в изучении песнопений. И что с того? К тому же у тебя же лучший результат на нашей параллели. Совпадения порой пугают. В этот момент уголки его рта приподнялись. Неправда. Ты просто забыла занизить свои оценки. Слова были подобны яду. Его голос словно обрел силу. Он по-прежнему смотрел в окно на школьный двор, но даже так от его взгляда исходило такое давление, будто бы он смотрел прямо на неё. С твоим-то уровнем не должно быть проблемой получать такой результат каждый раз, однако ты всегда специально занижала свои оценки. А в этот раз попросту забыла это сделать. Всё верно? Глупость. Это при вознесении раздражает. Людей, которые будут заниматься настолько неразумными вещами, наверное, попросту не существует. Но лицо собеседника не дрогнуло от брошенных его мореслов. Парень был невероятно спокоен, как будто он предвидел и это её выражение, что невыносимо раздражало девочку. Не существует, да? По правде говоря, я так и делал. Ты? К слову, на тестах я выполняю только половину заданий, а другую половину сдуй пустой. Иногда учителя задают вопросы, но от них можно очень легко отмазаться. Не понимаю, о чём он. Зачем? У меня, наверное, те же причины, что и у тебя. Те же, что и у меня? Экзамен в конце года. Если покажешь на нём выдающиеся результаты, тебя заметят в Королевском исследовательском институте. Проговорил парень о сексе. Однако прежде чем девочка попросила его продолжить, он сам охотно заговорил. Да, ты получишь стабильное будущее, но первое, что тебя ждёт при поступлении в старшую школу при исследовательском институте, роль помощника у профессоров. Грубо говоря, слуги. От такой жизни я отказываюсь. Я думаю, ты тоже презираешь такой порядок. И только закат, который окрасил форму мальчика валой, помог его Мари понять тот факт, что сейчас парнишка захватил всё её внимание. Лишь сейчас девочка смогла услышать свои чувства. Стук в груди незаметно стал громче. Девочка ощущала себя так, словно пребывает в какой-то иллюзии, созданной парнем. Иллюзии, будто он слышит стук её сердца, может видеть её насквозь. Другими словами, хоть ты отбрасываешь надёжное будущее, у тебя всё же есть цель, которой стремишься. Когда дело касается песнопения цвета ночи, то ты попросту не можешь не верить в них. «И что ты хочешь этим сказать?» Он медленно повернулся к ней. Всё это время она ждала именно таких слов, сказанных именно таким голосом. «Так же, как и ты хочешь стать певчей цвета ночи, у меня тоже есть своя цель». Выражение его лица, прежде озорное, стало смущенным и скромным. Таким, какое он никогда не показывал в классе, наблюдая за ним, Ева-Мария ощутила странное и непонятное ей чувство. «Так же, как ты и хочешь стать певчей цвета ночи». Может быть, потому что в глазах мальчика не было насмешки, когда он заявил это. И одноклассница, и учительница, все, кого она встречала раньше, лишь криво улыбались в ответ на её слова. Однако он так не поступил. «Ты и правда веришь в то, что я сказала?» «Ведь до сих пор все меня считали лишь проблемой». Медленно, совсем по чуть-чуть, биение у неё в груди становилось всё быстрее и быстрее. Однако это биение не было неприятным, даже наоборот, спокойным и нежным. «Ты сказал, что у тебя есть цель. Что ты имел в виду?» С трудом произнесла девочка, еле шевеля пересохшими губами. «О, похоже, ты наконец-то заинтересовалась». «Мда, если ты меня просто дразнил, то мог бы ничего и не говорить». «Эй, постой, подожди». Когда Ева-Мария уже собиралась развернуться и уйти, он убрал охмылку с лица и взволнованным голосом произнёс. «Я стремлюсь к песнопению радуги». «Радуги?» Этого слова она раньше не слышала, поэтому машинально повторила его и глубоко задумалась. «Да, в отличие от тебя я не собираюсь создавать какое-то новое песнопение. Кейнос, красный, Ругус, синий, Сурисус, жёлтый, Беорг, зелёный, Арзус, белый. Если объединить их все, ведь это и будет нечто похожее на радугу, не так ли? Освоить все пять цветов – вот моя цель. Как безрассудно». Ева-Мария вздохнула и демонстративно пожала плечами. Она, конечно, предполагала его ответ, но и подумать не могла, что он скажет нечто настолько ошеломительное. Обычное изучение одного цвета занимает больше десяти лет. И даже если полностью освоить красный, особенности следующего цвета – синего – останутся совершенно непонятными. Хотя все песнопения – это одна отрасль знания, теории цветов полностью различны. Он и сам должен был понимать это, ведь именно поэтому парень и спросил у неё, «Ты же не собираешься исходить из существующих цветов?» «Можно, конечно, освоить один цвет за десять лет, но к тому времени его носливость и интеллект уже ослабнут. Сейчас максимумом того, что может один человек, считается освоение трёх цветов из пяти». Ева-Марина смешливо улыбнулась. «Даже если ты когда-нибудь сможешь это сделать, то, скорее всего, уже будешь дедушкой». «Да. Мне кажется, моя цель ни в чём не уступает твоей». «Но я бабушкой не стану, потому что точно умру раньше». Чувства были высказаны. «О, нет». Ева-Мари сразу же пожалела о своих словах. «Почему я сказала такую глупость?» Просто под влиянием эмоций она открыла то, что никому не собиралась рассказывать. Девочка знала, её лицо сейчас неприятно скривилось. «Как же стыдно». Ей не хватало сил скрыть это выражение. «Ева-Мари, ты же сейчас не всерьёз?» Он смотрел на неё не так, как прежде. Хоть она и попыталась отвести взгляд, но не смогла. Мальчик видел каждое движение её тела. Его взгляд подобен острому ножу. Бессмысленно вытаскивать, ведь кровотечение от этого станет лишь сильней. «Можно было бы солгать. Скорее всего, он не станет расспрашивать меня дальше. Но всё же... В моей семье у всех было слабое здоровье. Поколение за поколением. Все умирали очень рано. Даже мама умерла сразу после того, как родила меня. Я такая же, поэтому не могу и надеяться освоить все пять цветов, как ты». Эти слова вылетели у неё изо рта быстрее, чем она успела их осознать. «Это мои настоящие чувства. В них нет ни капли лжи. Поэтому я и не смогла остановиться, потому что это впервые». Стоявший перед Евой Мари мальчик внимательно вслушивался в её слова. О песнопениях цвета ночи они самой «Впервые кто-то слушал её». И одноклассники, и учительницы, и окружающие взрослые все считали слова девочки выдумками ребёнка, которые никто не воспринимал всерьёз. «Но этот мальчик...» «Моя болезнь уже начала проявлять себя. Времени уже почти не осталось. Поэтому я хочу сделать хоть что-то напоследок». «Именно так. Песнопения цвета ночи ради этого и нужны». Неожиданно мальчик отвёл взгляд. «Дура. Слишком разоткровенничалась». «Какая ирония. Ведь только из-за этого жеста Ева Мари смогла заметить, что её глаза намокли». «Почему я плачу? Потому что мне грустно? Нет. Что это за чувства? Если бы со мной всё было как обычно, то я ни за что бы не расплакалась в такой ситуации». Тесс спросил, способна ли я создать теорию. «Примерно половина уже у меня в голове. И катализатор, и вид канала. Но она всё ещё кажется мне иллюзией». Вздохнув, Ева Мари протёрла глаза рукавом формы. Лишь когда девочка утерла слёзы, он снова повернулся к ней. «Ева Мари, можно один вопрос? Что ты хочешь призвать с помощью песнопения «Цвета ночи»?» «Секрет». Смотря прямо в лицо мальчику, Ева Мари улыбнулась, но не фальшиво, а естественно. «Как ты думаешь, я успею?» «Успеешь что?» Он не задал такого вопроса. «Как ты думаешь, смогу ли я создать новое песнопение, которое никто никогда не видел, и никто никогда не пел?» Она сделала шаг в его сторону. В конце концов, он был таким же, как и она. Не способным лгать, потому что всё сразу же проявлялось у него на лице. Парень понимал, что если он согласится без каких-либо возражений, то это будет лишь проявлением жалости, и поэтому не мог просто кивнуть, но и отвергнуть возможность успеха он тоже не мог. Время шло, а мальчик никак не мог ни кивнуть, ни покачать головой. «Посоревнуешься со мной?» Неожиданно сказал он. «А?» «Я освою все пять цветов раньше, чем ты создашь песнопение цвета ночи. Через двадцать?» «Нет, я сделаю это меньше, чем за десять лет. Поэтому ты тоже пообещай. Пообещай, что покажешь мне завершённое песнопение цвета ночи, пока ты жива. Невозможно освоить все песнопения за десять лет, и он должен был лучше других это понимать. Вот упрямец. Несомненно, этот мальчик идиот, и ничего с его упрямством не поделать. «Но мне нравится это безрассудное состязание. Потому что я такая же». Слова рвались из Ева-Мари. «Если ты справишься...» Прежде чем она смогла продолжить, она почувствовала, как нечто переполняет её изнутри. В горле было что-то горячее и горькое. Это из-за слёз. И как только она об этом подумала, они вновь покатились по её щекам. «Можно я буду первой, кто это увидит?» Когда девочка заметила, что мальчик кивнул, она ещё раз вытерла слёзы. Далёкое-далёкое будущее. Однако, двое, обменявшиеся обещаниями, пошли каждый своим путём. Один в двадцать с чём-то лет достиг успеха в том, что не удавалось никому в истории. Его имя мгновенно разлетелось по всему миру, его буквально обожествили при жизни. Число людей, желающих стать его учениками, перевалило за сотню в течение года. Другая тоже пыталась стать первой в чём-то, чего ещё не видел мир. Но удалось ли ей это, неизвестно. Никто не знает, смогла ли она достичь своей цели. Её имя не стало известным, и не было никого, кто хотел бы стать её учеником. Незаметно для всех путешествуя по миру, она исчезла где-то на континенте. «Первый аккорд. Этюд Красного и Ночи. Часть первая». «Эй, Клоло, ты уже определилась с выбором?» Громко прокричала Мио с противоположного конца магазина. «О, могла бы и не орать. Я и так всё прекрасно слышу». Клюэль Софи Нэтт с упрёком посмотрела на несущуюся разцой в её сторону подругу и покачала головой. Магазин был не очень просторным, поэтому людей здесь было немного. Когда Клюэль повернулась к Мио и пожила плечами, та подняла левую руку, в которой держала лист зелёной чертёжной бумаги. «Хе-хе, я выбрала вот это. Как ты думаешь, размер подходящий?» Её глаза были мшисто-зелёного цвета, почти такого же, как и эта бумага. Мио Лентир. Девушка, которая отличалась от других невысоким ростом и по-детски милым лицом. Ей с Клюэль было по 16 лет, но из-за внешнего вида и беззаботного голоса она выглядела на один-два года младше. «Я всё ещё в раздумьях, хотя мне тоже кажется, что чертёжная бумага – лучший вариант. Согласна с тобой. А после того, как закончим, из неё можно будет наделать оригами». Невинно улыбнувшись, Мио взмахнула своими короткими золотистыми волосами. «Ты собираешься делать оригами из бумаги после призыва лягушек? Мне это кажется немножко неправильным. Она же станет липкой. Так что ты выбрала Клуло?» «В этом-то и проблема». Сделав вид, что смахивает длинные волосы, закрывающее лицо, Клюэль отвернулась от Мио, которая, похоже, была готова её укусить. В школе песнопений, которую они посещали, через четыре дня должно было состояться соревнование. Это означало, что ученики будут состязаться друг с другом в технике призыва, стараясь воплотить самую лучшую вещь, на которую только способны. На это крупное мероприятие приглашаются в качестве судьи известные певчи. Для Клюэль и Мио оно было по большей части развлечением, однако для учеников старших классов могло стать важным событием, на котором определилась их дальнейшая судьба. Ммм, как я и думала, вот это подойдёт. Наконец, после долгих колебаний, Клюэль взяла с полки тюбик с красной краской. «А... мы же и так в школе постоянно краски используем». Мио недовольно надуло щеки. В момент поступления в старшую школу ученик выбирал себе цвет, в котором он будет специализироваться. Мио выбрала зелёный, а Клюэль — красный. Состязания по их цветам тоже проводились, поэтому сейчас всё в основном сводилось к тому, кто какой катализатор будет использовать. Точно так же, как Мио выбрала зелёную бумагу, для красных песнопений так или иначе потребуется какой-нибудь красный материал. Поэтому Клюэль выбрала красную акварель, но... похоже, эту и не понравилась одноклассница. «Мне не о чем беспокоиться, именно потому что мы ими постоянно пользуемся. Много разных людей придёт посмотреть. Ошибиться и ничего не призвать будет, но очень стыдно». «Ммм... так-то ну так, но... тебе не кажется, что чего-то всё-таки не хватает?» Сказала Мио, пожав плечами. Она порой зацикливается на странных вещах. «И так сойдёт. Всё равно чего-то особенного мне не призвать». Бросив короткий взгляд на недовольную подругу, Клюэль направилась к кассе. «Пойдём. Нам же ещё домашку сделать надо. Если будем тормозить, то времени не хватит. Но мне кажется...» Клюэль взяла за руку снова надувшую щёки подругу и потащила её за собой. «Хватит жаловаться. Мы сейчас же уходим». Девочки протопали уже довольно много, и лишь только через полчаса перед ними показалось место, куда они так торопились. Академия Тремия, известная во всем мире школа песнопений, закреплённая за научно-исследовательским институтом Тремия. Это гигантское учреждение включало в себя все классы, начиная с младшей школы и заканчивая старшей, а её территорией оснащения как минимум на две головы превосходили другие специализированные школы. «Эй, Клоло!» Удерживая бумагу под мышкой, Мио приблизилась к подруге и заговорила заискивающим голосом. «Что-то лень мне домой возвращаться. Можно я сегодня останусь и тебя?» «Всё, как всегда». «Ладно, ладно. Но ты поможешь мне с готовкой?» Вместо кивка Клюэль просто приподняла покупки в руках. Она выросла в глубинке и сейчас, после поступления в академию, жила одна в общежитии. А Мио каждый день ходила на занятия из своего дома, но путь туда-обратно занимал около четырёх часов, поэтому если она задерживалась допоздна, то частенько оставалась у Клюэль. «Но почему так жарко, а?» Идущая рядом с ней Мио неожиданно скривилась, на её лице были видны бисеринки пота. «Наверное, потому что лето?» Не зная, как лучше ответить, Клюэль сказала нечто безобидное. Не то чтобы она не могла понять Мио, раскалившись на солнце, асфальт обжигал ноги даже через обувь, нечастый сухой ветерок только распылял жажду. Девушке самой хотелось вытереть пот с олба, но приходилось терпеть, ведь руки были заняты покупками. Мио было полегче, она могла достать платок свободной рукой. «И всё же я рада, что скоро летние каникулы. Кололо, у тебя есть какие-то планы?» Спустя несколько секунд размышлений, Клюэль на ум пришли лица родителей. «Наверное, съёжу домой. Хоть я и пишу им письма, родителям будет намного спокойнее, если покажусь лично». «Спокойней?» «Да, наверное. Родители всегда очень беспокоятся. Но мне уже шестнадцать. Разве их чрезмерное беспокойство не может не раздражать?» Разговаривая, они вошли в тени высаженных вдоль дороги деревьев. Ощущение, промокшее от пота одежды, было неприятным. «Похоже, я ошиблась, когда надела толстую блузку. На ногах у Клюэль были штаны, поскольку она не любила юбки, других вариантов не было. Но вот если бы она надела рубашку вместо блузки, было бы намного лучше». «Кстати, а твои родители оценками интересуются?» Хитро ухмыльнувшись, спросила Мио. «Ты вроде бы жаловалась, что не угадала с заданиями на последнем тесте?» «О, даже не спрашивай». Словно убегая от ответа, Клюэль отвернулась от идущей рядом подруги. Единый тест проводился перед каникулами. По его результатам, среди 1600 учеников с четырёх лет обучения Клюэль заняла 1370-е место, а если брать только 400 её одногодок — 205-е. За день до теста она готовилась к предполагаемым заданиям вместе с подругой, но полностью просчиталась. На экзамене она сдала почти полностью чистый лист. У тех, кто занял места ещё ниже, была аналогичная ситуация. Кстати, раз уж ты об этом напомнила, во время объявления результатов теста, среди расстроенных криков, только одна девушка улыбалась, узнав свой результат. «А у тебя как, Мио?» «У меня?» «Примерно так же, как и в прошлый раз. Вошла в сотню?» «На нашей параллели я вроде бы заняла второе место». «А, предательница!» «Так же, как и в прошлый раз, да?» «Как ты вообще это делаешь?» Клюэль намеренно повысила голос. Однако на лицо у Мио было какое-то отстранённое выражение. «Да потому что в этот раз всё было слишком легко. Просто запомни реакцию окрашивания пламени исправочника, и три вопроса считай решены». «Исправочника?» «Он же ещё толще, чем словарь». Несмотря на всю свою беззаботность, Мио была, наверное, единственной среди первоклассников, кто прочитала эту книгу от корки до корки. «Эх, в любом случае, всё ведь потому, что если не буду хорошо учиться, мне не дадут карманных денег. В этот раз угощаешь ты. Насколько же у неё удобный для жизни характер». Наполовину в изумлении Клюэль отвернулась от подруги, однако Мио сразу же забежала вперёд и посмотрела девушке прямо в лицо. «Но я и правда много занимаюсь, потому что восхищаюсь господином Ксинцем». «Господин Ксинц?» «Радужный певчий?» От прозвища этого почти легендарного человека лицо Мио покраснило ещё больше. Девушка кивнула и проговорила. «Ты можешь в это поверить? Ему же ещё и тридцати нет. Он всего на десять с чем-то лет старше нас, а уже освоил все цветописно пений. Я его только на фотографиях видела. Он и правда милый? Надеюсь, что когда-нибудь встречусь с ним, и если это сбудется, я бы хотела стать его ученицей». Глаза Мио сияли, она ясно представляла себе эту сцену. «Да сколько можно?» Хотя Мио смащённо улыбалась и тяжело вздыхала, сама она этого не замечала. Девушка полностью ушла в мир фантазий. «Да, да, я всё поняла. Может быть, ты немного?» Клюэль уже собиралась спустить Мио с небес на землю. Вдруг в двадцати метрах впереди, у развилки дороги, она заметила незнакомого человека. Совсем ребёнок. Хотя с такого расстояния и было сложно судить, но он никак не мог быть старше них. У незнакомца были тёмно-фиолетовые волосы, наверное, их можно было бы назвать виноградными. А одет он был не в форму Академии, а в обычную повседневную одежду, и поскольку на нём был детский чёрный плащ, мальчишка сильно выделялся. В такую-то жаркую погоду, в середине лета, и такой вид. Но что ещё больше привлекало к нему внимание, похожее на птицу существо, сидящее у него на плече. «Смотри-ка, что это за ребёнок?» Похоже, Мио тоже его заметила. Поскольку она была меньше нагружена покупками, девушка бегом устремилась к нему. «Эй, ты! Что случилось? Здесь вообще-то территория школы?» «Ну да. Хм, ты ко мне обращаешься?» Удивлённо переспросил мальчик. Видимо, мальчишка так внимательно вглядывался в расходящуюся перед ним дорогу, что до этого момента не замечал их. По его мягкому детскому внешнему виду было сложно определить пол. Действительно, ребёнок. Как ни посмотри. Клэль предположила, что ему двенадцать, максимум тринадцать лет, он был одного роста с Мио. На вопрос ответил не мальчик. «Мы не знаем дороги. Я слышал, что общежитие где-то в этом направлении, но нам не сказали развилки. И куда же нам теперь идти?» «Ой, Арма, я же тебя предупреждал, что нельзя вот так внезапно начинать говорить». Тот в панике прикрыл рот сидящему у него на плече животному. Это оказалось не птица. Оно было покрыто кожей тёмно-фиолетового цвета, почти такого же, как и волосы мальчика, только темней. Скорее, даже не кожей, а чешуёй. И выглядело оно как... «Ящерица!» Фальцетом прокричала Мио. Услышав это, существо на плечо сузяло глаза. «Не ящерица. Разве ты не знаешь, кто я девчушка?» Арма использует в качестве местоимения «Я» старомодные, весьма внушительные «Вары». Ящерица — существо уважаемое, поэтому его местоимение «Я» всегда пишется большей буквой. В изумлении Мио встряхнула головой. Конечно же, она не знала. Во-первых, по внешнему виду существо напоминало не что иное, как ящерицу. Кроме того, Клюэль впервые видела, чтобы ящерица размером с котёнка говорила о себе «Я». «А, глупый Арма, я же много раз повторял, что тебе нельзя так разговаривать». «Не волнуйся, Найт, кажется, у этих девчушек такое же хобби, что и у тебя. То, что я разговариваю, не имеет особого значения». «Такое же хобби?» На мгновение Клюэль удивилась сказанному, но затем... «Послушай, он случайно непризванное существо?» Она перевела взгляд с рептилий подобного существа на мальчика. Его выражение лица стало немного спокойней. «Да-да, всё так. Хотя призвал его не я». «А, вот в чём дело. Вы тоже занимаетесь песнопениями, да? Просто обычные люди сильно удивляются, когда Арма начинает говорить». Мальчик взволнованно почесал затылок, видимо, пытая искрить смущение. «Ну, мы очень удивились». Клюэль бессознательно проглотила эти слова, прежде чем они вылетели у неё изо рта. Хотя сам по себе призыв живого существа не был сложной задачей, однако воплотить нечто способное понимать человеческую речь и уж тем более говорить это совсем другое дело. По сложности оно соответствовало песнопению второго уровня музыкальной шкалы «Благородной Арии». Другими словами, даже для учителей старшей школы это песнопение было бы непростым. Как много найдётся в мире детей, которые будут беспечно разгуливать компанию такого редкого существа. Однако он стоял прямо перед ними, и они не могли не заинтересоваться. «Значит, Нейт, правильно?» «Вот он у тебя на плече сказал что-то о поисках общежития». «Эй, девчушка, кого это ты назвала «он»?» Мальчик снова прикрыл рот, попытавшийся заговорить ещерице. «Да, меня зовут Нейт. Я перевёлся из другой школы. Прибыл только сегодня, поэтому не знаю, где находится общежитие. В таком случае тебе прямо по дороге. Пути едва, потому что мужское и женское находятся в разных местах». Удерживая бумагу одной рукой, Миу протянула другую в сторону. «С этой стороны женское, с противоположной мужское». «Вот оно как. Спасибо вам большое». Миу улыбнулась склонившему голову мальчику. «Пожалуйста». «В таком случае тебе прямо по дороге. Пути едва, потому что мужское и женское находятся в разных местах». Удерживая бумагу одной рукой, Миу протянула другую в сторону. «С этой стороны женское, с противоположной мужское». «Вот оно как. Спасибо вам большое». Миу улыбнулась склонившему голову мальчику. «Пожалуйста. Я Миу. А это Кло. Клюэль. Мы в одной школе. Так что, может быть, ещё встретимся». Резко перебила Миу Клюэль. «Ох уж это Миу. Она явно собиралась представить меня как Клоло. Ничего особенного, если этим прозвищем зовет меня она, но когда ко мне обращаются другие люди, хотелось бы, чтобы они звали меня по имени. Хотя на самом деле Клоло просто кажется мне слишком детским». «Миу и Клюэль, верно? Вы меня очень выручили. Я пойду осмотрюсь. В путь, Арма. Девчушки, выражаю вам благодарность за помощь. Немного грустно, когда ящерица называет тебя «девчушкой». Клюэль очень хотелось пожаловаться, но вряд ли можно было чего-то добиться упрекая ящерицу. Подавив накопившееся внутри раздражение, она посмотрела на склонившегося мальчика и ответила легким кивком. Часть вторая. «Прости, я задержалась. Миу, твоя очередь», крикнула Клюэль из ванной, вытирая волосы полотенцем. Девушка перевела взгляд на часы, что висели в предбаннике. «Ау, уже так поздно. Похоже, я слишком медлила. Она, наверное, совсем заждалась». После ужина Мио пропустила ее принять душ первой, но из-за потного полудня она сама того, не заметив, мылась слишком долго. «Эй, Мио!» Ответа не было. «Если выйти из ванной, то окажешься прямо на кухне». Приоткрыв дверь, Клюэль и гляделась. Там, за столом, подперев лицо руками, уставилась с потолок девушка. «Ты тут? Эй, ты меня слышишь?» Когда Клюэль обошла Мио сзади и уже собиралась было закрыть подруге глаза, та, наконец, заговорила. «Как ты думаешь, Клулу, оно действительно призвано песнопением?» Но ответила она медленно и сонно, будто здесь кроме нее никого и не было. «Оно?» «Помнишь, мы сегодня встретили мальчика?» «Я той ящерицы, что сидела у него на плече». Похоже, это непонятное животное глубоко засело в мыслях девушки. Да, именно. Когда было необходимо о чем-то подумать, Мио частенько переставала замечать происходящее вокруг себя. «Это ящерица. Она была какого-то непонятного цвета. Фиолетового или, может быть, черного?» «Песнопениями какого цвета можно призвать такое существо?» «Да, ты права». Клюэль вспомнила увиденное. Цвет существа было трудно описать. А если все-таки попытаться, то оттенок его шкурки был близок к красному или синему, впрочем, оба цвета подходили не полностью. Это был странный глубокий оттенок. «Но какой бы это ни был цвет, я ни за что не захотела бы призвать такую дерзкую ящерицу». Клюэль натянута рассмеялась, протирая волосы. «Лучше птицу». «Точно птицу. Они явно лучше этих мерзких рептилий». Услышав это, Мио прежде равнодушно и приподняла угол кирта. На состязании птицы всегда были очень популярными. Почти триста учеников собираются призывать их, поэтому и триста первой никак не сможет стать чем-то особенным. «А, правда?» «По крайней мере, я слышал, что так было в прошлом году». Отпив из чашки, Мио изобразило непонимание. «Значит ли это, что она собирается призывать что-то другое?» «А, что собираешься делать ты, Мио?» «Пока не знаю. Хочу призвать какое-нибудь животное, но пока не решила, это будут много маленьких или одно крупное». «Какое из зеленых существ можно назвать крупным?» Хотя Клюэли заинтересовалась, Мио скорее всего ничего ей не рассказала бы, чтобы подруга с нетерпением ждала состязания. «Кстати, Мио, если ты прямо сейчас не пойдешь в ванную, то вода остынет». «Ах да, и правда. Клоло такая медленная». «Я уже давно вышла, но ты просто задумалась и не заметила. Если у тебя есть время жаловаться, то давай вставай и иди уже». Клюэль затолкала ворчащую Мио в ванную. «Завтра у меня в клубе утренняя тренировка, поэтому если ты сейчас же не примешь душ, то у меня могут быть проблемы». «У тебя десять минут. Когда время выйдет, я выключу свет». «А? Что за... Нечестно! Подожди, Кло!» Проигнорировав возражение Мио, Клюэль закрыла дверь предбанника. Часть третья. «Благодарю за упорный труд. Прошу прощения, я побежала». Прозвенел звонок, предупреждающий об утреннем классном часе. Попрощавшись со старшими по клубу, Клюэль изо всех сил поспешила к корпусу первых классов старшей школы. По своему размаху территория Академии Тремия превышала обычные школы в три раза. Путь пешком от помещения клуба до здания первых классов легко мог занять полчаса. «О, уже так много времени!» Она посмотрела на наручные часы. До начала классного часа оставалось две минуты. Со сбитым дыханием Клюэль взлетела по лестнице и вскоре табличка с надписью «1Б» ее класса возникла у нее перед глазами. Сохраняя энергию для продолжения бега, она схватилась за ручку двери и повернула ее. Дверь затряслась с такой силой, как будто случилось землетрясение, однако никто в классе не обратил на это никакого внимания. Все понимали, что если бы не такая спешка, то Клюэль не успела бы вовремя. «Доброе утро, Клоло! Весьма неплохо! На семь секунд быстрее, чем в среднем за прошлый месяц!» Ехидно улыбнувшись, как и всегда беззаботно объявила Мио, удерживая в руки секундомир. «У меня нет на это времени! Где учитель? Она еще не пришла? Ага, еще не пришла! Видимо, сегодня ты успела! И сегодня!» Клюэль отвернулась от Мио, которая хотела сказать еще что-то и открыла свою сумку. Прямо перед тем, как она достала энергетический напиток, дверь открылась. Женщина в костюме цвета свежей зелени и блестящими светлыми волосами до плеч мягкой походкой вошла в класс. Классный руководитель Кейт. «Всем доброе утро!» «Ого, Клюэль, ты сегодня не опоздала?» произнесла учитель с легкой иронией. Даже сама Клюэль поняла, что в этот момент ее щека дернулась сама собой. «Но это же обычное дело!» Изображая невозмутимость, она уселась на свое место. В ответ на это Кейт многозначительно пожила плечами. «Но я же не сделала ничего плохого!» Клюэль была уверена, что приходила в школу раньше кого-либо. И только потому, что утренняя тренировка в клубе всегда длится до самого звонка, она получила позорное прозвище «Королева опозданий». «Надеюсь, что завтра будет так же. Такс, похоже, все остальные на месте». Учительница пересчитала учеников в классе, сдерживая улыбку. «Каких-то особенных объявлений сегодня нет. На пятом уроке мы будем проводить эксперименты с катализаторами, поэтому не забудьте после обеда собраться у первой лаборатории. Кстати, Кейт прервалась и прочистила горло. Хотя летние каникулы уже совсем скоро, к нам в первой Б переводится новый ученик. Ему 13 лет, так что он будет самым младшим в классе». Атмосфера сразу же накалилась, сидящий за соседней портой мальчик издал изумлённый возглас. Находящаяся немного дальше Мио, обычно рассеянная, тоже выглядела удивлённой. Песнопения никогда не являлись обязательным предметом для изучения, до 12 лет всех обучают общим наукам, и только затем каждый сам решает, чему он хочет обучаться дальше. Школы Песнопения на деле не более чем один из видов колледжей, поэтому в них нет ограничения по возрасту, после окончания программы трёх лет средней школы и четырёх лет старшей школы можно сдать экзамен на квалификацию певчего. Если этот новенький поступил в старшую в 13 лет, то это значит, что с девяти он посещал одновременно и обычную школу и школу Песнопений. Хотя такая ситуация не была беспрецедентной, это, безусловно, был редкий случай. В любом случае, я сейчас вам его представлю. Входи, Нэйт. Ммм, Нэйт. Мне кажется, я уже где-то слышала это имя. Открыв дверь, в класс вошёл мальчик в белой форме академии. У него были тёмно-фиолетовые волосы и рост, полностью соответствующий возрасту. Хотя он нервничал и поэтому выглядел немного неуклюжим, в его облике всё ещё можно было заметить детскость. Когда его склеили взгляды пересеклись... «Что, Нэйт?» выкрикнула странным голосом, сидевшая в углу класса Мио, прежде чем Клюэль успела открыть рот. Мальчишка на мгновение замер от того, что его неожиданно назвали по имени, но вскоре ответил. «А, Мио?» «Ага, ты запомнил. Кстати, Клолу тоже здесь». «Клолу?» Увидев озадаченное лицо Нэйта, Мио указала в её сторону. «Идиотка». Клюэль невольно вздохнула и опустила плечи. Вчера она специально представилась как Клюэль, но все её труды в одно мгновение стали тщетны. «Доброе утро, Нэйтс». «Эм, доброе утро, Клюэль». Она была благодарна за вежливое приветствие, но из-за него взгляды одноклассников обратились к ней. «Одну минутку, Клюэль, ты знаешь этого малыша? Ну разве он не милый?» Сидевшая позади девушка ткнула Клюэль ручкой в спину, ожидая ответа. Слева и справа раздалось «А, неужели Клюэль интересный парень помладше?» «Ничего унизительнее быть не может». «О, так Мио и Клюэль уже знакомы с Нэйтом?» От этого разговора в голове Кейт всплыл большой знак вопроса. «Мы встретили его вчера около общежитий». Мгновенно отозвалась Мио. «Вот оно как. Замечательно, что у тебя уже есть знакомые, Нэйт. Но поскольку остальные тебя еще не знают, представься, пожалуйста». «А, си- сейчас». Стоявший на возвышении мальчик выпрямился и склонил голову. «Но, меня зовут Нэйт Елемиас. Раньше я посещал школу у себя в городе, но поскольку моя мама когда-то училась здесь, мне всегда хотелось поступить именно сюда». Учительница мягко положила руку на плечо мальчику и осмотрела класс. «До первого урока еще есть время. У кого-то остались к нему вопросы? Наверное, ему будет сложно отвечать каждому индивидуально, так что спрашивайте прямо сейчас». «А, да-да, есть вопрос». Девушка, недавно ткнувшая к Леле ручкой, Ада решительно вскинула руку. «Ам, в каком цвете песнопения ты специализируешься?» Этот вопрос обескуражил мальчика, заставив его в смятении обменяться взглядами с классной руководительницей. «Но мой цвет немного отличается от остальных». Учительница побудила застывшего с открытым ртом выглядящего смущенным мальчика продолжить. Хоть он и склонил голову, словно ему было трудно говорить, но ему все-таки удалось выдавить из себя слова. «Это называется цветом ночи. Я изучаю его». «Ночи?» переспросила Ада, не просто задачная, полностью сбитая с толку. «Ночь, как в словах день и ночь. Может быть, не стоит называть его истине черным или фиолетовым? Вот такой этот цвет». «Нэйт, в той школе, куда ты ходил, обучают этому цвету?» На этот вопрос изумленной Ады мальчик робко ответил. «Но я думаю, ему не обучают нигде, потому что он создан моей мамой». «Создан». Услышав это слово, Ада удивлённо вздохнула. «Другими словами, это новый цвет песнопений?» Однако Нэйт поспешно замахал руками. «Нет-нет, ничего настолько удивительного, и заявку о новом цвете мы не отправляли. Кроме того, я сам до сих пор не освоил его». С каждым словом он говорил все тише и тише. Ну, учитывая, что он только перевёлся, ничего с этим поделать было нельзя. В тот момент, когда Клюэль, подпиравшая голову рукой, уже собралась помочь ему, прозвучал звонок, и классный час закончился. Часть четвёртая Солнце медленно ползло по небосводу к зениту, и вместе с ним постепенно росла температура в классе. Сейчас стояла липкая жара, будто в сауне. Кондиционируемая школьная столовая была сейчас, наверное, переполнена свободными от занятий учениками и преподавателями. Если бы лекций не было, она тоже со всей элегантностью расслаблялась бы там, заказав себе чашечку чая со льдом. Ну да, всё это только если предположить, что уроков нет. Клюэль подавила вздох. В школах песнопения первая половина дня была отведена под базовые курсы, а на вторую ставили практические занятия. Ученики первого класса старшей школы тратили почти весь год на изучение основ прокатился по лаборатории Голос Кейт, которая надела белый халат поверх обычной одежды. Как правило, эксперименты с песнопениями проводили группами по четыре человека. Один певчий, один наблюдатель, фиксирующий время, а оставшиеся двое должны были оказать помощь чрезвычайной ситуации. В группе Клюэль были Мио и Альсом, ученик с крупным телосложением и мягким характером, специализирующийся в желтых песнопениях. Кроме этих двоих к ним присоединился Нейтс. За новичка, к тому же изучающего неизвестные песнопения, боролись несколько групп, но под предлогом знакомства Мио наполовину насильно утянуло его к себе. Что ж, давайте решим, с кого начнём. Подготовив соломинки для лотереи, Клюэль вначале позволила остальным членам группы вытянуть свои. Хоть это и называлось экспериментом, на деле каждый просто исполнял песнопения своего цвета, в данном случае происходящее напоминало репетицию перед состязанием через три дня. О, я вторая, равнодушно сказала Мио. Я третий. Я, видимо, четвёртый. Сначала Альсом, потом Нейт. Это значит... Ну вот, я первая. Быть первой немного смущает, ага. В ответ на их хитство Мио, Клюэль только пожила плечами. Из кучи красок, лежавших на углу стола, она взяла тюбик с красной. Чтобы исполнить песнопение, нужно войти в контакт с катализатором, Клюэль нехотя выдавила немного из тюбика и нанесла её на пальцы левой руки. Хотя использовать наши катализаторы довольно просто, мне до сих пор неприятно каждый раз размазывать краску по пальцам. Нейт, я готова. Она обменялась взглядами с Нейтом, который держал в руке секундомер. Хорошо, пожалуйста, приступай. Одновременно с этими словами Клюэль закрыла глаза. Она вообразила в голове призвать, представила, когда появляется у неё в руке. Красные, более глубокого цвета, чем кровь, цветочные лепестки. Внутри этой совершеннейшей красоты одновременно существовало слабое ощущение, будто она разлетится всего лишь от лёгкого прикосновения. Звучит тёмно-алый колокол. Страсть, гордость, очарование. Девушка представляла цветок, который можно было описать множеством слов. Я славлю твоё имя, красный, острый и красивый. Ты скрыт за дьявольской красотой и остротой ножа. Хвалебная песнь Оратория. Это гимн, составленный на музыкальном языке салафена, который используется, чтобы обратиться к призываемой вещи. Вославь её имя, и тем самым ты призовёшь её. От хвалебных песен и произошло слово песнопение. Посредством звука информация прорывается во внешний мир, и тогда открываются врата песнопений канал. Клюэль медленно открыла глаза, нанесённая на руку краска уже засияла красным. Видимый свет превращался в энергию, сейчас между энергетическими волнами краски и призываемого объекта происходила синхронизация. В использовании общей длины волн в качестве посредника для призыва существа заключается механизм песнопений. Канал остаётся открытым совсем недолго, Клюэль не моргая наблюдала за красным свечением на руке. Оно постепенно становилось сильней, а внезапно свет разлетелся подобно бьющемуся стеклу. Это означало, что наступил момент полного открытия канала. Кейнос, песня красного. Разделившиеся на фрагменты свечения исчезало, Клюэль аккуратно раскрыла ладонь, и с промежутка между пальцами мягко выпал алый лепесток. Фу. До сих пор она держала эмоции в узде, но теперь с облегчением вздохнула. В ее левой руке появилось алое растение. О, так это цветок. Очень красиво. Как он называется? Меу немного поаплодировала. Амариллис. Мне с давних пор нравятся эти цветы. Клюэль собиралась сказать это с безразличным видом, но все же не смогла удержаться от улыбки. Ровно тридцать секунд. Клюэль просто потрясающая. Она взяла у Нейта остановленный секундомер. На состязании каждому выделялось около минуты. Можно сказать, что тридцать секунд это очень хороший запас. Вторая в очереди Меу воспользовалась купленной вчера зеленой бумагой в качестве катализатора и призвала маленькую черепашку. Она потратила пятьдесят пять секунд. Похоже, вначале ей хотелось, чтобы появилось сразу две черепахи, однако концентрация сбилась, ей в спешке пришлось менять задумку. Альцам нацелился на призыв канарейки, но поскольку птицы в отличие от черепах и цветов были подвижными существами, создать подобный образ было непросто. Спустя две минуты он сдался. Можешь начинать, Нейтс. Взяв листок с результатами и секундомер, Клюэль повернулась к напарнику и дала сигнал к началу. Хорошо, я попробую. Видимо, Нейт тоже пользовался краской. Песнопение цвета ночи. В школьном учебнике не было о них ни слова, поэтому Клюэль была наполовину в сомнениях, но похоже, Нейт был настроен очень серьезно. Он смешал несколько черных оттенков на палитре и нанес на пальцы. Позади почему-то поднялся шум, оглядевшись, Клюэль поняла, что остальные ученики устроили перерыв и стали наблюдать за их группой. Мне кажется, Нейт не сможет сконцентрироваться с таким числом зрителей. Вам всем стоит заняться своими делами, так она могла бы сказать, если бы заметила это чуть раньше, но, к сожалению, Нейт уже приступил к песнопению. Опустись, черный занавес, я славлю твое имя. Темный, храбрый и несчастный, временный хозяин одного крыла. Атмосфера вокруг изменилась, и причина этого была проста. Никто не знал, что именно собирался призывать мальчик. Если разбираться в песнопениях, то по исполнеемой кем-то ораторией можно угадать, какой объект будет ей призван. Клюэль уже закончила три класса средней школы и была знакома с Азами. Если призываемая вещь или существо достаточно известны, то их ораторию можно различать на слух. Это естественно. Темный, храбрый и, кроме того, несчастный? Было невозможно предсказать настоящий вид объекта, к которому взывал Нейт. Окружающие чувствовали то же самое. В сомнениях они продолжали наблюдать за светом, появившимся в руке у Нейта. Черный свет. Наверное, правильнее было бы назвать это тенью. И эти мрачные тени, что возникли в руке мальчика, отказывались исчезать даже в лучах заходящего солнца, освещавшего лабораторию. Застывшая ночь, отрицавшая солнце, вот что не такое. В это сложно было поверить сходу, но мальчик действительно исполнял песнопение ночи. Тени росли и уплотнялись, принимая форму шара, и вот разверзлась ночь. Тихим голосом его мог заглушить даже ветер, мальчик пробормотал. Эзел, песня ночи. В этот же миг комнату заполонило черное нечто. Призываемый объект не был в форме твердого тела. А? Что это? Трудно дышать? Вслед за воплем Мио, остальные тоже закричали от боли. Призванной вещью оказался обычный дым. Этого не должно было быть! Посреди безумия ясно слышался удивленный голос Нейта. Он попытался призвать какое-то сложное существо и произошел выброс? Самая частая ошибка начинающих. При горении веществ выделяется дым, и с каждым вдохом он втягивается внутрь, что вызывает кашель. Из-за острые боли в глазах поднять веки становится невозможно. Скорее всего, этот дым такой же, как при пожаре, а значит, он состоит из оксида углерода и двуокиси азота. Если продолжите дальше дышать этой сажей, то органам дыхания и нервной системе сильно достанется. Нужно открыть окно! Окно было точно слева, но Клюэль быстро передумала. Времени, чтобы открыть замок не было, закрыв глаза, она представила в голове положение окна. Поднявшись, она схватила правую руку и стул, на котором до сих пор сидела. Возмещать я ничего не собираюсь! Немедленно секунды, Клюэль бросила стул в направлении окна. Часть пятая Уже так поздно. Взглянув на мерцающие над головой звезды, Клюэль ускорила шаг. Закончив тренироваться в клубе, она направилась в школьный магазин. После покупки медицинских средств и продуктов стало уже совсем поздно. Все еще немножко больно. От прикосновения к замотанной в бинты правой руки в ней возникало онемение, как от удара током. Несколько часов назад Клюэль поранилась осколками разбитого стекла, хотя особых проблем это и не доставило бы, она аккуратно перебинтовала рану в медпункте. Ходьба от многофункционального зала до корпуса первоклассов заняла десять минут. Библиотека и спортзал находились по пути, но в обоих зданиях уже выключили свет. Они открывались ранним утром и закрывались тоже раньше других. Разгоряченному за день телу было приятно ощущать этот холодный вечерний ветерок. Чистый прохладный воздух наполнял легкие. Это спокойное ощущение было подобно принятию души из ветра. А кстати, интересно, взгляд с неба на дорогу. Тогда едва она разбила стекло, заполнивши лабораторию дым быстро куда-то исчез. Если задуматься, он изначально был нестабильным результатом неудавшегося песнопения, и поэтому такое развитие событий можно было предсказать. Но все равно у многих классе болели горло или глаза. Стены лаборатории тоже оказались испачканы сажей, как будто они целый год собирали на себе грязь. Хотя все ученики, включая Клюэль и Мио прибрались в комнате, после всего этого Нейт еще почти целый час извинялся. Перед Кейт, перед директором, перед одноклассниками и перед поранившейся Клюэль. Ошибка при песнопении была неизбежностью, ему всего 13 лет. Он только что сменил школу, и кроме того за песнопением наблюдало очень много людей. Рассчитывать на успех было почти безумием. Пусть все это и служило ему оправданием, оправиться от произошедшего было не так-то просто. Все оставшееся время до конца занятий Нейт ходил опустив голову. Корпус первых классов медленно появился в поле зрения, поскольку лаборатория теперь была закрыта для входа, свет уже выключили. Освещенными оставались только медпункт, учительская и комната охраны. Освещены должны были быть только эти помещения. А это что? Наш класс? Вторая комната на третьем этаже. Занавески были закрыты, но в промежутке между ними на улицу проникал свет. Кто бы это мог быть? Неужели? Слова унес ветер и вместе со светом они исчезли в ночи. Нейт, не мог бы ты принести ее? Мама посмотрела на фотографии в украшенной рамке. Эту фотография висела высоко на стене, почти под потолком, поэтому даже встав на носки, он не мог ее достать. Наконец, поднявшись на стул и потянувшись изо всех сил, он коснулся ее кончиками пальцев. Что это за фотография? На ней не было людей, но и пейзажем назвать ее было нельзя. Изображение было абсолютно черным. Скорее всего, получить подобную фотографию не получится, даже если снять уголь с близкого расстояния. Да и непонятна была сама причина, которая заставила маму сделать такое фото. Может быть, это не сфокусированный снимок, но тогда нет никакой необходимости специально хранить его. Этот вопрос уже давно занимал его. Вот мама. Он принес фотографию, лежащую на кровати матери, однако она не захотела ее взять. Мама? Нейт, я отдаю ее тебе. Женщина немного приподняла одеяло. Что это за снимок? Он. Ценный катализатор для тех песнопений, которыми ты занимаешься. Ничего себе. Необычно, что мама говорит с таким нежным взглядом. Даже когда она была еще здорова, то редко бывала настолько спокойной. Но на нем же ничего нет. Оно снято ночью, поэтому и трудно разобрать. На нем изображен огонь. Огонь. Это огонь, хотя здесь только сплошная чернота. Нейт в спешке проглотил уже готовые сорваться с языка слова. Мама никогда не обманывала и не шутилась с ним. Нейт, есть еще одно песнопение, которому я тебя не научила. Неизвестно, догадалась мама о его мыслях или нет, но она закрыла направленные в потолок глаза. Это песнопение, созданное ради тебя. И поэтому, Нейт, я расскажу о нем только тебе. «Почему ты пытался призвать меня?» Голос над ухом не требовал объяснений. Отдаваясь барабанных перепонках, он выражал только искреннее непонимание. «Ты же не забыл, что даже у твоей матери ушло на это несколько лет? Я думаю, для нынешнего тебя подобно невозможно». Нейт лежал, уткнувшись лицом в парту, игнорируя собеседника. Но тут не обращал никакого внимания на поведение мальчишки и продолжал. «Общежитие, в котором я находился, примерно в двух тысячах метров от школы. И хотя для песнопения дистанции значения не имеет, призыв меня сам по себе сложнейшее дело. И ты это прекрасно знаешь». «Конечно знаю». Нейт, не желая ничего говорить, только вздохнул про себя. «Но я хотел испытать себя. Я могу по пальцам перечитать доступные мне песнопения. Именно поэтому я хотел поскорее попробовать что-то новое». «Я дал слово. Ты же знаешь, тому человеку, с которым мама обменялась обещаниями. Я покажу ему песнопение цвета ночи». Эти слова как будто бы содержали силу. Они заставили собеседника замолчать. «Скажи, Арма, мама действительно была настолько могущественной?» «Да, была». Никто, кроме Нейта, не мог услышать его, но призванное существо говорило необычайным для себя очень тихим и мягким голосом. Как если бы Арма тосковал, как если бы он любил, но сам он этого не замечал. Она единственная песнопевица, которую я признал. Как минимум талантом она намного превосходила тебя. Это призванное существо до сих пор не признало меня. Вот в чем был смысл его слов. Этот факт был настолько очевиден, что его невозможно было скрыть. Горечь от неспособности исполнить песнопение переполнила Нейта. Но не забудь, что я рядом с тобой для того, чтобы развивать твои способности. Водушевленный этими словами Нейт приподнял голову. Прямо перед его глазами почти у самого кончика носа находился Арма. Он не стоял на парте и не сидел на плечах. Призванное существо расправило сложные доселе крылья и парило в воздухе. Давно я не видел, чтобы ты летал. Ползать по земле неплохо. Не перетрудись. Ты же можешь держаться в воздухе только сорок секунд, не так ли? Серьезная манера речи призванного существа, резко контрастирующая с его неловким парением, заставила Нейт рассмеяться. Но все же я не могу стать настолько же умелым, как мама. В конце концов, все, что я делаю, доставляю неприятности другим людям, как, например, сегодня для Клюэль. Вчерашние девчушки? Но если судить только потому, что ты мне рассказал, на такую рану она даже внимания обращать не станет. В таких случаях Арма действительно всего лишь призванное существо. Нейт беспокоился не только о заметной для глаз ране, но также о своей ответственности и об искуплении своего проступка. Нет, Арма, ты, наверное, не поймешь, но... Поскольку я и правда не обращаю внимания, все в порядке. Я сама решил разбить окно. Но меня раздражает то, обращаешь внимания. Что? Неожиданно Нейт услышал женский голос. Более того, этот голос был ему знаком, и прямо перед обернувшимся Нейтом, облокотившись на дверной косяк, стояла девушка с обмотанной бинтами правой рукой. Как и ожидалось, это ты. Предположив, что это мог быть именно Нейт, Клюэль пришла проверить свою догадку и оказалась права. Вздохнув и криво улыбнувшись, она прошла к парте перед Нейтом. Эм, за проза... В замешательстве мальчик сразу же попытался сказать хоть что-то, но прежде чем он успел раскрыть рот, Клюэль легонько ткнула его пальцем в лоб. Хватит уже, весь день же извинялся. Если не перестанешь, начну чувствовать себя виноватой. Хорошо, но хоть он и кивнул, его голос звучал сдавленно. На него было жалко смотреть. Бесцельно водя глазами, Клюэль встретила взгляд сидящего на парте ящерица. «Девчушка, сколько раз уже говорил, я тебе не дерзкая ящерица?» «Тогда летучая ящерица». «Ты видела, как я летаю, и все равно называешь ящерицей». Мгновенно отозвалась рептилия. Затем, как будто сдавшись, она подавленно опустила голову. Этот чем-то напоминающий человека жест выглядел очень странно. «Кстати, я подслушала вас не специально». Обдумывая, как обратиться к лежавшему на парте одинокому мальчику, Клюэль услышала их разговор. Она указала на выглядящее недовольным призванное существо. «Судя по вашим словам, его призвала твоя мама?» «Да». Она и призвала Арму, и создала с нуля теорию песнопения цвета ночи. «Все, что у меня есть, осталось мне от нее». По правде говоря, этого Клюэль и не могла понять. Песнопение цвета ночи. Например, вот это растянувшееся на парте призванное существо, хоть и вело себя несколько вызывающе, обладало интеллектом. Почему тогда после завершения достаточного для его призыва песнопения не заявить о шестом цвете? Мама совсем не хотела их показывать людям. Похоже, она изначально не собиралась отправлять заявку на новый цвет. То есть, ей не нужна была слава? Но тогда ради чего были все эти старания? Как я слышал, это все из-за обещания. Нейт, до этого сидевший за партой, поднялся. Положив руки на подоконник, он внимательно смотрел на стекло, что отделяло его от внешнего мира. Мама не назвала мне его имени, но сказала, что дала обещание одному человеку. Я понемногу учился у мамы песнопением, но год назад она... Из-за освещения в комнате из окна ничего нельзя было увидеть. Скорее всего, Нейт видел на стекле только собственное отражение. Если я продолжу изучать песнопение цвета ночи, однажды я обязательно встречусь с ним. Так сказала мне мама. И поэтому я подумал, что могу с тем же успехом учиться в той же школе, которую когда-то посещала она. Застенчивый, скромный, таким ранее представлялся Клюэль этот мальчик, но постепенно она осознала, что это впечатление было ошибкой. Хоть ему было только 13 лет, он покинул дом и пришел в эту школу совсем один. Он никого здесь не знал и не был знаком с местностью, и все ученики вокруг были старше него. И все же только ради обещания матери смогла бы я сделать то же самое. Как минимум, когда она была в его возрасте, в голове у нее были только игры с друзьями. Потрясающий. Эти слова вылетели из Клюэль вместе со вздохом. Ты просто потрясающий. А потрясающий? Он растерялся, ведь подобное он явно не ожидал услышать. Это не имело значения, потому что Клюэль разговаривала скорее сама с собой, чем с мальчиком. Я собираюсь стать певчей просто потому, что это интересно. И все. Усевшись на стул, она закинула ногу на ногу. Так банально. Насколько же эта причина ничтожна? У меня никогда не было какого-то дела, которым я хотела заниматься. Да и сейчас нет. Обычно все, кто поступает в старшую школу, хотят стать певчими, потому усердно трудятся. А я до сих пор не знаю, действительно ли хочу стать певчей. Ничего не решив, она выбрала самую известную и лучшую школу. И неожиданно таковой оказалась школа песнопений. Вот какова была ее истинная причина учебы здесь. Применить песнопения можно в транспортных фирмах, или можно стать простым исследователем теории песнопений. Существовало огромное множество областей, где получивший квалификацию певчего мог проявить себя. Она не знала, почему ее одноклассники собирались стать певчими. Но даже так она чувствовала, что все они стараются изо всех сил для достижения своих собственных целей. Она не могла сказать того же о себе. Она беззаботно посещала занятия и притворялась день за днем, никогда не могла унять в себе страх, что это когда-нибудь выплывет наружу. Девушка не хотела говорить об этом ни Мио, ни родителям. Нет, она не могла им сказать. Наверное, просто не хватало смелости рассказать обо всем людям, которые честно и упорно трудятся. Действительно ли путь, по которому я иду, правильный? Я всегда задавалась опросом, а нет ли другого? Клюэль попыталась улыбнуться, однако отражение ее лица в окне так и оставалось напряженным. Грудь ей сдавила чувство самоуничижения. Иногда девушке казалось, что Мио сияла. Она хотела стать певчей и действительно прикладывала все силы для этого. Кто я по сравнению с ней? В конце концов, я ничем по-настоящему не увлекаюсь, за что бы ни бралась, от всего быстро уставала и бросала на полпути. Не зная, чем хочет заниматься, Клюэль поступила в старшую школу. И похоже, закончит она тоже безо всякой цели. Все полгода с момента поступления девушка только об этом и думала. И от всего этого беспокойства она не могла сосредоточиться на каком-то одном деле. Раньше она злилась на себя за это, однако и эта злость давно выгорела. Это... Это не так! Неожиданно мальчик изо всех сил замотал головой. Мне кажется, тебе очень идет быть певчей. Твое сегодняшнее песнопение было просто невероятным. Нет. Любой может исполнить его, если захочет. Мягко ответила Клюэль, натянуто улыбнувшись. Призыв такого маленького, тем более неподвижного объекта был совсем простым делом. Почти каждый пришедший в старшую школу для того, чтобы стать певчим, способен на это. Однако в ответ на это логичное возражение, стоящий перед ней мальчик робко продолжил. Я думаю, что оно было замечательным именно потому, что его исполнила ты, Клюэль. Что это вообще значит? Но прежде чем Клюэль успела задать вопрос... Ну, говорить это прямо в лицо неудобно, но... Мне кажется, что тот ярко-красный цветок, который ты призвала, идеально тебе соответствует. Пробормотал смущенно уставившийся в пол, Нейт. Его лицо было таким же красным, как и недавно призванный цветок. Цветок соответствует мне? А, нет, прошу прощения. Я не имел в виду ничего странного. Это просто мои мысли. Похоже, что из-за молчания он решил, что Клюэль разозлилась. Его вид наконец-то привел девушку в чувство. Не нужно было ничего объяснять, просто сказанное было слишком внезапным, к тому же она застыла от такой вот неожиданной похвалы. Клюэль не знала, как лучше всего ему ответить. Ее голова опустела. Эм, ну, я все поняла, так что успокойся. Я просто немножко растерялась. Она смущенно замахала руками. Как же стыдно. Ему всего тринадцать лет, а волнуюсь почему-то я. В любом случае, спасибо. Ее отраженная в окне улыбка не была фальшивой. Неужели он всерьез подбадривал меня? Именно так. Пусть неясными словами и в какой-то неуклюжей манере он тем не менее искренне пытался подбодрить ее и поэтому Клюэль чувствовала себя по-настоящему счастливой. Может быть, мне тоже стоит делать что-то изо всех сил? Полностью посвятить себя чему-то? Скорее всего, такое дело не найдется сразу, но именно поэтому, до тех пор, пока оно не найдется, стоит всерьез заниматься песнопениями. Я, наверное, последую твоему примеру и тоже буду усердно трудиться. Поднявшись и встав рядом с Нейтом, Клюэль открыла окно и ощутила, как приятный ветерок, проходящий между знавязками, коснулся ее волос. А какому примеру? Я ничего. Мальчик в спешке замотал головой. Увидев это, девушка улыбнулась и произнесла. Нет же, тебе стоит этим гордиться. Ты показал мне свои искренние чувства, и поэтому я чувствую себя немного смущенной. Почему-то я ощущаю зависть. Он полный ее противоположность. Этот мальчик обладал сильной волей и изо всех сил стремился вперед. Была ли я когда-нибудь настолько же целеустремленной? Вряд ли это любовь, но мне все равно хочется быть рядом с ним. Разумеется, это из-за того, что он следует по своему сияющему пути, но это не тот свет, от которого хочется отвернуться. Это свет, который побуждает оставаться рядом и поддерживать его. Медленно моргнув, Клюэль обернулась к Нейту. Ладно, пора возвращаться. Хоть мы и в школе, оставаться допоздна может быть опасно. Пойдем, я провожу. А, но ты же девушка. Хоть она и пыталась подразнить его улыбкой, лицо мальчика было очень серьезным. Тебе всего лишь 13 лет, ты ниже ростом и более худой, чем я. Наверное, пройдет еще немало времени, прежде чем ты сможешь меня защищать. Ты пока еще слишком ненадежен, чтобы доверить тебе защиту принцессы. Я постоянно тренируюсь в клубе. Клубе? Боевое искусство. Поскольку я собираюсь жить одна, родители еще со средней школы заставили меня ими заниматься. Сказав это, Клюэль схватила мальчика замотанный в бинты рукой. Пойдем, пора уходить. Клюэль, твоя рука, у тебя же раны, не надо. Нейт пытался освободиться, но девушка упрямо удерживала его. Эти даже не болят. Просто учитель в медпункте поднял много шума и замотал их. На самом деле они болели, но несмотря на эту боль, Клюэль все равно хотела держаться с ним за руки. Последние блики заката исчезли, и вместо них все накрыло ночь. Прямо перед самым закрытием в приемную вошел мужчина в куртке цвета пожухлой травы. На свету стало возможным различить спокойное выражение на его симметричном лице. Прошу прощения, директор уже ушел. Цвет его волос нельзя было назвать ни каштановым, ни золотистым. Мне кажется, я где-то видел его. Вскрыв сомнения, администратор, одновременно исполнявший роль охранника, деловито ответил. Подождите, пожалуйста. Нет, похоже, он еще у себя в кабинете. Но время для посещения академии посторонними скоро закончится. Если вы хотите задержаться, вам стоит прийти в другой день. Нет, ничего особенного в моем деле нет, поэтому, если возможно, я приду завтра после занятий. Но только, пожалуйста, передайте директору, что заходил к Синс. Закончив говорить, мужчина, взмахнув курткой, сразу же развернулся к выходу. Хорошо. Проводив мужчину взглядом, администратор закрыл окно. Кто бы это мог быть? Он был уверен, что когда-то видел его лицо, хотя и не мог вспомнить ничего конкретного. Второй аккорд. Кантата собравшихся. Кантата. Вокальные инструментальные произведения для солистов, хора и оркестра. Часть первая. Из окна школы можно было видеть, как птицы сбиваются в стаи. До начала классного часа оставалось еще около тридцати минут. В настоящий момент другие ученики еще занимались утренними тренировками в клубах. Логично, что в классе сейчас находилось не так уж много людей. Ой, что случилось, Клуло? Ты сегодня очень рано? Меу была одной из немногих присутствующих. Скорее всего, она приходила в школу раньше всех для того, чтобы позаниматься. Сама девушка всеми силами пыталась скрыть этот факт, но, к сожалению, он быстро стал известен всем одноклассникам. Тренировка в клубе была, но я на нее не пошла. Если подумать, то состязание уже совсем скоро, да и нужно, чтобы мои вчерашние раны зажили побыстрей. И правда. Кстати, Клуло, ты все-таки хочешь призвать птицу? Если сейчас же не приступишь к тренировкам, будет сложно. Но, хоть я только об этом одумал до поздней ночи, но так ни к чему и не пришла. Все будет очень плохо, если быстро не определиться, Клюэль отлично это понимала. Но, как правильно отметила Меу, девушка до сих пор размышляла только о птицах, и поэтому совсем не рассматривала другие идеи. «Но если не птицу, то, может быть, попытаться призвать цветок, как вчера?» Когда она, скрестив руки, продолжила размышлять об этом, в класс вошел ученик. Мальчишка с темно-фиолетовыми волосами, даже самый маленький размер формы был ему велик, и поэтому то тут, то там на ней образовывались складки. «Доброе утро, Нейтс». «А, Клюэль, Мео, доброе утро». «Доброе, ты рано». «И кстати», пробормотала Мео, закрыв недочитанный справочник. «По пути в школу я слышал, как несколько учеников третьих-четвертых классов говорили о тебе». После этих слов выражение лица мальчика стало подавленным. «Вот как». «Ну да, я же всю лабораторию измазал копотью». «А, нет-нет, дело совсем не в этом». Похоже, Мео рассчитывала на другую реакцию. Она редко улыбалась настолько неестественно. «Послушай, Нейт, тебе всего тринадцать лет. Поступление в старшую школу в таком возрасте крайне необычный случай». «Правда?» В удивлении Нейт повысил голос. «Именно. Кроме того, еще и песнопения цвета ночи. О них тоже много говорили». Скорее всего, классный руководитель знал обо всем с самого начала, поэтому и остальные учителя тоже были в курсе особенности новенького. Может быть, они рассказали что-то своим ученикам во время классного часа. Мео еще не успела договорить, как неожиданное выражение лица мальчика, удерживавшего одной рукой сумку из черной кожи, стало еще более детским, чем вчера. Его глаза не могли ни на чем сфокусироваться, а Вике казалось вот-вот захлопнуться. «Он какой-то сонный». Клюэль удивленно уставилась на него, и их взгляды встретились. «Я только что перевелся, поэтому сильно нервничал и плохо спал». По уставшим глазам было видно, что Нейт и вправду мучил недосып. Он смущенно почесал голову. «Не беспокойся, Кейт добрая, даже если ты опоздаешь, она не разозлится, поэтому в следующий раз никуда не спеши. Эй-эй, не учи его таким сомнительным вещам». Мео в своем обычном стиле улыбалась и предлагала что-то совсем неразумное. Элегантно ткнув ее в лоб, Клюэль вновь принялась выкладывать содержимое сумки на парту. По школе разнесся звон, означавший начало первого урока. Однако за кафедрой не стояла фигура учительницы, да и одноклассников было немного. До состязания оставалось два дня, да и единый тест уже прошел, поэтому за исключением классного часа посещение всех остальных уроков было оставлено на усмотрение учеников. Можно было тренироваться песнопением в дворе, закупиться катализаторами или пойти в библиотеку и изучить теорию. На самом деле подавляющее большинство учеников выскочило из класса и едва прозвучил звонок. Клюэль медленно осмотрела комнату, не сдвинувшимися со своих мест остались только она и Мео. «Что будешь делать, Мео?» Так, кому были обращены эти слова, развалилась на парте и уставилась в потолок. Но я уже определилась со своим призывом, поэтому сейчас думаю о катализаторе. «А что с бумагой?» Я передумала. Без более качественного катализатора мое песнопение скорее всего провалится. «Для высокоуровневых песнопений нужны соответствующие катализаторы. Она явно что-то планировала». «Зная, Мео, даже если я сейчас спрошу, она все равно не расскажет». «Может попробовать смешать несколько подходящих катализаторов?» «Возможно». «Но, Клолу, ты же еще не решила, что именно будешь призывать, не так ли?» «У тебя все будет нормально, если мы вместе пойдем». «Чем просто сидеть и думать, лучше чем-нибудь заняться. И, может быть, на меня сниз идет просветление. Поэтому мне как-то без разницы». «Интересно, что собирается делать Нейт?» «Если у него нет других планов, стоит, наверное, пригласить его пойти с нами». Подумав об этом, Клёль повернулась в сторону места, где он сидел, но мальчика давно уже и след простыл. «Нейт, похоже, уже ушел. А я так хотела позвать его с нами». «Вдруг это звалось Мио?» «Ладно уж, пойдем». Клёль направлялась к концу коридора, а Мио в спешке пыталась нагнать подругу. Когда девушки спускались по лестнице, они обменялись взглядами. «А ты неожиданно холодна, Клолу?» «Вовсе нет. Просто подумала, что Нейт уже ушел. Вот и все». Вчера вечером, проводив Нейтеда мужского общежития, Клёль вернулась к себе. А этот разговор о состязании и катализаторах напомнил девушке оброненные им слова. Но если бы она рассказала об этом, Мио, несомненно, принялась бы все воспрашивать. Словно убегая от идущей рядом подруги, Клёль пулипомчилась по коридорам. Лаборатории располагались на первом этаже в самой северной части здания, чтобы предотвратить ухудшение качества хранившихся там веществ. Эти комнаты были закрытыми от солнечного света круглый год. На входе в коридор между ними тяжелая жара резко сменялась холодным неприятным ветерком. Первые трети лаборатории находились по соседству, только и самый дальний, третий, в коридор просачивался свет. Незаметно заглянув туда, Клёль увидела одинокого мальчика в белой форме. «Посмотри-ка, а он тут!» высказала она одним только взглядом, и Мио недовольно отвернулась. «Не дуйся, мы заходим!» Стоило дверь мальчик тут же обернулся к девушкам. «А, Клёль, Мио, вы тоже сюда?» Никак не ответив, Клёль легонько помахала ему рукой. За столом, рассчитанным на шесть человек, Нейт в тишине готовил инструменты для экспериментов. Там расположились пять треугольных колб, десять пробирок, два измерительных цилиндра. Кроме этого еще пипетка, весы, газовая горелка и даже микроскоп. Реагенты на углу стола тоже были разнообразны. Как жидкости, так и твердые тела. Всего двадцать различных видов. Ты и правда всерьез взялся за дело. Такому вниманию к подготовке можно было поразиться. «У тебя есть какие-нибудь идеи по поводу катализатора?» Задала вопрос Мио, ощупывая газовую горелку. Катализаторы для песнопения подразделялись на две большие группы. Естественного происхождения и искусственные. В первой группе исследователями уже были выявлены наиболее эффективные вещества. А вот искусственные катализаторы сильно различались в зависимости от смеси, и поэтому можно было создать почти бесконечное количество различных вариантов. Эмм, ни одной. Смешивая реагенты, Нейт быстро покачал головой. В конце концов, я просто пробую наугад. Но для девушек это и было удобным случаем. Если бы у него было чёткое представление о том, что необходимо получить, то их присутствие только помешало бы ему сосредоточиться. А вот если он до сих пор не определился с целью, они спокойно могли побыть здесь. Можно нам поработать вместе с тобой? Мы тоже хотим поискать подходящие катализаторы. Разумеется, но... До вас уже приходили люди. Люди? В голове у Клюэль всплыл большой знак вопроса, но Нейт уже направил свой взгляд обратно на стол. Девчушки! На стуле притаившей сидела всё та же дерзкая ящерица. А? А почему Арма здесь? В голосе Мю было слышно скорее не удивление, а только лишь любопытство. Если сегодня произойдёт то же самое, что и вчера, я не смогу показаться на глаза его матери. Когда я открыл сумку в классе, то обнаружил, что он незаметно залез в неё. Нейт устало, опустил плечи. Он открыл сумку, чтобы достать учебник, а там оказалась огромная ящерица. Клюэль даже представить себе этого не хотела, она наконец-то поняла, почему Нейт поспешно спрятался в лаборатории, ничего им не сообщив. «Ты разбираешься в катализаторах?» Арма помахала хвостом в разные стороны, как будто качая головой. «Совсем нет. Хотя я знаю кое-что о песнопениях, призванные существа не связываются с катализаторами. Бесполезный». Клюэль театрально вздохнула, стараясь донести до него своё недовольство. «Но и зачем ты здесь тогда?» Часть вторая «Так, где мы будем экспериментировать?» Держа в руках лабораторные колбы, Клюэль осматривалась по сторонам. Сколько ни смешивай катализаторы, но не проверив их в реальном песнопении, нельзя сказать, подходят они или нет. Теперь проблемой было выбрать место для эксперимента. Это должно было быть достаточно открытое пространство без каких-либо преград. «Ты уже решил, что будешь призывать послезавтра на состязание, Нейт?» «Я думал об этом». Мальчик с мензурками в обеих руках повернулся к ней. «Поскольку песнопениями цвета ночи можно призвать только объекты черного цвета, они не очень подходят для таких вот представлений. Раньше я вызывал черных змей и ворон, а ещё летучих мышей. И правда не подходят. Названные им животные были не из тех, которых очень хочется увидеть. Нейт, давай попробуем так. Не поднимая рук занятых колбами, Клюэль взглядом указала на небольшую лужайку в углу двора. Там были высажены высокие и тонкие деревья. В более открытом для обзора месте песнопения цвета ночи Нейта привлекли бы слишком много внимания, а здесь же была наилучшая точка, чтобы спрятаться от чужих глаз. Разговоры о первогодке, пользующемся песнопениями цвета ночи, уже разлетелись по школе. Да и вчерашнее происшествие в лаборатории тоже вовсе обсуждалось, поэтому практикуясь надо было как можно реже попадаться на глаза окружающим. Единственное, что я еще не пробовал, призыв черной лошади. Нейт высказал появившуюся у него идею и укратко взглянул на Клюэль. После недолгих размышлений так и внуло. Думаю, сойдет. Почему бы не попробовать? Намного лучше, чем змеи или летучие мыши. С черной лошадью можно выделиться даже на состязании. Вот зачем он так усердно готовил различные катализаторы. Терять-то все равно нечего. Ему предстоит серьезное испытание. Действительно. Пока есть возможность, надо попытаться. Я готова. Клюэль указала ручкой на листок для записи результатов. Они с Нейтом приготовили по пять катализаторов, а Миу аж целых семь. А поскольку у нее их было больше всего, она упражнялась последней. И чтобы она не заскучала, пока ждет, Миу осталось присматривать за тем ворчливым призванным существом где-то далеко отсюда. Тогда я приступаю. Откупорив пробирку, Нейт разлил ее содержимое вокруг себя. Убедившись, что зеленый газон окрасился в черный, он медленно закрыл глаза. Звуки оратории цвета ночи смешивались с ветром. Клюэль вслушивалась музыкальный язык селофена основу песнопений. В этот раз она смогла понять его. Это и правда была оратория черной лошади. Она звучала почти так же, как белое песнопение для призыва белой лошади, да и Нейт, если судить по его лицу, смог как следует сконцентрироваться. Между катализатором и призываемым существом произошла синхронизация, возник черный поглощающий свет канал. Осталось уже совсем чуть-чуть. Давай, ты сможешь. Жев кулаки, Клюэль наблюдала за происходящим. И в это мгновение что-то летело в сторону исполняющего песнопения Нейта. Нейт! Времени предупредить мальчишку не было, и Клюэль, выкрикнув его имя, повалила мальчика на землю. В ту же секунду что-то красное пролетело у них над головами. Ты в порядке? Убедившись, что с Нейтом все хорошо, Клюэль посмотрела в сторону нового участника событий. На расстоянии пять метров от них стоял одетый в форму школы ученик, высокий парень с короткими волосами цвета желтой охры. Охра природный пигмент, состоящий из гидрата окиси железа с примесью глины. На рукавах и воротнике его одежды были видны четыре красных полоски. Это означало, что он был в упускном классе и специализировался в красном. Это что сейчас было? Не смотри на меня так, просто песнопение немного вышло из-под контроля и полетело в вашу сторону, вот и все. Клюэль обернулась, на дереве в месте попадания осталось черное выжженное пятно. Это было песнопение пламени? Для первогодки ты неплохо разбираешься. Тоже занимаешься красным? Не меняй тему. В ответ на насмешливый тон парня она тоже повысила голос. Песнопение пламени метод призыва пламени при использовании в качестве катализатора чего-то не являющегося огнем. Обычно оно необходимо для призыва пламени и слабых катализаторов вроде краски, чтобы затем использовать его для песнопений более высокого уровня. Однако для кого-то привыкшего к нему метнуть огонь в своего противника как сейчас проще простого. «Ты сейчас целился в нейта! Не спеши с выводами! У тебя вообще есть доказательства?» Проречил парень, засунув обе руки в карманы. Но примерно такого ответа Клюэли ждала. «Ты забыл, что есть правило. Исполняя песнопение пламени, надо убедиться, что как минимум в десяти метрах вокруг нет других людей. Это азы азов. Им еще в средней школе учат. Как ни посмотри, виноват именно ты!» Его лицо скривилось, но сохранило все ту же холодную ухмылку. «Он ведь знаменитый певчий «Цветы ночи» и должен был способен уклониться от подобной мелочи». «Так вот в чем дело. Все, как и говорила утром Мьо. Неужели она имела в виду именно это? Боишься проиграть ему на состязании? Нужно было поставить его на место». Вопреки ожиданиям Клюэль парень не стал изображать непонимание, а сразу же все признал. На состязание придет и множество известных певчих. Для выступающих в этом году учеников это событие «Последний шанс». Хорошо выступив там, они могли бы пойти в ученики к этим певчим или как-то иначе воспользоваться этой возможностью, но в этом году в состязании участвовал тринадцатилетний Нейт, к тому же пользующийся неизвестными песнопениями. Вне зависимости от его выступления, очевидно, что песнопения «Цвета ночи» привлекут внимание гостей. «Он боится чего-то столь банального? Как же ты жалок! Даже не думал попытаться выиграть частно! А? Именно поэтому я здесь!» Парень медленно и театрально вынул руки из карманов. «Господин практикант песнопения «Цвета ночи», давай устроим соревнование. Проигравший не будет участвовать в состязании. Разумеется, ты согласишься? Что?» Его неуместные, но при этом пугающие слова заставили Клюэльзу молчать. «Не дури, ему всего тринадцать, ты не можешь этого сделать?» Она пыталась защитить испуганного мальчика, но и, скорее всего, даже не понимал значения слов их противника, а конкретно слова «соревнование», которое использовалось певчим. Под ним подразумевалась дуэль. Хотя певчие могли сравнить свои способности в поединке один на один, ученики неохотно прибегали к этому способу. Соперника можно было атаковать пламенем или натравить агрессивных призванных существ, при этом существовала вероятность не только тяжелых увечий, но и самого наихудшего исхода. К сожалению, права отказаться у него нет. Правая рука парня засветилась красным. Значит, он спрятал руку в карман, чтобы скрыть, что он держится за катализатор? Хотя нет, все это уже не важно, такого просто не может быть. Он же шутит, правда? Однако от огонька безумия, исходящего из его глаз по коже к лель пробежали мурашки. Этот парень был настроен серьезно, без колебаний он бросил пламя правой рукой. Леденящий душу ужас в одно мгновение стал реальностью, огонь размером с голого ребенка летел прямо в застывшего на месте ничего не понимающего мальчика. Найт, я успею. Но прежде чем к лель сумела столкнуть Нейта с траекторией пламени, прилетевший откуда-то сбоку поток воды потушил огонь. Не стоило этого делать. Всквозь звук столкновения воды и огня послышался чей-то незнакомый голос. Соревнования между учениками проводятся только с разрешения директора, кроме того, должен присутствовать хотя бы один наблюдатель, имеющий квалификацию певчего. Без разрешения этого делать нельзя. Да и не похоже, чтобы обе стороны хотели участвовать в дуэли. Клюэль повернулась на голос, который звучал почти у самого уха. В нескольких шагах от нее стоял мужчина среднего роста в куртке цвета пожухлой травы. Он был еще молод, на вид немного меньше тридцати. Даже издалека его ровные черты лица бросались в глаза, но Клюэль не помнила, что бы хоть раз встречала его. Если он вот так свободно ходит по территории школы, значит, он скорее всего учитель. Ты учитель? Проговорил парень, его слова так и сквозили недовольством. Нет, но когда-то учился здесь. Бросил мужчина, не обратив внимания на его тон. Людям, которые ничего не знают о происходящем, стоит пойти прочь. Я, конечно, ничего и не знаю, но ведь тут, с какой стороны не посмотри, именно ты лезешь в драку. Ах, не с того, не с сего вмешался, а теперь еще лекции читать начал? Как же ты надоел! Рука ученика засветилась красным, этого никто не ждал. Односторонняя атака без предупреждения, подобное запрещено даже на нормальной дуэли. А он, без малейших сомнений, лишь куртка певчего развивалась на ветру, пока в его сторону мчался сгусток пламени. Хоть я и не учитель, но все-таки позволь дать тебе один совет. Огонь замер совсем рядом с волосами певчего, мужчина не только не уклонился, но еще и остановил пламя голыми руками. Огням и правда удобно сковывать действия противника, но в соревновании певчих нельзя вот так вот бездомно им пользоваться. Пламя все еще ярко горело, певчий будто никакого огня и не было поднял горящую правую руку вверх. Ожога не было, а значит энергия горения потратилась на что-то еще. Потому что если твой соперник красный певчий, огонь будет использован против тебя. Например, вот так. Пламя сверкнуло. Это был свет песнопения? Его сияние было настолько сильным, что залило все вокруг. Клюэль закрыла глаза от ослепительно яркого света. Вдруг раздался звук чего-то приземления, было слышно равномерное тяжелое дыхание, рядом с ними находилось нечто огромное. А, а? Нэйд что-то беззвучно пробормотал. На расстоянии вытянутой руки от него стояло призванное существо, лев с темно-красной шерстью. Даже стоя на четырех лапах, он был на уровне плеч Нейта, а длина тела явно превышала два метра. На кончике хвоста ярко горел огонь, два росших из спины крыла тоже были красными, но среди всех его отличительных черт особенно ярко выделялись странные янтарные глаза. Мантикора. Клюэль впервые увидела это существо в реальности. Что? Быть не может! Ты же только что призвал воду! Можешь пользоваться не только синем, но и красным! Неясно, в шоке он был или в ярости, но что-то явно заставляло плечи парня трястись. Его нытьё было очень жалким, он проиграл уже в тот момент, когда закончил своё песнопение. Если сейчас парнишка попробует исполнить песнопение, Мантикора сразу же на него набросится. В одно мгновение ему был поставлен шах и мац. Ну так что, продолжим? В голосе мужчины не было угрозы, абсолютное превосходство. Он наглядно показал разницу в навыках, намеренно воспользовавшись цветом противника. Мужчина использовал брошенное пламя в качестве катализатора и призывал такое высокоуровневое существо, как Мантикора, без оратории. Его способности явно выходили за рамки средних, сколько вообще найдётся в школе людей, даже считая учителей, которые и смогли бы сделать то же самое. Старшеклассник бросил на своего противника угрожающий взгляд, но затем всё же развернулся и ушёл, кусая губы. Проводив его взглядом, мужчина тихо произнёс «Возврат». И, стоявши рядом с ним, лев исчез во вспышке красного света. «Простите! А, нет! Спасибо вам большое!» «Если уж собрался благодарить, то сначала поблагодри девушку, которая тебя спасла». Найт в спешке поклонился, а певчий, увидев это, подмигнул Клюэль. «О, вы двое уже отдыхаете? Закончили? Как-то неожиданно быстро, не?» Мео с ящерицей цвета ночи на руке подошла к ним. Прежде чем она продолжила говорить, Клюэль помахала у неё перед носом колбой. Хотя некоторое количество жидкости испарилось на солнце, в целом содержимое осталось нетронутым. «На самом деле мы не проверили ни одного эксперимента?» «А?» К нам пристал какой-то непонятный старшеклассник. В итоге он даже предложил устроить соревнование, столько времени из-за него потеряли. «Вы оба невредимы? А значит, вы выиграли?» «Нет». Клюэль защитила меня. «А? Мне нужно благодарить девчушку или упрекать Нейта? Что-то никак не могу определиться». Клюэль проигнорировала занятую странными мыслями ящерицу. «Ничего я не сделала. Нас спас незнакомый мужчина». «Незнакомый?» Эти слова подруги заставили Мио глубоко призадуматься. «Мужчина в желто-зеленой куртке. Он был невероятен. Похоже, этот человек освоил сразу и красный, и синий. Он не сказал нам своего имени, но это должен быть кто-то очень известный». Нейт все продолжал тараторить, находясь под впечатлением от прошедшего боя. Услышав его слова, Мио вдруг уселась на лужайку. «Желто-зеленый. Другими словами в куртке цвета пожухлой травы. Освоил несколько цветов песнопений. Что-то не так, Мио?» Мио скрестила руки и подняла взгляд. «Я сейчас вспомнила одного очень известного человека. Но я не думаю, что такое вообще возможно. Как ни крути, его тут быть не может». «А ком это ты?» В ответ девушка только покачала головой. «Забудь. Давайте лучше продолжим. Мы с Армой тоже хотим посмотреть». Навевает воспоминания. Наблюдая за садящимся санцем из окна лаборатории, он сощурил глаза. В воздухе ощущался слабый запах химикатов, а знакомое оборудование для экспериментов было точно таким же, как и раньше. Наверное, именно здесь он провел большую часть своих школьных дней. Переворачивая страницу за страницей из взятой библиотеки книги, готовя катализаторы, пробуя одно за другим песнопение, школьная жизнь не казалась ему чем-то особенным, но он все равно ощущал ностальгию. «Ксенс». Он обернулся на голос. «Совсем не ожидала найти тебя здесь, а ведь директор ищет тебя». У двери стояла женщина в очках, ее лиловые волосы слегка колыхались при ходьбе. «Давно не виделись, госпожа Джессика. Вы ведь теперь завуч, да?» Ксенс поклонился своей бывшей учительнице. «Прекрати уже. Если ты, радужный певчий, будешь так себя вести, то твои фанаты возненавидят меня». Потом у Джессики никак нельзя было определить, была ли женщина серьезна или же просто шутила. Женщина просто мягко улыбалась. «Я это я. Даже если выгляжу иначе, все равно надеюсь, что ничего не изменилось со времен школы Эльфанда». В этих словах не было лжи. Ни одна из его привычек не изменилась с тех пор. Ни его характер, ни манера речи, ни даже его внешний вид, да и лицо Ксенца было все таким же молодым, никому еще не удавалось угадать его возраст при первой же встрече. «Вы говорили, что меня ищут директор?» Ксенца вернулся к прежней теме разговора и, выглядевшая чем-то расстроенной, Джессика покачала головой. «Ах да, и правда. В последнее время я стала уж слишком забывчивой. Видимо, мне уже пора на пенсию». «Да что вы, вам сейчас только и надо что работать и работать». Ему показалось, что со временем их последней встречи кожа вокруг глаз у его учительницы слегка осела. Ощутив необратимое течение времени, Ксенца осторожно отвел взгляд. «Это действительно важное дело. Директор сказал, что будет ждать тебя на первом подземном этаже архива. Он находится в здании за корпусом четвертых классов». «Хорошо. Кстати говоря, мне интересно, комната ведь была запачкана сажей». Он заметил эту деталь лишь тогда, когда в смущение перевел взгляд со своей бывшей учительницы на стену. Тот недавно ребенок призвал дым. Он только что перевелся из другой школы, и ему всего 13 лет, поэтому ошибки было не избежать. «Дым? Красное песнопение?» Наполовину согласившись с таким объяснением, Ксенс еще раз оглядел комнату. Она была темной, но кроме этого больше никаких странностей заметно не было. И это занимало его ум. При пожаре, достаточном, чтобы покрыть комнату сажей полностью, естественно, что она вся должна была быть затронута огнем. Однако хоть сажей была, следов пожара не наблюдалось вообще. Почему в стены комнаты впиталась копоть, но сажено ничего не было? И был ли это вообще дым? Что-то не так? Джессика вопросительно посмотрела на него. Упс, и правда, сейчас не время об этом думать. Нет, просто почувствовал ностальгию и погрузился в воспоминания. Весьма распространенная ложь, хотя ему было стыдно ее произносить, сейчас эта оговорка пришлась к месту. А, кстати, послезавтра состязание, не так ли? Мне можно будет понаблюдать за ним? Как раз собиралась тебе об этом спросить. Кто же вздумает тебе отказать? Но в любом случае стоит сообщить об этом директору заранее. В состязании примут участие все ученики, а значит, он сможет поглядеть на того, кто призвал эту сажу. Ксенс вновь сосредоточил взгляд на потолке, ему было интересно. Хотя к объяснению неконтролируемом дыме было тяжело придраться, на сердце у него было неспокойно. Ладно, мне уже пора идти, не стоит заставлять директора ждать. Часть третья Мужчина в куртке прошел мимо корпуса третьих классов и направился к зданию четвертых. Это он. Заметив его, Вендрилл спрятался за фонтаном рядом с дорогой. Куртка цвета пожухлой травы ошибки быть не могло. Это был недавно помешавший ему певчий. И он так беззаботно рассказывает по школе. Так, и куда он направился? В тот момент, когда Вендрилл задался этим вопросом, мужчина вдруг резко сменил направление и зашел за корпус четвертых классов. Подождите-ка, архив же как раз в том направлении. Это здание было закрыто круглый год и никогда на памяти парня не открывалось. Оно звучно называлось архивом, но по сути было всего лишь кладовкой и не более того. Даже ученики четвертого года не знали, разрешат ли им войти туда хотя бы один раз. Да и попасть в это здание можно было только по какому-нибудь поручению учителя. Нахмурившись, Вендрилл все-таки решился последовать за ним. Поскольку он держался на расстоянии, Певчи так и не заметил его. Куртка перестала раскачиваться перед ржавыми дверями. Через несколько секунд после того, как мужчина коснулся ручки дверей, они медленно и со скрипом открылись, Певчи исчез во мраке архива. Оно было открыто? Мужчина не сделал ни одного движения, похожего на открытие замка. Значит, кто-то уже ждал его внутри? И все же, зачем этому человеку входить в школьный архив? А, это невозможно. Пожаловавшись, Нейт плюхнулся на траву и вздохнул. Призвать лошадь тяжело. И вообще, я видел настоящую лошадь только два или три раза. Отговорки! Сидящий на плече у Мио Армос ощрил глаза. Похоже, Мио понравилось призванному существу. Может быть, потому что она не называла его ящерицей? Ну и к тому же Мио это Мио. Скорее всего, она уже привыкла к таким вот существам, потому что постоянно призывала лягушек и черепах. Девушка, наверное, была единственной, кто мог спокойно относиться к ящерице, которая пристроилась у него на плече. Смысл песнопения как раз и состоит в призыве никогда невиданных существ. А если ты уже видел что-то, то всегда можешь представить это у себя в голове. Меня беспокоит, что ты не можешь призвать даже настолько простых существ. Клюэль с опаской притронулась пальцем к читающей нотации ящерицы. На ощупь та была похожа на камень. Кроме того, Клюэль ощутила холод, как будто коснулась льда. Эй, ты же ведь высокоуровневое существо. Почему ты так думаешь? Выглядевшая неожиданно заинтересованная ящерица повернула голову к ней. Ты можешь разговаривать, а значит ты точно выдающееся существо, разве нет? Меня можно отнести к таковым. Однако, перепрыгнув с плеча Милу к нейту, ящерица продолжила своё объяснение. Есть призванные существа, которые, несмотря на низкий уровень своего песнопения, способны понимать речь. И наоборот, даже среди самых высокоуровневых, истинных духов, есть такие, которые не пользуются речью. Я просто хочу сказать, что не стоит полагаться на такую классификацию. Сказанные армии слова означали по сути, что он не являлся выдающимся существом. Ты что, действительно это сказал? Но ведь если воспользоваться твоим же объяснением, ты всего лишь говорящая ящерица, не так ли? Уже совсем поздно, сказал Эмио, наблюдая за удлиняющимися тенями. За школьными корпусами не было видно горизонта, но в промежутке между зданиями можно было заметить алое свечение. Хотя точно во времени было никак не узнать, уже явно пришла пора потихоньку возвращаться домой. Число находящихся в школе учеников тоже постепенно уменьшалось. Что будешь делать сегодня, Эмио? Останешься у меня? Немного поколебавшись, Эмио все же покачало головой. Нет, я сказал родителям, что сегодня вернусь домой. Но пока у нас есть такая замечательная возможность, может быть, поужинаем вместе? Нейт, пойдем с нами в кафетерий? Эм, а разве туда разрешен вход с питомцами? Услышав небрежные слова Нейта, сидящая у него на плече ящерица с узелоглаза. Мм, Нейт, а у тебя хватило смелости назвать меня питомцем? А, прости, пожалуйста, Арма, я не имел в виду ничего такого, просто тебя так воспримут другие люди, и поэтому я... Отчитывающая своего хозяина ящерица, извиняющаяся перед этой ящерицей, Нейт. Мне кажется, вы оба неправы. Клиэль посмотрела на стоявшую рядом Мео, та лишь смущенно пожала плечами и продолжила наблюдать за этим необычным зрелищем. На входе в здание невыносимая жара сменилась приятным прохладным ветерком. Здесь находились различные химикаты, старинные книги, кости неизвестных животных, чтобы обеспечить сохранность материалов, в здании была установлена система кондиционирования, которая не давала убийственной летней жаре достичь этого места. Прямо как запретное святилище. Кроме некоторых исключений, ученикам путь в архив был заказан, учителям тоже требовалось особое разрешение на вход, и даже завод Джессика посещал это место максимум один раз в месяц. Ясно. Криво улыбнувшись, Ксенс вздохнул. Окружение можно было назвать не просто мрачным, а гнетущим. От показавшегося на входе приятным ветра теперь, когда пот в усах, по телу пробегали мурашки. В нос била какая-то непонятная вонь, похожая на запах то ли химикатов, то ли просто гнили. В конце концов, не то чтобы сюда не могли попасть, скорее сюда никто и не жаждал заходить. Этому месту куда больше подошло бы название проклятое, нежели запретное святилище. Подошвы ботинок при каждом шаге издавали сухой и тяжелый звук, который эхом прокатывался по всему помещению. Отвернувшись от поднятой воздух пыли, которая словно ковер тонким слоем покрывала пол, Ксенс стал осторожно спускаться по ведущей в подвал лестницы. Первый надземный этаж был кладовой для самых различных объектов общего назначения, а вот подвал был разделен по видам материалов. Судя по всему, на первом подземном этаже хранились катализаторы для песнопений. Итак, зачем вы меня позвали? А, наконец-то ты пришел. Я тебя ждал. Перед Ксенсом стоял невысокий старик с мягким выражением лица. Его рост был небольшим из-за немного сгорбленной спины, и можно было сказать, что он обернут в темно-синюю робу, а не одет в нее. Из-за своей мягкости он не создавал впечатления человека, управляющего учебным заведением с более чем полутора тысячами учащихся. И хотя он уже отошел от дел, не было ни одного человека, который не знал имени этого певчего. Это был директор академии Тремия Зе Лордфилл. Нам туда. Следуй за мной. Коснувшись своих усов, старик повернулся к Сюнсу спиной. Угол этого этажа был заставлен стойками с разложенными на них катализаторами. Пройдя к стоявшему в стороне деревянному столу, директор обернулся. А вот. На столе в ряд лежали пять драгоценных камней. Красный, синий, зеленый, желтый, белый. На первый взгляд они напоминали обычный рубин, сапфир, изумруд, топаз и опал. Но и так было понятно, что эти камешки явно необычные, хотя у них был похожий блеск, они не имели характерной для камней кристаллической структуры. Существуют ли вообще рубины или псоидные формы размером с куреное яйцо? Это... Можешь взять в руку, ничего не случится, если просто коснуться их голыми руками. Ксинс поднял зеленый камень, и в тот же момент сияние стало почти ослепительным. Это свечение напомнило Ксинсу что-то, к чему он давно привык. Неужели это свет песнопения? Ксинс поспешно вернул камень обратно на стол, свечение сохранялось еще несколько секунд, и только потом наконец исчезло. Директор, что это? Искусственные катализаторы, созданные в связанном с нами институте. Исследователи называют их инкубационными кристаллами, или же просто яйцами. Хотя их очистка прошла успешно, исследователи сказали, что не могут их контролировать, и поэтому насильно передали их мне. Старик смотрел на яйца убийственным взглядом. «Что ты о них думаешь? Они опасны». Директор кивнул. Ксинс был согласен с решением института, что контролировать яйца нельзя. За ту единственную секунду, пока держал камень в руке, он понял, что эти катализаторы крайне опасны как минимум по двум причинам. Во-первых, они были слишком эффективны. Эксперты песнопения могли определить эффективность катализатора по одному только свечению песнопения. По впечатлениям Ксинса, в сравнении со всеми известными ему катализаторами, эти имитации драгоценных камней входили в сильнейшую группу. Если бы неопытный человек попытался призывать с их помощью огонь, то малейшая ошибка привела бы к огромному пожару. Кроме этого, была еще одна причина. По всей видимости, эти катализаторы могли произвести принудительное песнопение. Обычно катализаторы должны проявлять свой эффект только по желанию певчего. Если катализатор сам открывает канал песнопения, то певчий не имеет права надеть робу. И у яиц было именно такое свойство. Осознав это, певчий должен был немедленно очистить свое сознание, иначе даже при малейшей заминке песнопение могло самопроизвольно запуститься. Насколько же директор нехороший человек? Сохранив равнодушное выражение лица, Ксин с горько улыбнулся про себя. Вероятно, сейчас старик лишь проверял радужного певчего, будет ли тот подходящим для работы, который он хотел ему предложить. Проблема заключается в том, как избавиться от них. Изобразив непонимание, старик отвел взгляд. Мы не можем их уничтожить, потому что у нас нет уверенности в том, куда уйдет содержащаяся в яйцах энергия. Малейшая ошибка приведет к большому взрыву, от их захоронения мы тоже отказались, потому что это только отложит проблему. В таком случае единственным вариантом остается только их медленная разборка, но в лабораториях Академии сделать это попросту невозможно. Необходимо передать их какому-то крупному институту. И поэтому нужен я. Не дожидаясь продолжения, вклинился к Синс. Как он и ожидал, ничуть не оскорбившийся старик кивнул. Именно так. Хотя персонал Академии высококвалифицированный, им все-таки не хватает надежности. Из моих знакомых, способных действовать немедленно, на ум мне пришел только ты. Если мы доверим этот вопрос радужному певчему, никто не посмеет возразить. Прошу прощения за эту просьбу. Исполнишь ли ты ее? Хорошо. Я попрошу знакомого в исследовательском институте заняться их разборкой. По правде говоря, Ксинс не хотел браться за это дело, но и оставить настолько опасные вещи в Академии он тоже не мог. Не хочу говорить, что это обмен, но можно ли мне будет понаблюдать за послезавтрашним состязанием? Разумеется. Я так и думал, что ты это скажешь, поэтому уже подготовил для тебя вип-номер. Многие наши учителя очень хотят поговорить с тобой. Если у тебя будет время, не окажешь ли им небольшую любезность? Получив одобрение, Ксинс вновь взглянул на яйца перед собой. А что будем делать с ними? Я, конечно, могу взять их к себе прямо сейчас, но не лучше ли их оставить здесь, пока я нахожусь в Академии? Для него уже были ежедневные рутинные случаи, когда люди самовольно пробирались в его комнату, стоило ему отойти на собрание. Большинство хотело только поговорить с радужным певчем любой ценой, однако находились и такие экстремалы, которые даже крали его вещи. Ты прав. Тогда зайдешь сюда еще раз на следующий день после состязания. Хорошо. Ну что ж, давай выбираться. Если честно, мне тоже не нравится здешняя мрачная атмосфера. Вздохнув, старик направился к лестнице. Это нормально, что яйца просто так лежат на столе? Я думаю, что будет больше проблем, если положить их на полку, где они затеряются среди других катализаторов. До тех пор, пока они не будут переданы тебе, ключ от архива будет у меня и никто сюда не войдет. Да и вряд ли кому-то придет в голову заглянуть в это место, особенно вовремя состязания. О, я оставила в классе сумку вместе с кошельком. Мео скривилась, засунув руку в карман юбки. Это случилось на входе в кафетерий, когда она решила проверить, хватит ли ей денег. Хм, я заплачу за тебя. Клюэль уставилась на свою подругу с немым вопросом. Ну и что теперь? Мео сначала собралась воспользоваться ее предложением, но сразу вспомнила характер Клюэль. Потом, когда она попытается вернуть деньги, Клюэль откажется со словами «Да ладно тебе, это все мелочи». Мео и без этого частенько оставалась у нее на ночь и не хотела еще больше наживаться на доброте подруги. «Нет-нет, я сейчас за ним схожу. Вы пока займите мне место». Сказав это, Мео промчалась мимо Клюэль прежде чем та успела вставить хоть слово. Кафетерий располагался между корпусами первых и вторых классов, и поэтому путь до здания первогодок не был длинным. Мео за несколько минут поднялась понемногу на клонной дороге и оказалась предосвещенным закатом зданием. Уже было довольно много времени, но поскольку закаты летом поздние, небо все еще было окрашено в красный цвет. Время для занавеса ночи еще не пришло. Войдя в здание, Мео посмотрела на висящие на стене часы. Даже если она не будет бегать, времени все равно хватит с лихвой. Девушка не спеша двинулась по коридору. «О, состязание уже послезавтра». Мео скрестила руки, а она не чувствовала какого-то напряжения. Поскольку это было ее первое состязание с момента поступления в Академию Тремия, она сама еще не понимала собственного настроения. В каком-то полубессознательном состоянии она прошла мимо других классов. Там не было ни одного человека, скорее всего потому, что все занимались последними приготовлениями в других местах. Поднявшись на второй этаж, Мео последовательно прошла мимо классов Е, Д и Ц. Свет заходящего солнца прорывался сквозь двери и неуверенно освещало мрачное пространство коридора. Мео внезапно остановилась, дверь в комнату 1Б, ее класса, была открыта. Что? Там кто-то есть? Все еще тут? Я забыла здесь кое-что. В любом случае это было кто-то из ее одноклассников, а повестив о себе она вошла в класс, не проверив свою догадку. И в тот же миг Мео застыла как будто окаменевшая. А? Находившийся там человек не был ни учеником, ни учителем. Опершийся на оконную раму и купающийся в лучах заходящего солнца, мужчина обернулся в ее сторону. Это был певчий, одетый в куртку цвета пожухлой травы. А, а, поставьте, стоп, что, что за? Почему он здесь? Кс? Мео увидела его только на фотографиях, но ошибки быть не могло. Куртка цвета пожухлой травы была отличительной особенностью именно этого певчего. Поразительный молодой человек, уже ставший персонажем легенд. Первый в истории, кто успешно освоил все цвета песнопений. Человек, которого она почитала. А, ну почему? Почему я не могу произнести его имя? Я такая дурочка. Видимо, решив, что ее молчание означает испуг, он убрал руки с подоконника. О, извините. Мне, постороннему, стоит поскорее уйти. Нет, не уходите! Подождите, пожалуйста. Когда певчий попытался пройти мимо нее, Милу сумела выдавить из себя звуки. Вы же господин Ксенс Эйрвинкель? А? Хотя она не смогла перестать трястись, его имя, наконец, всплыло у нее в голове. Выражение его лица изменилось, оно стало немного мягче, чем за секунду до этого. От одной этой перемены она чуть не ударилась в панику. Заведенный за спину рукой она щипала себя, отчаянно стараясь выдержать происходящее. Меня зовут Милу. О, я очень уважаю вас, господин Ксенс, поэтому я хотела поговорить с вами хотя бы раз. Хорошо, я никуда не убегу, и поэтому не могла бы ты меня отпустить. Что? Отпустить? Милу не понимала смысла слов. Так ничего не поняв, она последовала глазами за линии его взгляда и замерла, остановившись на его куртке. Правый рукав бессознательно Милу крепко вцепилась с него. Извините, пожалуйста. Ничего, все в порядке. Кстати, не нужно быть настолько почтительной. Не скрывая широкой улыбки, радужный певчий смущенно помахал рукой. Что мне теперь делать? Вещи, о которых Милу хотела поговорить, о которых хотела его спросить, было так много, что она не знала, с чего лучше начать. Нет, во-первых, почему легендарный радужный певчий находится в этом классе после конца уроков. Но если задам такой вопрос, разве не будет это вторжением в частную жизнь? Нет, нельзя. Накопившиеся в ней бессмысленные слова уже почти вылетели у нее изо рта, но были остановлены. По правде говоря, именно эту школу я и закончил. Снова угадав ее вопрос, он произнес это прежде нее. А? Что это вообще значит? Хотя стоп, если бы Академия Тремия была родной школой радужного певчего, то это был бы общеизвестный факт. К настоящему времени Академия точно стала бы сверхпопулярной школой только для небольшой группы элитариев и закрытой для обычных учеников. Однако на вступительные церемонии об этом даже не было упомянуто. И вообще, в школе, естественно, была бы как минимум его бронзовая статуя. Нет, точнее было бы сказать, что моя родная школа была на этом месте. Но его фраза развеяла все сомнения. Я учился в школе песнопений Эльфанда. В ней не собиралась какая-то особенная элита, это была самая обычная школа. Потом, спустя примерно три года после того, как я выпустился, она закрылась из-за финансовых трудностей. Однако поблизости не было других школ песнопений, поэтому нынешний директор собрал оставшихся учеников и учителей, и они основали Академию Тремия. Сказав это, он уселся на подоконник. Удивительно, но такая вот расслабленная поза подходила ему намного лучше, чем кому-либо еще. И это не потому, что человек перед девушкой был ордожным певчем, просто уж очень естественно он выглядел. Когда я учился, мой класс находился примерно в этом месте. Я почувствовал ностальгию и ненадолго остановился. Здесь, да? Но ведь с тех пор уже прошло много лет, даже здание школы было перестроено заново, так почему он выбрал именно этот класс? Тот самый вид на заходящее солнце. Летавший по комнате ветерок легонько покачивал его то ли каштановые, то ли золотистые волосы. Хотя уже прошло много времени, я все еще его помню, потому что тогда пейзаж был именно таким. Тогда? Когда именно? Когда он стал радужным певчем? Нет. Это произошло уже после того, как он выпустился из этой школы. Значит, у него есть еще более важное воспоминание? А какой певчей хочешь стать ты? Но размышления Мио были прерваны его неожиданным вопросом. Я? Я хочу быть такой же, как вы, господин Ксенс. Радужный певчий. Несомненно, ему отвечали таким образом так же много раз, как число звезд на небе. Для него это был знакомый, ничем не примечательный ответ. Однако на его лице не проявилось и признака недовольства, наоборот, он улыбнулся ей. Лучше ставь себе цели повыше. Не стать такой же, как я, а превзойти меня. Но мне хотелось бы, чтобы ты запомнила одну вещь. То, что желаешь по-настоящему, нельзя получить с помощью песнопений. А? Милу словно током ударила. Девушка никак не могла понять, что имел в виду этот легендарный человек. Но... Нет, не похоже, что сейчас подходящий случай для такого разговора. Пробормотал он и прервал свою речь. Кстати, ты сказала, что забыла какую-то вещь. Нашла ее? Внезапно Милу ощутила боль в груди. О нет, совсем вылетела из головы. Куле и Линейд ждали ее, было ли нынешнее стечение обстоятельств удачей или невезением. Второго шанса поговорить с радужным певчем может никогда и не представиться. У тебя с кем-то встреча? Нет. Собиралась было ответить Милу, но девушка никак не хотела лгать. Не хотела предавать доверие своих друзей Куле и Линейда. Не говоря ни слова, она страдом кивнула тяжелой, будто налитой свинцом головой. Я буду в академии еще один день после состязания. Если хочешь поговорить, не обязательно делать это сейчас. Правда? Обещаю. Тебя зовут Милу, правильно? Видишь, я уже запомнил твое имя. Невероятно взволнованная девушка, не оборачиваясь, умчалась вдаль по коридору. Вновь оставшись в одиночестве, Ксенс уставилась на свои ладони. То, что желаешь по-настоящему, нельзя получить с помощью песнопений. Но она, наверное, этого пока не поймет. Сам он осознал это только после того, как его стали звать радужным певчем. Точнее, у него не было другого выбора, кроме как осознать это. Однажды обязательно настанет день, когда она поймет, осознав все сама. В моем случае это та одинокая и упрямая черная ведьма. Он знал, что никто не слышит его, и что даже если бы кто-нибудь услышал, то не понял бы. Но Ксенс все равно произнес эти слова. Он хотел, чтобы его кто-нибудь услышал, чтобы кто-нибудь понял его, как минимум, чтобы его слова были переданы ей. Они ушли. Убедившись в том, что директор и певчи в куртке покинули здание, Вендрелл выполз из-за шкафа. Заметив, что певчи вошел в архив, он тоже пробрался туда. Парнишка подслушал беседу с директором с края лестницы на первом этаже. Вендрелл не ожидал, что мужчина в старой куртке на деле окажется радужным певчем. Он предполагал, что легендарный певчи должен быть намного старше. В конце концов, радужный певчи это всего лишь звание. Вендрелл всегда думал именно так, и поэтому не слишком хорошо знал его лицо. Похоже, радужный певчи полностью соответствовал своей репутации. То, что именно этот певчий помешал Вендреллу, когда он решил поприветствовать новенького, пользующегося песнопениями цвета ночи, было неудачным стечением обстоятельств. Но тот факт, что Вендрелл не пострадал во время дуэли с этим монстром, несомненно, можно было назвать везением. Они что-то говорили о яйцах. Когда директор вышел, он запер за собой дверь, и, к сожалению, никак нельзя было открыть изнутри. Поскольку Вендрелл решил спрятаться на первом этаже, он не расслышал добрую половину беседы. Но, судя по всему, разговор шел о катализаторах, и к тому же вопрос был крайне серьезным. Директор не стал обсуждать его с другими учителями, а специально пригласил радужного певчего. Насколько же важна эта секретная информация? Любой заинтересуется, не так ли? Чтобы ответить на мучившие его вопросы, парню достаточно было все увидеть своими глазами. Однако, но правда, вы засунули их в настолько неприятное место. На более чем сотни полок в хранилище было разложено огромное количество катализаторов. Как говорится, хочешь спрятать дерево, спрячь его в лесу. Вендрелла представить не мог, как много времени займут поиски. День подходил к концу, и поэтому видимость в здании становилась все хуже и хуже, все меньше света проникало сквозь плохо сделанное окно на потолке. С другой стороны, если бы Вендрелл включил освещение, то его бы сразу обнаружили. Ну ладно, у меня есть еще два дня, можно искать не спеша. «Что так долго, Мио?» — крикнула Клюэль, бегущая изо всех сил девушки. С тех пор, как Мио убежала за кошельком, прошло целых двадцать минут. Обычно путь туда-обратно занял бы меньше десяти. «Что же ее так задержало? Ты не нашла кошелек?» Мио тяжело дышала и, похоже, не могла говорить. Сделав несколько глубоких вдохов, она покачала головой. «Это было потрясающе! Просто потрясающе! Ты это о чем?» Клюэль пожала плечами, глядя на раскрасневшуюся от восторга подругу. «Слушай, слушай! В нашем классе был господин Ксенс!» «Что?» Хором выкрикнули Клюэль и сидящий рядом с ней мальчик. «Мио, я не понимаю, что ты имеешь в виду?» «И когда ты сказала, что он был в нашем классе...» Не дождавшись, пока Нэд закончит фразу, Мио подняла обе руки вверх. «А вот что!» «Ты же сама говорила, Клюэль, что вы видели сильного певчего в желто-зеленой куртке! Это на самом деле был господин Ксенс!» Стоило только Мио договорить, по всему кафетерию раздался скрип стульев. Все ученики в округе развернулись в ее сторону, и не только ученики, даже присутствующие учителя и персонал кафетерия выглядели обезумевшими. «А...» Бодро вскинувшая руки, девушка застыла под десятками направленных на нее взглядов. «Мио, ты тупица! О чем ты думала, когда кричала в таком месте?» Положив подбородок на руки, Клюэль театрально вздохнула. Протолкнувшись через собирающуюся толпу, к ним подошли две ученицы в спортивной одежде. Первая напоминала мальчика своими короткими волосами и загорелой кожей, вторая же была высокая и подтянутая, явно занимающаяся спортом. Однако загар словно не коснулся ее. Это были их одноклассницы, Ада и Сержис. «Ну-ка, ну-ка, Мио! Ты же сейчас не соврала! Господин Ксен здесь? Где он? Давай выкладывай!» Они обе одновременно подались вперед, Ада даже направила на Мио подвернувшуюся под руку вилку. Это можно было назвать допросом. «А, но это...» «Поторопись и скажи, что это была ложь!» «Сейчас еще можно закончить разговор без каких-либо последствий!» Клюэль пыталась донести это одними губами, но, как и ожидалось, Мио никогда не училась читать по губам. Тем временем, вокруг потерявшей голову и застывшись с открытым ртом девушке быстро образовалась толпа. «Это правда? Я видел подобного человека недавно. Это и правда был он? И я, и я около корпуса четвертых классов. Я видел его в журналах, но не думал, что он окажется здесь, поэтому не посмела кликнуть. Какая неудача!» Клюэль жалостью улыбнулась Мио, которая была готова вот-вот заплакать. «Даю четыре минуты. А ты, Нейт? Примерно столько». Немного помедлив, сидевший рядом с ней, мальчик показал три пальца. «Итак, сколько же Мио продержится под градом вопросов со всех сторон?» Оба ошиблись в предсказаниях. В результате Мио рассказала обо всем произошедшем в классе уже через минуту. «За состязанием будет наблюдать сам радужный певчий?» Передаваясь из уст в уста, этот слух распространился по всем уголкам школы всего за какой-то час. Интерлюдия. Ветер навевает воспоминания цвета пожухлой травы. Часть первая. «Тебе не кажется, что сегодня как-то уж слишком оживлённо?» Саркастично рассмеявшись, Клюэля глядела школьный двор из окна. На часах было семь тридцать утра, наступил последний день перед состязанием, поэтому тренировки в клубах отменили. Она договорилась потренировать песнопение с Мио и Нейтом, но когда пришла в школу, школьный двор уже был заполнен учениками. Их было так много, что если бы они развели руки в стороны, обязательно коснулись бы пальцами друг друга. О тренировке песнопения не могло быть и речи. «Посмотри, там тоже всё замечательно!» Клюэль перевела взгляд в ту сторону, куда указывал Нейт. На воротах для гостей были развешаны букеты цветов и разноцветные воздушные шарики. Вдоль дорог протянулись цветные ленточки, со внутренней стороны ворота разукрасили семью цветами. Можно ли было выразить это ещё и с ней? Всюду, куда ни глянь, виднелись цвета радуги, намерения, которые были вложены учениками в украшения, были уж слишком очевидны. «Простите, что заставила ждать? А я опоздала?» «Опоздала на 30 минут!» — резко ответила сидящая на плече у Нейта ящерицы запыхавшийся Мио, когда та влетела в класс. «Это потому, что дорога сюда была переполнена?» «Большинство, правда, было в форме нашей школы. Но почему все пришли сегодня так рано-то?» «Это из-за тебя. Но, разумеется, сейчас не время об этом говорить». «Что будем делать с тренировками?» — спросил Нейт, держа на руках перебравшуюся с плеча ящерицу. «Нереально. Все из-за кое-кого, не умеющего держать язык с зубами». «И правда, все просто в восторге. Я прям не могу дождаться!» — ответила Мио беззаботным голосом. «Ох уж эта пустоголовая». Клюэля Хамура глянула настоявшую рядом с ней виновницу, но та этого даже не заметила. Часть вторая «Состязание уже завтра. Сразу после его завершения начинаются летние каникулы. А раз нам предстоит последнее мероприятие этого триместра, постарайтесь изо всех сил. Приготовления уже завершены?» Держа в одной руке журнал посещаемости, Кейт открыла окно. «Ах да, у меня есть для вас важное объявление. Хотя известные певчи получают приглашение на наши состязания каждый год, на завтрашнем...» «Вы опоздали, учитель! Все уже давно это знают!» — радостно выкрикнула сидевшая позади Клюэль Ада. Сейчас вместо вилки, которую она допрашивала вчера Мио, девушка триумфально наставила на учительницу ручку. Так и думала. Заготовленная Кейт новость уже давно перестала быть новой, и она, скрестив руки на груди, удрученно склонила голову. «Я все-таки скажу». «В общем, за вашими завтрашними выступлениями будет наблюдать радужный певчий господин Ксинс. Кроме обычных наград, он вручит еще и специальный приз. Так что готовьтесь». «Приз от радужного певчего лично!» Кла согласился радостными выкриками, бросив короткий взгляд за спину, Клюэль и видела, как Мио, Ада и Сержис торжественно стукнулись кулаками. Судя по всему, они всерьез нацелились на этот приз. Но именно из-за этого и появляются ненормальные вроде вчерашнего старшеклассника. Кстати, а что об этом думает сама жертва нападения? Однако, сидевший в углу комнаты Найт, похоже, совсем ни о чем такому не думал. По какой-то причине он в дикой спешке пытался закрыть свою школьную сумку. Скорее всего, ящерица все-таки захотела выбраться, чтобы затем начать дебоширить. «Ай, Клюэль!» Неожиданно сзади протянулась чья-то рука. Это была Сержис. Она держала небольшой листок бумаги, «Передай дальше вперед!» В ответ на шепот знакомой Клюэль слабо кивнула. Содержание на 90% совпало с ожиданиями Клюэль. Там было предложение улизнуть с работ по украшению школы и скрытно пробраться в комнату, где, скорее всего, остановился радужный певчий. Но я могу понять их. Сама Клюэль довелось встретиться с ним и переброситься лишь парой слов, однако большинство даже его лица не видели. Конечно же, их переполняло любопытство. Но я, пожалуй, не пойду. Не вписав свой имя на листок, Клюэль передала его дальше. Имени Мео там тоже не было. Клюэль, конечно, хотела поблагодарить радужного певчего за вчерашнее, но это можно будет сделать и завтра. Если он запомнит ее, а потом она провалится на состязании, это будет просто ужасно. Итак, я прошу всех вас помочь в украшении школы. Я сегодня очень занята, поэтому не смогу вам помочь, но желаю всем удачи. Сегодня, в день перед состязанием, все ученики должны были украшать здание школы. Хотя место работ каждому было назначено заранее, было разрешено перейти куда-то еще, где, на первый взгляд, не хватает людей. Однако, именно это свободоперемещение и было проблемой. Никто не гарантирует, что все будут стараться. Тихо пробормотала Клюэль, глядя в сторону классной руководительницы. В дверь кабинета директора тихо постучали. Прошу прощения. Учительница в снежно-белом костюме медленно открыла дверь. Директор поднял голову на голос. Это ты, Энн? Женщина с аурой и спокойствием слабо кивнула, у нее в руке было несколько листов с документами. Программа состязания подготовлена. Прошу прощения, что завершила ее только вчера. Нет-нет, все в порядке. График, гости, ведущие, все более-менее важные моменты были утверждены. В конце списка гостей стоило имя Радужного Певчего, из-за неожиданного прибытия его пришлось добавлять в последний момент, и поэтому подача документов немного запоздала. А кстати, как идут дела учеников? В этом году снова множество замечательных ребят. Все они усердно трудились, поэтому результаты должны быть хорошими. Мягко улыбнувшись, ответила учительница. В ее словах чувствовалась твердая уверенность. Ясно, хотелось бы, чтобы старшеклассники особенно постарались. Первоклассники участвовали в состязании с фестивальным настроением в голове. Но вот старшеклассники, которым скоро нужно будет избрать свой путь в жизни и в особенности те, кто планировал и дальше заниматься песнопениями, подходили к делу со всей серьезностью. Если сейчас они покажут хорошие результаты, то будут замечены известными певчими исследовательскими институтами, для них состязание было подобно экзамену при приеме на работу. Именно такие ученики заняли сейчас весь школьный двор, а также другие свободные места. Видеть их энтузиазм год за годом навевает воспоминания. Наблюдавшая за школьным двором из окна, женщина широко улыбнулась. Я решила стать певчей, потому что хотела призывать пегаса. Когда-то давно я получила серьезную травму, а до врача было далеко добираться, но проходивший неподалеку певчей призвал прекрасного крылатого коня и доставил меня на нем до больницы. Невозможно описать, насколько я была счастлива. Поэтому в центре школьного двора несколько учеников что-то серьезно обсуждали. Другие расположились вдалеке в тени от деревьев и исполняли песнопения под присмотром учителя. Женщина обвела двор полным ностальгией взглядом. В другой раз я хочу исполнить такую же роль сама. Из-за своей неприметности она казалась всем хрупкой, но и в ее глазах и в тоне голоса были отчетливо видны гордость и достоинства наставника песнопений. Еще несколько секунд учительница наблюдала за видом из окна. Ну ладно, мне еще надо завершить последнее приготовление вместе с учениками, поэтому медленно и нерешительно словно не желая уходить она отошла от окна. Да, хорошо, ты теперь учитель песнопений и я тебе доверяю. Молча кивнув учительница в белом костюме покинула кабинет директора. Мю, так нормально? Нет, сдвинь немного левее. А, или все-таки правее. Нет, подними повыше. Стоя на двух поставленных друг на друга стульях, вытянувшийся изо всех сил Нейт прикреплял ленточку к самой вершине главных ворот академии Тремия. Мю была его начальником, вопреки обычной беззаботности. С недавних пор девушку словно подменили. Она принялась раздавать разные мелкие указания. А, хватит, Клулу, будь поаккуратней. Теперь она и мне будет указывать. цветов из ленточек, чтобы затем передать их Нейту, но, похоже, начальница осталась недовольна ее результатом. Но это же только на день. Таких должно быть вполне достаточно. Нет. Здесь может пройти господин Ксенс. Мю надула щеки и уперла руки в бока. Все будет в порядке. Даже если он их увидит, то всего на секунду, не так ли? Эй, Мю, что-то случилось? Клулуэль прервалась на середине, потому что не могла поверить своим глазам. В глазах Мю почему-то возникла странная одинокая выражение. Для господина Ксенса эта школа — место особенных воспоминаний. Клулуэль была глубоко озадачена. Она никогда раньше об этом не слышала. Вчера, во время допроса в кафетерии, Мю тоже не упоминала ни о чем подобном. Я думала, что ее заставили рассказать все, но ей удалось что-то скрыть. Ты услышала это от него во время вашей вчерашней встречи? Клулуэль предполагала, что ее подруга попробует сохранить секрет, но вопреки ожиданиям та честно кивнула. Девушка нервно склонила голову и заговорила тихим, готовым вот-вот затихнуть голосом. Я тоже почти ничего не знаю, но я почувствовала, что эта школа важна для него. Он специально приехал сюда, и хотелось бы, чтобы у него остались чудесные воспоминания. Ее щеки покраснели. Вот дела. Клулуэль наконец поняла, почему Мю отказалась от приглашения Сержуса и стала украшать школу. Но тут уже ничего не поделаешь. Клулуэль решила вернуться к своей работе, схватив лежащую рядом ленту. Хорошо, хорошо, я все поняла. Сделаю их такими красивыми, что никто и не придерется. Часть третья. Ксенс, почему ты носишь куртку, а не робу? Певучи произнесла девочка, чьи казавшиеся серебряными волосы развивались на ветру. Роба создает образ успевчива. Я не хочу быть погребенным под ней, не хочу выглядеть надевшим робупевчим. Вся огромная территория школы была видна с крыши здания. Если правильно выбирать время, то это место пустовало. Здесь Ксенс мог тихо и в одиночестве проводить время до конца занятий. Крыша стала одним из немногих мест, где парень мог спокойно отдохнуть. Но с каких пор она стала таким? Все чаще и чаще на крыше стала появляться Ева Марии. То есть ты хочешь покрасоваться? Улыбнувшись спросила девочка и прикрыла рот рукой. Для посторонних ее улыбка показалась бы скорее усмешкой, но мальчика это не беспокоило. Он знал, что это простый ее стиль. Это все твое влияние. В том месте, где не должно было быть ни души, находился кто-то помимо него. Но вот я одной почему-то готов был это простить. Глобоко внутри он надеялся, что она придет и в следующий раз. Я тоже хочу, чтобы кто-нибудь запомнил меня. Вот как. Откликнулась она, словно отыгрывая роль. Но даже если ты наденешь куртку, то темно-синее тебе не подойдет. Нужен более выделяющийся цвет. С хмурым взглядом девочка вытянула левую руку, в которой держала сумку. Что это? Держи. Отец купил ее мне, но она оказалась слишком велика. Она подходит и мужчинам, и женщинам, так что я думаю, ты сможешь ее носить. Синс достал содержимое сумки. Это оказалось курткой, окрашенная в смесь темно-зеленого и кремового. По размеру она была несколько велика ему. И правда, для Евы Мари она была слишком большой. Но все равно это был какой-то необоснованный подарок. Из горла мальчика вырвался смешок, но сразу же вслед за этим он мысленно начал трясти головой. Нет же, я такой дурак. От понимания своей ошибки Ксинс потерял дар речи. Для него это событие уже ничего не значило, поэтому он вспомнил о нем только сейчас. Сегодня же мой день рождения. Ева Мари помнила об этом, хотя сам я забыл. Пронеслось в голове у парня. Ты знала, что сегодня у меня день рождения? Однако его собеседница улыбнулась и, изобразив непонимание, ответила нечетким голосом. Правда? Это всего лишь совпадение. Но она очень вовремя, не так ли? Выражение ее лица оставалось таким же, как и всегда, холодным, словно она находилась где-то далеко. Разве девочка ее возраста не должна хотя бы немного при этом покраснеть? Я могу ее надеть? Конечно. Я отдала ее тебе, так что делай, что хочешь. Похоже, она и правда мне великовата. Ксинс уже хотел посмеяться над своими нелепо длинными рукавами, но замер на вдохе. Попытавшись высунуть пальцы подальше, он заметил прикрепленный к рукаву куртки ценник, который забыли снять. На ценнике была пропечатана дата продажи, и это было вчера. Что-то не так? А задача посмотрела на него девочка. И как мне лучше ответить? Что будет более вежливо? Сделать вид, что не заметил ценника, или просто принять подарок? Нет, Ева-Мари, спасибо. Она довольно теплая. Поразмыслив, мальчик выбрал первый вариант. Тогда, когда она вручит ему подарок именно в этот день, он сможет принять его. Это и был правильный ответ. Забудь. Все равно я не могу ее носить. И все-таки ее голос был немного более оживленным, чем обычно. Все хорошо, она ведет себя так же, как и всегда, поэтому я поступлю так же. Потому что таково наше с ней правило. Сколько же лет прошло с тех пор? По правде говоря, ответ можно было получить, просто пересчитав пальцы на руках. Прошло не так уж и много времени, но, несмотря на это, ему казалось, будто прошла вечность. Одетый в куртку цветопожухлой травы ксин стоял на крыше здания для гостей. Рядом с ним, в этом, как он верил на значенном месте, не было видно того человека, которого он ждал. Где ты? Испущенный вздох смешался с его обычным голосом, его монолог унес ветер. Окончив среднюю школу, они выбрали разные старшие. Рано или поздно должен был настать момент, когда имя одного из них прозвучит на весь мир, и тогда проигравший придет встретиться с победителем, таково было их обещание. Прошел первый год в старшей школе, затем второй, все это время ксин с потрясающей скоростью изучал песнопения. За период старшей школы он освоил три цвета, еще до выпуска он получил множество приглашений из исследовательских институтов. Его называли величайшим гением в истории, и не было никого среди знакомых с профессией, кто не знал бы его имени. И в то же время имя девушки, пользующейся песнопениями цвета ночи, так никто и не услышал. И вот пришел день, когда он стал радужным певчем. Множество друзей и учителей пришло встретиться с ним, но ее не было среди них. Что же с ней случилось? Он даже не знал, все ли с ней в порядке или нет. Ксинс вспомнил печальное лицо девочки в тот день, когда она сказала «Потому что я точно умру раньше». Я не могу встретиться с тем человеком, с которым по-настоящему хочу встретиться. Я не могу призвать того человека, которого хочу призвать. «Ради чего мы, певчи, вообще существуем?» Эти слова не подходили ему больше, чем кому бы то ни было еще в этом мире. Что бы подумали люди, если узнали бы, что их произносит радужный певчий? «Ты все еще не признала меня, не так ли, Ева-Мари?» Ответа не было. Взмахнув вставший с тех пор тесней курткой, радужный певчий закрыл направленные в небо глаза. Третий аккорд Опера обещаний и начало Часть первая День состязания Едва открыв дверь раздевалки для девушек первых классов «А что это?» Не успев сделать и шага, Клюэль машинально остановилась из-за невероятного аромата разлетевшегося по комнате. То есть запах духов был настолько сильным, что даже девушка захотела сбежать от него. «А Клюэль доброе утро заходи!» Мио укладывала свою форму в шкафчик, совершенно не обращая внимания на запах вокруг. «Доброе утро! Во все сегодня рано!» Даже обычно опоздавающие Ада и Сержис уже были в раздевалке. «Нет это ты поздно пришла!» «Ах! Да ты же королева опозданий!» Наносившая помаду Ада приподняла брови. «Эм Клюэль ты правда собираешься выступать вот так в форме!» В ответ на удивленные взгляды девушек Клюэль, не говоря ни слова, подняла руку вверх, продемонстрировав всем сумку. В обычные дни Академия Тремия предписывала носить форму, но состязание было одним из немногих случаев, когда разрешалось надеть обычную одежду. Почти сто процентов учениц собирались принарядиться. Именно из-за этого ежегодное состязание немного напоминало самый настоящий показ мод. Среди парней половина надевала фраки, треть робы певчих, остальные пиджаки или же просто куртки. Отплатив, только не имеют плечи. По правде говоря, Клюэль собиралась выйти на состязание в школьной форме. За это ей прилетело от старших по клубу. Вчера они почти два часа вразумляли девушку, говоря, «Нельзя, Клюэль, желание показать себя это же женский инстинкт, даже если ты собираешься стать певчей, стоит тебе о нем забыть и все кончено. К тому же ты высокая и фигура у тебя ничего, и ты собираешься упустить такой редкий шанс? Ты вообще здоровый, если тебе такое в голову пришло? Кстати, о шансе. Он вообще на что? В конце концов, после странно похожих на угрозу уговоров разгоряченных старших, Клюэль все-таки вытащила платье из глубин шкафа. «Ай-яй, Клюэль, посмотри-ка, скажи, оно потрясное?» Мио, жемчужное серого цвета и расшито блестяшками переливающимися при взгляде со стороны семью цветами радуги. Вау, восхитительно. Платье было совершенно новым, без единой складочки, похоже, Мио в спешке купила его вчера, после того, как узнала, что на состязание заявится сам Ксенс Эйрвинкель. Более того, специально сделать так, чтобы оно соответствовало его званию действительно было в ее стиле. Оно, конечно, замечательно, но не слишком ли бросается в глаза. Вставила Сержес, закончившая наносить макияж и теперь наблюдавшая, как Мио в платье кружится по забитой людьми комнате. Каждый год многие ученики выходят в восхитительной одежде, но в прошлый раз ведь некоторые все-таки переборщили и получили предупреждение. Еще и упомянули о слишком откровенных нарядах. Но тебе, похоже, волноваться не о чем, в плане пропорций тебе есть куда расти. А, ты все-таки сказала, я же переживаю об этом. Мио надулась, хоть поведение девушки выглядело очень по-детски, однако никто не стал на это указывать. Иди вперед, Мио, мне нужно еще немного времени. Ладно, я во двор, до церемонии открытия осталось всего лишь 30 минут, так что поспеши. Держа в руках такие же яркие, как и платья туфли, Мио в припрыжку выпорхнула из раздевалки. Вслед за ней ушли Ада и Сержес, только куда изящнее по сравнению с Мио. Клеэль думала, что у них на уме только спорт, но они оказались неожиданно разносторонними. Про небольшую разницу в поведении впечатление сильно отличалось. Мио пока еще этого не понимала, невольно рассмеявшись, Клеэль достала из сумки сложенное платье. А вот теперь начинаются проблемы. И как же его надевают-то? Часть вторая Когда Клеэль пришла вместо сбора первых классов, что в углу квадратного школьного двора, ученики уже выстроились в ряды. В конце строя первого Б стоял крохотный мальчик на голову ниже всех окружающих одноклассников. Доброе утро, Клеэль. В ответ, одетому в темно-синюю робу Нейту, Клеэль помахала рукой. Роба, похоже, была великовата для него, но все равно мальчишка выглядел как самый настоящий певчий. Доброе. Хорошая погода, не так ли? На небе не было ни облачка, яркое солнце слепило глаза. О, Клеэль и Нейт, вы уже здесь? Сзади раздался голос. Мю и Сержес находились в нескольких метрах от них и быстро приближались. Мы искали тебя, но, видимо, разминулись. Кстати, Клоло. Мю ставилась на Клеэль. Что? Ничего. Просто подумала, что у тебя и правда красивая фигура. И отлично подходит под полотенцем. А, Мю неожиданно сказала нечто совсем неуместное. Можно ли вообще такое говорить, когда вокруг парни? Только успела Клеэль об этом подумать, как Сержес согласно закивала. А у тебя и правда великолепное платье. Дай-ка посмотреть. Ого, оно с открытой спиной! Громко выкрикнула Мю, зайдя Клеэль за спину. У меня оно единственное, так что других вариантов и не было. Стиль платья Клеэль носил название «Русалочьий хвост». Основным цветом ткани был белый, от левого плеча шла вниз вертикальная синяя полоса. Ключевые места платья, особенно горло, были украшены складками. Изначально оно предназначалось для танцев, соответствуя названию «Русалочьий хвост», платье было облегающим. Оно подчеркивало всю грациозность тела девушки, даже если владелец этого совсем не желала. «Но похоже, кое-кому не очень приятно смотреть на это». «Пора сдаваться, Мео. Мне жаль, но противник слишком силен». Покачала головой Сержис, осматривая Клеэль оценивающим взглядом. «Настолько выдающиеся параметры встречаются редко, особенно грудь и бедра. Я очень рада, Сержис, но если скажешь еще хоть слово, я разозлюсь». Не успела Сержис договорить, как Клеэль подскочила к ней почти вплотную. «Может, это и похвала, но зачем специально говорить, что перед такой толпой?» Но когда Клеэль развернулась, пытаясь сбежать от взглядов окружающих, «Правда? Мне кажется, между их телами нет особой разницы». Никем не замеченная ящерица на плечо у Нейта подняла голову. «Даже не знаю, как лучше ответить в такой ситуации. Соглашаться неприятно, но если начну возражать, то все пойдет именно так, как хочется Мео и Сержис». «Эй-эй, Арма, тебе нельзя разговаривать!» Нейт в панике попытался закрыть рептилии рот, но та ловко увернулась от его руки. «Мне кажется, я уже это слышал». «Что? Это ящерица умеет говорить?» Удивленно уставилась на нее Сержис. «Это питомец Нейта». Мгновенно отозвалась Клеэль, возвращая должок ящерице. «Девчушка!» Рептилия не успела договорить, когда по школьному двору разнесся звук колокола, оповещающая начале церемонии открытия. Часть третья Административное объявление. Ученики, немедленно проследуйте восстановленные места. Состязание было разделено на две части, утреннюю и дневную. Утром выступали ученики, специализирующиеся в белом и зеленом цветах, собираясь в центральной части школьного двора перед администраторами и судьями. Зеленые выстраивались справа от стола администрации, а белые слева. Одновременно состязались пять певчих, Мио была в шестой группе. Среди других выступавших сейчас одноклассников Клюэль была Ада, изучавшая белый. Ее группа была четырнадцатой. «Удачи!» В ответ на подбадривание Нейта, Мио помахал рукой, убегая к центру двора. «Интересно, что собирается призвать Мио?» Она сказала, что это будет нечто большое и впечатляющее. «Большое зеленое существо? Может быть, верно?» Ни с того, ни с сего предположила ящерица, совершенно точно ошибившись. «Не-не-се, чушь!» Драконы подобные относились к зеленым песнопениям первого уровня, высшим и даже для находящихся среди судей известных певчих, для всех первоклассников, включая Клюэль, пределом был четвертый уровень «Всеобщей Арии». Уже призыв просто большого, даже не понимающего человеческую речь существа был крайне сложной задачей. Даже Мио не могла этого изменить, она и сама должна была знать предел собственных возможностей. Будем ждать с нетерпением. Если она не станет волноваться перед судьями, то все будет хорошо. Но насколько я знаю, Мио удивительно плоха на выступлениях. Так и случилось. Из-за того, что среди судей присутствовал радужный певчий, у одного ученика за другим сдавали нервы во время песнопения, из-за чего они допускали досадные ошибки. Это были не только первоклассники, многие ученики старших классов не могли достаточно сконцентрироваться и спешно снижали уровень своего песнопения по сравнению с тем, что планировали. Поэтому, как ожидалось, перед лицом радужного певчего ксинца Иервинкеля неестественно энергичная Мио тоже оказалась в этой группе. А, я не хочу больше жить! Естественно, все кончилось именно так. Подтянув платье и усевшись на землю, Мио продолжила вздыхать. Поскольку Клюэль тоже была в платье, она не могла свободно двигаться, беспомощная, она жестом подозвала стоявшего неподалеку Нейта. «Хорошо, хорошо, хватит уже плакать. Нейт, помоги мне ее поднять». По словам Мио, у которой из глаз катились крупные слезы, она смогла отлично сконцентрироваться в начале, однако за мгновение до того, как канал песнопения открылся, она пересеклась взглядами с господином Ксинсом, начиная с этого момента у нее отсутствовало 10 секунд памяти. Когда она пришла в себя, было уже слишком поздно, канал закрылся, ее дисквалифицировали за превышение установленного времени. «Я точно подвела господина Ксинса!» Потянув Мио вдвоем с Нейтом, Клюэль наконец удалось заставить ее неуверенно встать. «Кстати, Мио, кого ты собиралась призвать? Но Кетсалькватли!» Слово имеет несколько значений. Имя божества Ацтекского пантеона и вымерший гигантский летающий зеленокрылый змей. «Кетсалькватли!» «Мио, ты серьезно?» «Да». «Вот оно как!» «Теперь все понятно!» Клюэль резко отдернала руку, которую удерживала Мио. Внезапно лишившись поддержки, та потеряла равновесие и красочно упала на землю. «Э, что за... Это жестоко Клоло!» «Нейт, хватит! Не стоит ей помогать! Пойдем!» Клюэль ушла, чувствуя на себе взгляд надувшейся подруги. «Ну и ну! Какая же я дурочка, раз решила пожалеть эту балбеску?» Кетсалькватли относился к подвидам драконов и, следовательно, к высшим благородным ариям. Успех был попросту невозможен. Но, зато она пересеклась взглядами с радужным певчем. «Нейт, а ты что собираешься призвать?» Ящерица цвета ночи, которую мальчик нес в левой руке, свесила хвост. «Черную лошадь. Это редкий шанс, поэтому я хочу испытать себя и посмотреть, что получится». «В какое время ты выступаешь?» Песнопения от цвета ночи не были официально признаны, поэтому Нейт получил специальное разрешение выступать вместе с красными. Кейт обратилась с этой просьбой напрямую к директору. «Днём. Вроде бы в двадцать первой группе». «Ах, да. Клюэль была в двадцатой группе. Согласно расписанию, Нейт начнет выступление сразу же после того, как она покинет сцену». «Ясно. Пересекается». «Скорее всего мы не сможем увидеть выступления друг друга». «Даже если я не смогу, Арма посмотрит за твоим представлением вместо меня, Клюэль». «Вроде и счастлива, а вроде и нет». Внезапно по телу Клюэль распространилось какое-то неприятное чувство. «Что?» Она почему-то слабо задрожала, и по мере приближения её очереди эта дрожь стала понемногу усиливаться. «Я волнуюсь?» «Странно. Такого никогда раньше не было. «Прошу прощения. Я ненадолго отойду. Немножко потренируюсь до своего выступления». «Хорошо. Удачи!» Найт помахал Клюэль рукой, в которой сидел Арма. «Начинаются дневные выступления. Ученики четырнадцатой группы, соберитесь у входных ворот. Повторяю, ученики четырнадцатой группы...» Издалека было видно, как собираются названные распорядителем ученики. Состязание шло хорошо, поскольку несчастных случаев не было, объявление прозвучало согласно расписанию. Сидевшая на деревянной лавочке под деревом в углу школьного двора Клюэль закрыла глаза, положив руки на колени, она упорно раз за разом старалась вообразить заготовленное песнопение. Она парила в мире беспорядочного красного цвета, словно пытаясь шить одежду из единственной шёлковой нити, она медленно свивала из неясной фантазии конкретный образ. Но уже много раз эта нить рвалась в самый последний момент. Концентрация срывалась из-за мгновения до того, как Клюэль была готова призвать это. Почему? Из-за нетерпения она стала моргать чаще, чем обычно. Но почему же? Это же не слишком сложное песнопение. И вчера и позавчера оно удавалось. И даже сегодня утром. Но вот именно сейчас, когда почти пришла моя очередь, я вдруг не могу его исполнить. Внутри тебя конфликт. Вокруг не должно было быть ни души, этот голос, что раздался совсем рядом, явно не мог принадлежать самой девушке. И к тому же он был довольно близко. Не поворачивая головы, Клюэль осмотрелась и обнаружила на краю лавочки спокойно сидящую ящерицу цвета ночи. Я сейчас занята. Ты не можешь сконцентрироваться на песнопении? Спросила ящерица, смотря Клюэль прямо в лицо. Просто немного переволновалась. Можешь, пожалуйста, быть немного потише? Ты собираешься остаться такой на всю жизнь? На всю жизнь? Клюэль застыла, услышав это заявление, похожее на смертный приговор. Девчушка, сейчас тебя раздирает конфликт. Конфликт между ростом и стагнацией. Как у птенца, который пытается разбить скорлупу, но не может выбраться. Голос этого судьи цвета ночи был таким же, как и всегда. Но, несмотря на то, что Клюэль все-таки смогла привыкнуть к нему, слова ящерицы застряли в голове у девушки. Она всегда воспринимала их как шутки, однако прямо сейчас она никак не могла их пропустить мимо ушей. Раньше ты считала себя мастером на все руки, потому что до сих пор за какое бы дело ты ни бралась, ты всегда выполняла его безупречно. В этот раз ты тоже собираешься спокойно выступить, безупречно, уверенно, не рискуя, потому что даже если ты не будешь рисковать, у тебя все получится, но ты увидела песнопение Мео, почувствовала энтузиазм Нейта, и теперь ты недовольна своим отношениям. Клюэль не хотела соглашаться, но ощущала давление золотых, похожих на полумесяц зрачков. А ты очень разговорчивый. Сопротивлялась кляну давлению. Клюэль сама не понимала, как это произошло, но их взгляды пересеклись. Та вещь, которую ты так отчаянно сжимаешь в руках, есть твой катализатор. Глаза полумесяца уставились на ее лежавшей на коленях руки. Вздохнув, Клюэль рожила пальцы, тюбик краски с прикрепленной к нему этикеткой, красный перекатился в ладони. Он нужен для песнопения. Разве это не очевидно? Правда? Я думаю, это и есть причина твоих затруднений. Свистящим голосом заявило призванное существо цвета ночи, сидящее на крылью лавочки. Краска. Очень простой в использовании катализатор, даже я это знаю. Ты собираешься воспользоваться ей в этот раз, чтобы спокойно и безошибочно исполнить песнопение. Но состязание выглядит не так, как ты представляла его себе изначально. Клейль не собиралась отвечать, потому что речь еще не была закончена. Она чувствовала, что ее собеседник продолжит говорить и дальше. Его зовут Ксенс, да? Чтобы быть признанными им, люди специально бросают себе трудный вызов. Например, Мео. Он и это нет такой цели, но ради того, чтобы исполнить обещание, он готов раз за разом ошибаться. Все эти ошибки существуют для того, чтобы когда-нибудь он освоил песнопение цвета ночи. Его намерение призвать черную лошадь хороший пример. Она сам знает, что у него пока не хватит на это способностей. Клейль ясно чувствовала, как эти слова отдавались у нее в груди, подобно звучащему откуда-то издалека колоколу. Но при всем этом она почему-то не ощущала сильных эмоций. Скорее всего, потому что ее собеседник не примешивал к словам ни капли собственных чувств. Он не отчитывал, не насмехался над ней. Он проницительно сообщил факты подобно тому, как если бы она смотрелась в зеркало. Сейчас ты исполнишь простое песнопение с простым катализатором, и на этом все закончится. Но сравнивая себя с другими людьми, бросающими вызов самим себе, ты чувствуешь удушья. Тюбик беззвучно выскользнул за руку Клюэль. Ты в найв вскроешься в своей скорлупе? Или постараешься выбраться? Выбор с тобой. Договорив, ящериц наконец замолчала. Клюэль не знала, сколько прошло времени. С одной стороны, ей казалось, что она не успела сделать и вдоха, с другой, она ощущала усталость, как будто они просидели здесь несколько часов. Вскоре, когда Клюэль, прищурившись, смотрела на проникающий сквозь листовый свет, прозвучал мягкий, усиленный громкоговорителем голос. «Оченики двадцатой группы, соберитесь у входных ворот. Повторяю. Время пришло». Несмотря под ноги, а только в сторону нужного ей места, Клюэль встала. «Не будешь его подбирать?» Раздался сзади голос, ожидающий, сделает ли она шаг вперед. В нем слышалось какое-то слабое чувство. Клюэль не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что ящерица забавляется, поэтому девушка не стала останавливаться. На пары слов ответить стоит. «Не нужен. Забирай». Так и не обернувшись, пробормотала Клюэль. Она шла вперед, не останавливаясь и не дожидаясь ответа. «Хорошо, что ты это поняла». Послушал со страдом сдерживающий смех голос, а он как будто подталкивал Клюэль в спину. «О, Клоло! Где ты была? Вот-вот твоя очередь!» У входных ворот стояли Мио и Кейт. Когда Клюэль кивнула Кейт, та, наконец, расслабилась. «Арада, что ты пришла? Я немного беспокоилась, что ты так и не вернешься». Другие четверо уже собрались в ворот. Первой была девушка в красном платье, которая, скорее всего, была для нее катализатором. Парень с факелом в руках, который, видимо, собирался использовать в качестве катализатора огонь, все уже подготовили свои катализаторы. «Клюэль, а где твой катализатор?» «Все в порядке. Он у меня». У Клюэль в руках не было ничего, она только сильно сжала кулак. «Красный, двадцатая группа, проследуйте восстанавливанные для выступления места». Администраторы и судьи приветствовали их аплодисментами. Несколько сотен, нет, несколько тысяч суклядов сконцентрировались на них. Но Клюэль была совершенно спокойна. Она ощущала приятное напряжение, чувствуя возбужденное биение сердца в груди, она двигалась вперед. Появляющиеся из какого-то бесконечного источника эмоций переполнили девушку, однако она была спокойна, как озеро в зимнюю пору. «Ты не можешь сконцентрироваться на песнопении?» «Наверняка, эта ворчливая ящерица сейчас наблюдала за ней». «Ты вновь скроешься в своей скорлупе или постараешься выбраться?» «Я не стану его благодарить». Приоткрыв рот, Клюэль закрыла глаза. «Я не стану его благодарить, не особо его слова его одушевляли. Я не настолько честна, чтобы признать, что его абстрактные фразочки подбодрили меня. И все же я решилась». Звучит темно-алый колокол. «Я призову то, что я хочу призвать. Не имеет значения, шибусь ли я. Неважно, провалюсь я или преуспею, но я гордо выйду ко всем остальным и заявлю им об этом. Я славлю твое имя, красный, нежный и красивый. Вот чисто алые осколки парят на легком ветерке». Медленно, словно объясняя что-то ребенку, Клюэль пела ораторию. «От образа к цели, звучи, вейся, открой канал к той вещи, которую я желаю. Пусть мои мысли танцуют, поэму слагая тебе, коль мир тебе желает, дитя, что было рождено». Вокруг раздавались аплодисменты. Наверное, кто-то, а может быть и все остальные, уже успешно завершили песнопение. Но спешить некуда, я точно успею, обязательно. «Мне кажется, тебе очень идет быть певчей». «Нэйт, твои слова в тот день, можно мне поверить им?» «Собою стань и встреть бесчисленных танцоров». Клюэль подняла веки, в ее руках кружилось красное свечение, оно медленно набирало силу и постепенно окутало все тело Клюэль. «Это мое первое настоящее песнопение». Красное свечение взорвалось со вспышкой. «Кейнос, песня красного». В тот же миг, словно вытекая из рук девушки, в воздух взлетели бесчисленные алые перья. Это была не птица, предназначением песнопения были только эти перья. Ветер подхватил сотни, может быть, даже тысячи перьев, они полностью закрыли с собой девушку. Они как будто обнимали и благословляли ее, каждое перо было подобно красной фее, принявшей хвалебную песнь, призванные девушкой, перья были невероятно красивыми, волшебными, точно такими же, как и сам Алый Мир. Подул ветер, порыв красного ветра промчался по двору, прекрасные, подобные красным снежинкам перья покрыли собой места для гостей, всех наблюдающих учеников, стойку судей. Ах, Клюэль даже забыла дышать. Она чувствовала жар в груди. Не только двор был устлан красным, в небе все еще оставались грациозно танцующие на ветру перья. По сравнению с призывом птицы, такое песнопение не было чем-то сложным, но Клюэль впервые попыталась призвать такое количество. И сейчас, когда стало ясно, что ей это удалось, она почувствовала облегчение. Но почему? Клюэль аккуратно взяла в руку перо, упавшее ей на плечо. Оно было алым, таким, как она себе и представляла, но при этом ярко светилась, окутанная сияющим пламенем. Оно было волшебным, не принадлежащим этому миру. Но я же не собиралась призывать горящие перья. Нет, это огонь принял форму перьев. Хоть и горят, но и не чувствует от них жара. Они... Но у Клюэль не было времени ломать голову над этим вопросом, она оглядилась вокруг. Царила неестественная тишина. А? В чем дело? Что-то случилось? А затем барабанные перепонки Клюэль чуть не лопнули. Звук аплодисментов был подобен Шторму, он раздавался вновь и вновь. Но кому они хлопают? Клюэль невольно захотела хлопать вместе со всеми, но затем она осознала, что взгляды всех вокруг собрались на ней. Когда Клюэль под нескончаемые аплодисменты вернулась на зрительское место, Мю подбежала к ней раньше всех. Клоло, это было потрясающе! Невероятно красиво! Правда, я даже не помню, что я сделала. Клюэль уж слишком сильно погрузилась в свое выступление. Хоть ее случай не был таким же, как у Мю, она и правда не помнила о произошедшем. Что-то использовала в качестве катализатора? Задал вопрос сидящую Мю на плече упрямец. Лучше один раз увидеть. Клюэль молча всунула ему под нос левую руку с надетым на мизинец пальцем. На свету было заметно красное сияние вставленного в кольцо камня Рубин. Хоть он и был искусственным, его эффективность как катализатора была высока. Клюэль никогда раньше не удавалось исполнить песнопение с камнем в качестве катализатора, поэтому она не собиралась пользоваться ему в этот раз. По правде говоря, я носила его только когда не уважение о моде. И одинажды воспользовавшись кольцем как катализатором, думаешь, после того, как увидел его? Тебе повезло, что подул ветер. Без него не было бы всех тех аплодисментов. Прерывавшись, казавшись необычайно довольным, Арма закрыл глаза. Но если ты скажешь, что воспользовалась ветром, то вышло весьма весьма неплохо. Очаровательная подходящая девчушке песнопение, не правда ли? Для начала я хочу поблагодарить тебя. Неожиданно Клюэль, чувствуя странное смущение, похвалила ящерицу. А что-что? Поблагодарить Арму? Если бы Клюэль рассказала Мио о недавнем разговоре с Армой, то ей точно напоминали бы о нем целую неделю. Немного посомневавшись, Клюэль решила просто проигнорировать вопрос. Девчушка, в этот же миг ящерица цвета ночи перепрыгнула к ней на плечо. Нечасто ты ко мне залезаешь. Я просто хочу кое-в чем убедиться. Ящерица подняла голову и заговорила странным отличающимся от обычного голосом. Казалось, что она подавляла сильные эмоции. Ты понимаешь, почему я специально спросил, что у тебя был за катализатор? А? Ты даже сейчас этого не осознала? Арма удивлялся или чувствовал облегчение. Казалось, что и то, и другое. Но его вздох чем-то красные песнопения девчушки выглядят очень многообещающими. Ты сейчас хвалишь мое песнопение? Но оно получилось таким, потому что я использовала сильный катализатор. Камень. Однако нет, скорее даже наоборот. Она ожидала ровно противоположного, но Арма мотал головой. Даже если бы ты использовала для того песнопения не рубина, а что-то другое, ты все равно призвала бы нечто настолько же впечатляющее. Клюэль совсем не понимала его. Другой катализатор настолько же впечатляющее? Но прежде чем она успела хоть что-то спросить, ящерица цвета ночи вернулась на плечо к Мио. Об этом подумай сама. У тебя почти такой же уровень чувствительности к красным песнопениям, как у мамы Нейта. Именно поэтому, дабы твое самомнение не раздулось, ты должна найти ответ на что-то бормоча себе под нос, Клюэль провела пальцами по волосам. Слова ящерицы были слишком абстрактными, нет, разговор был достаточно конкретным, но вот его содержание было весьма неожиданным. Ладно, нам сейчас лучше посмотреть с выступлением Нейта. Похоже, в этом нет необходимости, заявил Арма с плеча Мио, указывая носом во двор. Ясно. Клюэль посмотрела в указанном направлении и закрыла глаза на пару секунд. Во дворе, в нескольких метрах от стола судей поднимался плотный чёрный дым. Похож на провал, пробормотала Мио. Вскоре после того, как выступление двадцать первой группы закончилось, к ним шатающейся походкой подошёл мальчик. Тёмная синяя роба была слишком велика для него, а из-за того, что он опустил плечи, она казалась ещё менее подходящей ему, чем раньше. Хоть он знал, что шанс неудачи был велик, он всё равно расстроился, его настроение было до боли очевидным. Я провалился. В его глазах не было слёз, он даже пытался улыбнуться, хотя в его голосе слышались нотки печали, он отчаянно старался обмануть всех, чтобы никто этого не понял. Нейт, но прежде чем призванное существо цвета ночи успело открыть рот, хорошая работа, Нейт. Клюэль нежно взяла мальчика Клюэль, стоявшись открытым ртом, мальчик выглядел сильно младше своего возраста. Твоя цель исполнить обещания матери, не так ли? Так что не стоит расстраиваться сейчас. Он дал мне шанс полюбить песнопение, именно поэтому я хочу хоть чем-нибудь помочь иному певчему. Если неудачи стыдны, то высмеивать надо и меня. Что ж, я готова принять этот вызов. Рука мальчика дрогнула, но я не хочу, чтобы над тобой смеялись из-за моих неудач. Он выглядел напуганным, ненадежным, он ни на кого не полагался. Это можно было назвать бессильной силой, и все же он сжал руку Клюэль в ответ. И поэтому я буду стараться, чтобы в следующий раз все получилось. Я надеюсь, никто не заметил. Ксенс Эрвинкель прижал дрожащие руки к столу. У него были небольшие сомнения по поводу остатков черный дым не был вызван пламенем. Даже радужный певчинь не был способен на подобное. Отрицание всех остальных цветов угольно-черным гимном было единственной вещью, недоступной для радужных песнопений. Само песнопение провалилось, но ошибки быть не могло. Это было песнопение цвета ночи. Непроизвольно сухих губ ксинса слетел нечеловеческий звук. Но почему это песнопение исполнял мальчик тринадцати или четырнадцати лет? Ева Мари, ты... Ксинс дрожал, хотя близилась середина лета. От поднимавшегося изнутри холода радужный певчий плотнее укутался в свою куртку. Часть четвертая Когда красноватое небо стало приобретать пепельно-черный оттенок, состязание, в котором приняло участие более тысячи пятисот учеников, наконец закончилось. Итак, прежде всего я хочу сказать пару слов участникам. Сегодня все вы хорошо поработали. По двору раздавался усиленный громкоговорителем голос пожилого директора Академии Тремия, сидящего в центре стола судей. Сначала я собирался прокомментировать выступления каждого из вас, но если бы мы так поступили, то закончили бы лишь к рассвету. И поскольку я думаю, что завтра вам все подробно объяснят классные руководители, выдающиеся результаты. Здесь директор неожиданно остановился и взглянул на большие висещие на шкуле часы. Прокашлившись он продолжил. Время шесть тридцать, но... Ну ладно, вы все наверное проголодались. В большом зале рядом с корпусом третьих классов, как и в прошлом году подготовлена вечеринка «Леди и джентльмены, предлагаю всем сперва исцелить там свою усталость». И как только старик закончил речь, все ученики, за исключением впервые участвовавших в состязании первоклассников, убежали в сторону многоцелевого зала с радостными криками. Топот тысячи бегущих парней и девушек заставлял землю дрожать. «Вечеринка? Что это такое?» Ада непонимающе склонила голову на бок. Повернувшись к загорелой девушке, классная руководительница скрестила руки на груди и многозначительно улыбнулась. Проще говоря, отмечаем закрытие состязания. В общем, многофункциональный зал превратился в ученическую столовую. Да, кстати, вам всем следует поспешить, ведь там буфет самообслуживанием, и если не отправитесь немедленно, вам ничего не останется. «Что? Вам следовало сказать об этом раньше?» Парни сразу же поспешили за старшеклассниками, некоторые даже пустились в бег, чтобы нагнать толпу. Не прошло и десяти секунд, как первые старшеклассники, а за ними всеотстающие ворвались в зал подобно цунами. «Какая потрясающая жизненная сила!» Удивленно воскрикнула Мео, не успевшая стать частью волны. Сейчас, за исключением учителей, во дворе осталось всего несколько человек. «Быстрей, Клулу, быстрей! Давай, побежали!» «Да, да», посмотрев в сторону лукавого улыбающейся Кейт, Клюэль пожала плечами, а затем последовала за ушедшими вперед одноклассниками. «Это они...» «Яйца». Фальшивые камни пяти цветов просто лежали на столе. В течение двух дней Вендрил русскал по полкам архива, но даже и подумать не мог, что их настолько беспечно оставят на столе. Он думал, что их должны были надежно спрятать, но оказалось ровно наоборот. «Какие же они красивые!» Они совсем не казались ему опасными катализаторами, и поэтому он собирался их позаимствовать. Если они и правда были мощными катализаторами, то с ними он смог бы напугать даже радужного певчего. А если ему удастся одолеть легендарного певчего, то его несомненно признают во всем мире. Мне следует поблагодарить его за то, что он сделал позавчера. И вот Вендрил протянул руку к яйцу. Часть пятая «Клюэль, ты уже пробовала этот пирожок? Он очень вкусный!» К ней подошла Ада с тремя одинаковыми пирожками на тарелке. «Я знаю, что они вкусные, но съесть три в одиночку это уже перебор». Слабо улыбнувшись, Клюэль покачала головой. «Я наелась, а из сладкого мне достаточно этого». Клюэль указала на стакан с апельсиновым соком. «Клоло, ты не видела господин Аксинса!» Выкрикнула Мио, проталкиваясь через толпу. В руке она держала стакан виноградного сока, который был готов вылиться в любую секунду. «Лучше держаться от нее подальше», подумала Клюэль и снова покачала головой. Зал хоть и был изначально рассчитан на подобные вечеринки, но сейчас, когда в него набилось больше чем полторы тысячи человек, найти кого-либо было проблематично. Придя он на эту вечеринку, то шум поднялся бы изрядный. То тут, то там в зале раздавались смешки, но каких-то громких радостных криков слышно не было. «А может он тайно кого-то вербует?» Клюэль повернулась в ту сторону, куда смотрела Ада. В углу зала за столом судей сидел старшеклассник и разговаривал с одним из гостей певчих. Они не смеялись, даже наблюдавшие издалека Клюэль чувствовала напряженную атмосферу вокруг них. Для первоклассников состязание было не более чем праздником, но для выпускников оно было важным событием, определяющим их дальнейший путь. «Кстати, Клоло, ты же сорвала овации своим выступлением? Кто-нибудь к тебе уже обращался?» спросила Мио, глядя на свое отражение в стакане. «Нет, что ты, только Кейт немного меня похвалила». В конце концов, полученные Клюэль аплодисменты были лишь восторгом от внешней стороны ее выступления, а не оценкой техники песнопения. Если судить по уровню сложности, то среди всех участвовавших в состязании она находилась немного ниже середины списка. Как и ожидалось, среди старшеклассников было несколько человек, выступивших особенно хорошо в техническом плане. Девушка, специализирующаяся в желтых песнопениях, призвала множество канареек и была награждена овациями. Да и среди синих был парень, создавший огромные глубы льда в форме рыцаря на лошади. А четверокласснику белых песнопений, который успешно исполнил песнопение единорога, пророчили приз за самое лучшее выступление. Так, между прочим, где Нейт? Державшая в руке стакан Мио гляделась вокруг. Он недавно был рядом, но сказал, что хочет подышать свежим воздухом. Он в школе, поэтому не думаю, что потеряется. Тебе не стоит об этом беспокоиться. Зловещий катализатор яйца. От них все равно собирались избавиться, поэтому даже если я ими воспользуюсь, беспокоиться не о чем. Итак, что же мне сделать? Вендерл осмотрел лежавшие перед ним камни и закрыл глаза. Может быть теперь у него получится призвать какое-нибудь крупное существо, которое никогда раньше ему не удавалось. Как минимум благородная ария, а если все пойдет хорошо, то может дело и до высшей благородной арии дойдет, а значит будет призван истинный дух. Для подобного песнопения необходимы три связи. Использовать особый катализатор, исполнить особую ораторию и узнать у истинного духа его истинное имя. Только когда песнопение будет соответствовать всем условиям, оно станет особенным. Высший благородной арией. В любом случае я хочу призвать самое могущественное самое свирепое существо слугу. Для начала отнесу к себе в общежитие и проверю насколько они хороши. Собираясь сложить все пять разноцветных катализаторов приготовленную им сумку, Вендрил схватил ближайшее к нему красное яйцо. И в тот же миг скорлупа яйца треснула и тьму архива прорезала вспышка красного света. Что что за свечение было подобно солнцу бьющему прямо в глаза? Это что свет песнопения? Постойте я никогда о таком не слышал. Это не то о чем они говорили. Почему оно сработало просто от касания? Вендрил не мог открыть глаза из-за алого сияния. Как только он попытался отпустить яйцо объект в его руке раздулся. Песнопение исполняется само по себе? Это что шутка? Это просто песнопение созданное ради тебя. И поэтому Нейт я расскажу о нем только тебе. Мама с трудом протянула к нему правую руку. Опустив глаза Нейт сжал ее. Она была очень тонкой. Даже смотреть было больно. Нейт, что такое песнопение? Он по прежнему смотрел в сторону. На этот вопрос не было правильного ответа. Даже Нейту, только начавшему изучить песнопение, было это ясно. Он молчал, не понимая, что должен сказать. Но он чувствовал тепло маминой руки. Я думаю, они нужны, чтобы призвать самого себя. Мне кажется, что настоящее песнопение то, которое продает форму твоей душе. Именно поэтому песнопения очень сложны. Я думаю, они нужны, чтобы призвать самого себя. Мне кажется, что сложны, в конце концов, я так и не смогла сделать то, о чем я сейчас говорю. Заклинание. Если бы слова могли содержать силу, то слова мамы несомненно были бы им. У них была сила заставить его, пречащего взгляд, поднять голову. Их взгляды пересеклись, они смотрели друг другу прямо в глаза. Прикованные к постели, уже не имевшие сил обнять своего ребенка, мама обнимала его одним только взглядом. 172, 173. Сколько бы он ни ждал, жар в его теле не утихал. Он был рад, что сбежал на улицу от духоты переполненного людьми зала, но даже на улице оставшийся после дневного солнца горячий ветер казалось обжигал легкие. 174. Ты похоже начал считать звезды. В этом есть какой-то смысл. Привлеченный знакомым голосом, Нейт посмотрел на спинку лавочки, на которой сидел. Лавочка находилась на углу лужайки примерно в двух сотнях метров от многоцелевого зала. Уже наверное полчаса прошло. Ага, таким образом я могу не думать о различных вещах. Он подтянул одну ногу и обхватил ее руками. Призванное существо цветоночи, до этого сидевшее на спинке лавочки, сразу же перепрыгнуло к нему на колено. «Различных вещах? Например, просто различных вещах». В его словах не было скрытого смысла, он просто повторил ту же фразу. В конце концов он и сам не мог выделить из различных вещей какую-то конкретную. Подсчет звезд он тоже начал ненамеренно, на самом деле, если бы он заметил, что считает звезды, то давно бы уже прекратил. Эй, Арма, исполнять песнопение сложно. Проползавшая по небу облако закрыла своим краем звезды, отвернувшись от них, Найт посмотрел на сидящего у него на коленке собеседника. «Твои вечные жалобы!» Уже приготовившись критиковать, Арма встретился с Нейтом взглядом, они смотрели друг на друга несколько секунд, а может быть не успело пройти мгновение. Вздохнув, Арма приподнял кончики рта. «Нет, не похоже». «Хе-хе, ты догадался?» Найт уклончиво посмотрел на точно угадавшего его мысли Арму. «Исполнять песнопение сложно. Если ты произнес эти слова по-настоящему прочувствовав их смысл, то это крайне значительное событие. Итак, что случилось?» «Выступление Клюэль. Ты же видел его Арма?» Нейт подтянул вторую, достающую до земли только кончиками пальцев ногу груди и обхватил колени руками. Точно так же, как Клюэль несколько дней назад. «Я видел все выступления, но её было самым лучшим, не так ли?» «И что?» «Но...» В ожидании своей очереди мальчик наблюдал за песнопением Клюэль. Оно было очень... Она исполняла песнопение так, как будто наслаждалась им от всей души. Слова принадлежали Нейту, не вставая с лавочки, мальчик резко развернулся в сторону голоса. В нескольких метрах от них с Армой возникла фигура мужчины, одетого в куртку несмотря на лето. Куртка цвета пожёхлой травы слабо отражала неясный лунный свет. Найт не мог забыть его. Только позавчера этот певчий спас его от нарывающего синодраку старшеклассника. Вчера он услышал от мива, что этот человек был самым известным в мире. Два дня не виделись. Говоря шутливым тоном, стоявший перед ним радужный певчий медленно поднял руку. Эээ, большое спасибо вам за тот случай. Я так и не поблагодарил. Ничего особенного. А кстати, можно мне сесть? Когда он положил руку на край лавочки, Найт быстро кивнул. Я искал тебя. Хотел немного с тобой поговорить. Со мной? Что? Зачем я понадобился радужному певчему? Не ты ли недавно ошибся при песнопении в лаборатории? И получился черный дым? А? Этот вопрос отнял у мальчика дар речи. Это правда, но как радужный певчий об этом узнал? Ну да, я. Мне не удалось исполнить песнопение. Прошу прощения, я не собирался тебя ни в чем обвинять, я же в конце концов не учитель школы. Не ожиданно он улыбнулся. Я сегодня наблюдал за твоим песнопением. А затем, устремив взгляд на сияющие в небе звезды, он задал вопрос требующим ответа голосом. Это песнопение создал ты? Что вы имеете ввиду? Мне кажется, оно не подходит ни под один из признанных пяти цветов. Радужный певчий сразу перешел к самой сути. Нейт не знал, как бы ему лучше ответить. Потерявшись в сомнениях, он опустил голову. Призванное существо свернулось глубок рядом с его ногой, словно бы говоря «Оставляю все на тебя». Но можно сказать и так. Это песнопение создала моя мама. Она называла его песнопением цвета ночи. Вот как. Нейту показалось, что певчий на мгновение перестал дышать. Рядом с тобой лежит призванное существо. Не было смысла изображать неведение. Ящериц такого цвета не существовало. К тому же, примерно год назад мама доверила его мне. Доверила? Она сказала «Когда меня не станет, это дитя будет учить тебе песнопением цвета ночи вместо меня». «Когда меня не не станет», неожиданно в голосе певчего послушалась горечь. «У меня нет родителей. Они погибли во время пожара. Мама забрала меня из приюта и сразу же начала учить песнопением, но год назад она умерла. Извини, я спросил тебя о чем-то болезненном». Его слова привели Нейта в себя. «А почему я все ему рассказал? Я же не хотел рассказывать так много». Сидящий рядом с Нейтом человек почему-то казался ему очень родным, не из-за того ли, что он восхищался радужным певчем. Нет, дело было совсем не в этом. Это было какое-то невыразимое словами чувство, чем-то напоминающее грусть. Вернемся к нашей теме. Ты сказал, что исполнять песнопение сложно. Нейт не понимал причины, но похоже певчий хотел уклониться от нынешнего разговора. Он же сейчас сменил тему ради этого, но чтобы ответить на его вопрос, придется начать оттуда. Мама тоже думала, что я говорю странные вещи. Она всегда была очень строгая и часто ругала меня. В все же прерывавшись Нейт встал с лавочки, его переполняли воспоминания о маме. Как она хвалила его, как она злилась на него, все это слилось воедино. Она точно была для меня настоящей мамой. Когда я подхватил простуду и лежал в кровати, она три дня без сна и отдыха ухаживала за мной. И не только тогда, хоть мама обычно и казалась холодной, она всегда заботилась обо мне. Когда мои щеки стали горячими, мне нельзя плакать. Хотя Нейт подумал об этом, он не мог остановить начавшие течь слезы. В конце концов, я кое-что пообещал маме. Когда-то давно она дала слово одному человеку, что ему первому покажут песнопенец в этой ночи. Я пообещал, что покажу их ему вместо нее. Насколько он помнил, это была первая и последняя просьба мамы. Певчисуху улыбнулся, а затем грустно вздохнул. Обещание? И когда я пришел в эту школу, и до этого я только и думал, что должен стараться изо всех сил ради мамы. Но сегодня, когда увидел песнопение Клюэль, я немного, как бы это сказать, немного все переосмыслил. Нейт не знал, как ему лучше все объяснить. Я пока еще не понимаю оставленных мамой настоящих песнопений Цвета Ночи. Нейт почувствовал, как взгляд поднявшего голову Арми уперся ему в спину. Поэтому я подумал, может мне не стоит спешить. Клюэль была счастлива, когда исполнила песнопение. В таком случае я тоже хочу получить удовольствие от своих собственных песнопений. Даже если это займет больше времени, я смогу радостно заниматься песнопениями вместе со всеми остальными. Но тогда я наверное подведу того человека, которому дала слово мама. Ты его не подведешь. Радужный певчий поднялся и встал совсем рядом с Нейтом. Я уверен, что человек, с которым твоя мама обменялась обещаниями, обязательно поймет тебя. Правда? Ни секунды не сомневаясь певчий кивнул, как будто был полностью уверен в ответе. Сообщи мне, когда свой песнопение Цвета Ночи. Я хочу увидеть их своими глазами. А? Но я не знаю, когда это будет. Нейт улыбнулся, стрейс сбежит от тяжелого давления. Я привык ждать. Иногда ожидание бывает полезно. Например, певчий достал из кармана часы и указал на многофункциональный зал. Что такое? Нейт смотрел в указанную сторону секунду, две, и вдруг его ослепило включившееся освещение. Ай! похоже, мужчина ожидал крика Нейта, потому что его лицо словно покричало «Ура! Получилось!» Освещенная яркими разноцветными огнями школа казалась волшебной. Сиял не только многофункциональный зал, но и здание первоклассов, расходящиеся от него дороги, фонтан во дворе. Вся академия тремия окрасилась величественным светом. На самом деле традиция состязания досталась тремия от ее предшественника школы песнопения Эльфанда. С тех пор вся академия освещается таким образом только в ночи после состязания и выпускной церемонии. То есть вы тоже когда-то учились в этой школе, господин Ксенс? Ага. Быстро кивнув, Ксенс продолжил молчаливо смотреть на огни академии. Словно получив приглашение, Найт тоже перевел взгляд вверх на освещенные крыши школьных корпусов. Прошло уже больше десяти лет с тех пор как мы с Еву Мари вместе любовались этим видом. Но похоже он так и не изменился за все это время. Что? В словах Ксенса промелькнула хорошо знакомое Нейту имя. Вы сказали Еву Мари? Еву Мари Елемиас. Твою маму звали так же? Ехидно улыбаясь он подмигнул Нейту. Что-то внезапно разрушилось и одновременно что-то возникло. Человек с которым мама обменялась обещаниями. Человек знавший маму стоит прямо передо мной. Не может быть. Неужели это он? Первый среди певчих легендарный радужный певчий. Вот как. Значит ты тот о ком говорила Ева. Даже решивший остаться в стороне и до сих пор сохранявший молчание Арма сосредоточил на мужчине взгляд зрачков полумесяцев. Кто знает им всегда может оказаться кто-то другой. Но несмотря на все сказанное тот притворился непонимающим. А это дежавю. Я смог понять его характер? Все ясно. Этот человек популярный и кажущийся другим безобидным не настоящий он. Он показывает то что скрывается за притворной невинностью только близким людям. Насмешливый дразнящий вот его настоящее лицо. Такое же как у мамы когда она улыбалась мне. Заключим сделку. Ты полностью освоешь песнопение цвета ночи а я в обмен отвечу на твой воп. Однако певчий внезапно прервался. Нет. Его голос попросту заглушило. По земле прошел грохот сотрясая всю академию а затем еще громче чем грохот прозвучало рев кого-то огромного. Четвертый аккорд Клянущийся поет О мир окрасься в сумерки Часть первая Что это было? Первое происходящее в академии странности заметила учительница патрулировавшая рядом с корпусом четвертых классов. Пронзительный вопль он прозвучал и как плач и как виск за исключением нескольких оставшихся патрулировать академию людей все ученики и учителя должны были быть в многофункциональном зале. Это был чей-то голос? Точка откуда шел этот вопль была не близко и недалеко, но звук был странно глухим. Когда учительница повернулась к зданию у себя за спиной, то даже сквозь туфли на высоком каблуке она ощутила слабую дрожь. Что бы это могло быть? Необычный сильный толчок напоминал землетрясение. Эпицентр был вроде бы недалеко. Учительница почему-то почудилась, будто это был звук необычайно тяжелых шагов, словно совсем рядом с ней вышагивал самый настоящий гигант из сказки. На первый взгляд ничего необычного в здании заметно не было. Учительница уже собиралась снова развернуться и уйти, как вдруг ее тело будто свинцом налилось. Рядом с корпусом четвертых классов находился архив. В это здание крайне редко кто-то заходил, но сейчас оно все тряслось. Что? В тот же миг оглушительный рев настолько напугал учителя, что заставил ее присесть. Прям в бурю казалось будто он возник лишь для того, чтобы разорвать барабанные перепонки окружающих. Она медленно открыла глаза и тут же усомнилась в том, что увидела. Крыша архива исчезла, вместо нее издание поднималось нечто гигантское, похожее на каминную трубу. Более того, труб было пять. Что это? Из-за ночной тьмы она не могла разглядеть ясней, и словно насмехаясь над этой ситуацией, всю Академию Треми осветили семицветные огни. В их свете стали полностью видны прорвавшие крышу архива объекта. Она не сумела крикнуть, только взвизгнула. Ее горло не могло издать ни звука, а все тело покрыли мурашки. Это случилось даже при том, что она была учителем песнопений. Она много раз видела легендарных призванных существ вроде саламандры или единорогов. Другими словами, учительница была уверена, что выступила бы против них без малейших колебаний. И все же невозможно. Я никак не справлюсь с этим в одиночку. Ни секунды не сомневаясь, она сразу же побежала прочь от этого. Упавший со стола стакан коснулся пола и разбился с ясным звуком. Люстры на потолке задрожали, оконные рамы тряслись так сильно, что на вставленных в них стеклах образовалась похожа на паутину сеточка трещин. Что? Землетрясение? Крикнула прижавшаяся к стене ада. Но оно какое-то странное. Вскрик Мео был больше похож на монолог, чем на ответ. Схватив потерявшую из-за толчка равновесие Мео за плечо, Клейль бросила взгляд в угол зала. К счастью, к запасному выходу двигались пока немногие. Мео, давай немедленно выбираться наружу. Тихо шепнула Клейль на ухо подруги. А? Но никто же не эвакуируется, поэтому надо выбираться, пока нет толпы. Землетрясение было явно необычным. Хотя тряска еще продолжалась, она была странно прерывистой. В один момент пришел толчок, за ним тишина, потом снова толчок. Эй, Клоло, что это? Неожиданно спросила Мео, указывая на что-то в окне. Огни Академии осветили окутанный занавесом ночи мир. Хотя освещение было семицветным, вид за окном был окрашен в единственный цвет, красный. Пожар! Не дожидаясь согласия Мео, Клюэль схватила ее за руку и поспешила к запасному выходу. Подозрения внутри нее медленно раздувались, как пузыри. В Академии «Директор!» Открыв входную дверь многофункционального зала, учительница громко окликнула главу школы. Ее одежда была сильно потрепанной, а дыхание тяжелым. Было похоже, что она очень быстро бежала. «Что такое? Что-то случилось?» «Все! Немедленно убегайте отсюда!» Ее лицо было искажено ужасом. Более того, обычно в таких случаях говорят «Пожалуйста, эвакуируйтесь!» «Как если бы имела в виду, что нечто и сейчас атакует!» «Сюда движется монстр!» «Монстр?» «Видимо, это призванное существо, но мы сами с ним ни за что не справимся! Срочно вызывайте помощь из соседних райов!» В этот момент что-то разбило в потолке окна и вторглась в зал. Оно словно смеялось над словами учительницы о помощи. «Землетрясение?» От внезапного толчка ноги Нейта подкосились, он не сумел сохранить равновесие и шмякнулся на землю. «Нет, оно какое-то странное!» Упавший на одно колено радужный певчий осмотрел округу, он уставился в сторону корпуса четвертых классов. В тот же миг покров ночи над этим зданием был разорван, небо засияло красным ярче, чем на закате, затем бесчисленное множество каких-то существ взлетело с земли по направлению к сиянию. Издалека они выглядели как летучие мыши. «Это же...» Сидевший на плече Арма дрожал, видимо, способное хорошо видеть ночью призванное существо рассмотрело тех, кто летел по небу. «Нейт, немедленно скажи всем в зале эвакуироваться. Если они скучкуются в одном месте, то этим ребятам будет только приятней. А? Что ты имеешь в...» Но прежде чем его партнер на плече земля вновь дрожала. Со стороны корпуса четвертых классов растаптывая перед собой деревья, приближалось оно. В проеме между зданиями то появлялись то исчезали силуэты нескольких напоминающих холстых голов. «Это что? Гидра?» Подняв голову пробормотал, стоявший рядом с Нейтом Ксинс. В его словах смешались изумление и сомнение. Первым, кто придет в голову любому певчему, когда речь пойдет о змея с множеством голов, будет Гидра. Сама по себе она относится к высшим благородным ариям синих песнопений. Поверхность тела водяной змеи в соответствии с ее именем темно-синяя. Однако чешуя этого существа, приближающегося с дистанции нескольких сотен метров, была багровой. Кроме этого, вместо девяти голов было пять, меньше, чем должно было быть, но, как было видно Нейту, а рядом с центральной красной головой расположились синяя, зеленая, желтая и белая. То есть пять голов были разноцветными. Более того, это существо было невероятно большим, ее длина с вытянутой шеей скорее всего превысила бы двадцать метров. Хотя нормальная гидра тоже считалась гигантским существом, однако размерами явно уступала этой громадине. Ее длина была не больше десяти метров, в сравнении же с этой даже драконы выглядели детьми. Пять цветов! Все пять песнопений были запущены одновременно? Плечом Нейт чувствовал дрожание армы. Такое вообще возможно? Даже во всем мире певчих, способных одновременно запустить песнопения нескольких цветов, можно было перешитать по пальцам. К тому же не больше двух цветов за раз. В мире существовал только один человек, способный на невероятное пользоваться всеми пятью. И это был человек, носивший звание радужного певчего Ксинс. Неужели кто-то воспользовался яйцами? Яйцами? Это катализаторы. Все пять хранились вместе в архиве. Гидра подняла похожую на серп зеленую голову и направила ее высоко в небо. Затем она открыла рот и замерла. Неизвестно, что она будет делать дальше. В любом случае надо воспользоваться моментом, пока она не двигается, и сказать всем в зале, чтобы спасались. Но ровно перед тем, как Нейт сорвался с места, стоявший рядом с ним, певчий схватил его за руку. Стой, если будешь резко двигаться, тебя заметят. Зеленая голова выплюнула что-то высоко в небо, четыре или пять объектов. Все они, оказавшись в воздухе, расправили крылья и полетели в сторону Нейта. Издалека они показались маленькими птицами, но это было не так. По мере приближения их силуэт остановились различимыми. «Трехголовые! Химеры!» выкрикнул Нейт, и в тот же момент радужный певчий повалил его на землю. Там, где мгновение назад стоял Нейт, промелькнули когти зверя. Неожиданно потеряв цель, химера со всей силы вонзилась когтями в землю. Зверь с головами льва козла и дракона сменил цель с оказавшегося далеко Нейта на радужного певчего. «Господин Ксенс!» Как будто предугадав это, Ксенс уже начал двигаться. Когда химера приземлилась после атаки, он достал из кармана куртки какой-то желтый объект. Химера оттолкнулась от земли, но певчий не стал убегать. Золотая монета у него в руки спустила ослепительное золотисто-желтое свечение. «Сорисус!» «Песня Желтого!» Между ним и химерой из потока желтого света возникла излучающее бело-голубое сияние небольшая сфера. Она начала испускать в сторону химеры тонкие и похожие на готовые вот-вот порваться нити полосы света. Как только они обвелись вокруг когтей существа, то завизжало. Тело химеры сдрогнулось, задрожало, а затем она внезапно прекратила двигаться. «Благородная ария желтых песнопений! Блуждающий огонек!» Я никогда не слышал о том, чтобы гидра призывала химер. Видимо, она проглотила яйца сразу после того, как появилась. Вслед сара дожного певчего пропало обычное для него спокойствие. «Иди!» «А?» Нейт не понял смысла его слов, и тот быстро пояснил. «Задачу оповестить других учеников оставляю на тебя. Директоры остальные уже, наверное, в курсе, но лучше убедиться». «А вы, господин Ксенс!» Посмотрев поверх головы молчливого певчего, Нейт понял его мотивы. В небе летали бесчисленные и похожие на летучих мышей существа. «Когда они успели окружить нас? Неужели все они?» «Я буду отвлекать их столько, сколько смогу». Сначала Нейту показалось, что тот шутит, но в его голосе не было слышно ни капли спокойствия. «Не паникуйте! Выходите по одному! Через запасной выход покиньте помещение и двигайтесь в корпус первых классов!» Зал наполняли крики учеников и звуки шагов по упавшему на пол разбитому стеклу. «Классные руководители первых классов, обеспечьте безопасность дороги к укрытию! Классные руководители вторых и третьих классов разберитесь с существами в здании! Все оставшиеся зачищают звери снаружи! Но преследовать их запрещено!» Достигли голос директора учителей, как он рассчитывал. Наполнявшие зал крики порождали страх, а страх только усиливал беспорядок. «Мио, ты как?» Острая боль, от которой можно было потереть сознание, заставила Клюэль скривиться. «Я нормально!» «Клоло, прости!» «Прости меня!» Обычно Мио всегда смотрела на нее снизу вверх, но сейчас их позиции изменились. Упершись обеими руками в пол, Клюэль подняла голову. Рядом с ней рыбала Мио. «Клюэль, ты в порядке?» Сержис подбежала и схватила Клюэль за руку. Клюэль отпихнула ее той рукой, которая могла пошевелить. «Проблем нет! Иди вперед! Ты тоже иди!» «Нет! Что бы ты ни говорила, я пойду только вместе с тобой!» «Какая же она упрямая!» Клюэль хотела высказаться и посмеяться над Мио, но у нее не было сил даже на это. Зажав левое плечо рукой и опершись на стену, она поднялась с пола. Уже от этого ее дыха не ускорилась. «Хватит! Если ты будешь двигаться, то кровь не остановится! Если я буду сидеть, то не смогу сбежать, когда они снова придут!» Платье на левом плече окрасилось темно-красной, отвернувшись, Клюэль еще раз нажала рукой на плечо. Это был способ остановить кровотечение, которое они изучили на уроках первой помощи. Но она даже подумать не могла, что ей придется воспользоваться им на практике. Взглянув на свежую кровь, приставшую к ее ладони, Клюэль снова скривилась. «Здесь я разберусь, иди!» Радужный певчий с блуждающим огоньком за спиной указал рукой на зал. «Но это безрассудство, с таким числом противников никак не справятся в одиночку!» «Найт, пойдем!» Еще не покинувшие рот Нейта слова были отвергнуты. «Арма?» Такое же, как и всегда, нет, еще были отстраненные, чем обычно. Существо у него на плече продолжило. «Сейчас важнее обеспечить безопасность находящихся в зале людей!» Туда уже направилось несколько химер, в худшем случае кто-то уже мог пострадать. Арма не терял головы, он проанализировал состояние дел точнее кого-либо еще и определил приоритеты. И это случилось уже не в первый и не во второй раз. «Это существо цвета ночи очень спокойно, как минимум спокойнее меня, господин Ксинц». Для Нейта он не был радужным певчим, только тем, кто однажды обменялся обещаниями с мамой. Мальчишка смотрел прямо в лицо человеку, который все еще помнил об этом старом обещании. «Я постараюсь изучить песнопение цвета ночи, поэтому обязательно придите на них посмотреть!» Не оборачиваясь и не ожидая ответа, Нейт побежал. «Обещаю, потому что таково наше сне обещание». Он проводил взглядом убежавшего в сторону зала мальчика на лице радужного певчего было его обычное спокойное выражение «Ради него я обязан выжить, ты как, не против поработать?» Вместо ответа дух молнии засветился ярче. Часть вторая На полу лежала уже неподвижная химера. Внезапно разбив потолок, этот зверь приземлился перед запасным выходом, надежно заблокировав проход. Нацелившись на находившуюся ближе всех к себе Мио, химера атаковала. Клюэль, не думая о последствиях, оттолкнула Мио в сторону, поэтому та не пострадала, но вместо нее удар приняла левое плечо Клюэль. Похоже, была повреждена артерия, платье у левого плеча окрасилось темно-красной, и кровотечение до сих пор не остановилось. «Клюэль, ты в порядке?» Классная руководительница Кейт, ответственная за эвакуацию учеников, рванулась к ней. «Учитель, пожалуйста, идите ко всем остальным. Я немного здесь отдохну». Говорить было сложно, но девушка сумела таки собрать остатки своих сил и попыталась остановить учительницу. «Я твой классный руководитель, я не могу тебя оставить». Опустив веки, учительница покачала головой. «Но, в школе еще 30 детей, для которых вы тоже классный руководитель». Клюэль не хотела строить из себя храбреца, но женщине перед ней не следовало сопровождать ее одну, не способную двигаться самостоятельно. У учительницы явно были более важные дела. Висящие над головой люстры начали моргать, видимо, кабель, через который шло электричество, был где-то поврежден. Если освещение все-таки погаснет, то добраться до корпуса первых классов будет сложно. Ученикам нужно было укрыться там как можно быстрее, учительница должна была отлично это понимать. Я проверю, что остальные из класса добрались до укрытия и вернусь. Мео, прошу, пригляди за ней пока. Убедившись, что сидящая рядом с Клюэль девушка кивнула, Кейт быстро убежала. Снаружи был слышен шум. Клюэль не знала, были ли это крики людей или рыки зверей. В окне были видны лишь охваченные пламенем деревья. Со времени внезапных толчков в землю прошло всего несколько минут. Всего несколько сотен секунд и все вокруг стало настолько ужасным. Почему? Почему это произошло? Положив голову на одежду, которую Клюэль использовала вместо повязки, ее подруга рыдала. Не реви, Мео, потому что лучше плакать тогда, когда это будут слезы радости. Да не плачу я! Закрыв рот, она потуже затянула узел на повязке. Спасибо. Теперь мне надо немножко отдохнуть и я буду в порядке. Из-за потери крови Клюэль чувствовала тошноту. Закрыв глаза, она старалась дышать ровно и размеренно, люстра над головой издала неприятный звук. Это плохо. Если отключится электричество, хаос станет только больше. И вдруг... Клюэль, Мео, вы тут? Одновременно со звуком шагов по разбитому стеклу послушался знакомый голос. Найт? Словно в ответ на бормотание Мео, дверь в зал распахнулась и в проеме показалась фигура мальчика в робе. От его вида Клюэль ощутила облегчение. Отлично. Он был на улице, но похоже с ним все хорошо. Найт, тебе надо поскорее укрыться в корпусе первоклассов. Но я слышал от ада, что вы обе еще здесь. Клюэль, ты ранена? А это ничего особенного. Она не любила, когда люди о ней попыталась встать и опираясь на стену, освещавшие зал люстры погасли. А не знавшее произошедшим в зале мальчик впал в ступор, прежде чем Клюэль успел открыть рот, Мил встала в темноте и крикнула. Найт, стой! Здесь повсюду стекло! Будешь двигаться поранишься! Подожди, пока не включится свет! Понял! Холодная, почти морозная тишина поглотила зал. Клюэль повернулась к окну, но и снаружи было неестественно тихо, как будто недавние крики были всего лишь дурным сном. Что-то случилось, или наоборот, ничего не случилось, и поэтому так тихо. Ни одной из возможностей нельзя было отбросить. Прямо как заброшенная безжизненная земля. Совсем не смешное предположение. Клюэль сжала зубы и медленно надавила на плечо. Внезапно раздался звук разбивающегося стекла, и не один раз, два, три. Звук постепенно становился все громче, а значит кто-то или что-то приближалось. Нейт, не двигайся! Секунда молчания. Я не двигался. Клюэль была не просто ошеломлена этим ответом, а она содрогнулась от ужаса. Кроме нас внутри есть кто-то еще? Девушка смутно почувствовала, как горячее дыхание коснулось кожи. Мео, ложись! Люстра зажглась, но за секунду до этого еще во тьме Клюэль схватила Мео за платье и повалила на пол. Что-то пролетело у них над головой. В лучах ослепительного света стало возможным различить трехголового зверя. Химера! Момента хуже и быть не могло! Клюэль сжала зубы. Плохо. Среди нас нет никого, кто смог бы справиться с этим зверем. Химера медленно приближалась. Клюэль! Нейт хотел было подбежать к ней, но она остановила его. Бессмысленно. Только поступивший в старшую школу учник никак не справится с таким противником. Быстрее убегай! Мео, ты тоже! Нет! Я буду склолу до конца, потому что я виновата! Дура! Нашла время упрямиться! На песнопение цвета ночи на это нельзя было надеяться. Среди зеленых песнопений Мео было мало агрессивных существ, а значит наиболее подходящими были красные песнопения Клюэль. Как минимум я могу призвать огонь? Нет, огня от песнопения ни за что не хватит, чтобы отогнать это существо. И вообще какой катализатор? Клюэль огляделась в поисках катализатора, ее взгляд остановился на призванном существе цвета ночи на плечо у Нейта. Оно молчаливо уставилось на нее. Он смотрит на мое левое плечо? Точно! Доступный катализатор, который можно использовать для красных песнопений. Он такой один! Нейт назад! Клюэль потянулась к столу, с трудом двигая правой рукой. Схватив неразбившийся во время толчков стакан, она бросила его в Химеру. Но хоть зверя не ожидал ее, он легко отмахнулся от этой жалкой атаки хвостом. Посмотрев на разлившуюся по полу жидкость, Химера словно в насмешку обнажила грязные клыки. Трехголовый звер оттолкнулся от пола, времени развязывать узлы не было, поэтому Клюэль закусила повязку у себя на плечи и разорвала ее зубами. Словно прорвав дамбу, из плеча ударил алый водопад, красная жидкость попала Клюэль на руку. Ты вновь вскроешься в своей скорлупе или постараешься выбраться? Словно какое-то напоминание раздалось голове девушки. «Я и без тебя все знаю!» Кровь кипела, попавшая на правую пламя, по-прежнему лежа на полу она метнула его в химеру. «Пожалуйста, с работой!» Пламя, на которое у нее ушли все силы приближалось к зверю, тот остановился, пролетев рядом с его носом, пламя не попало в него, а упало около его ног. Он гордо посмотрел на упавший на пологонь. «Думаешь, ты победил?» Побледневшая из-за потери крови Клюэль улыбнулась. «Победа за мной! Приходи еще!» Девушка изначально целилась ему под ноги, поэтому естественно, что она промахнулась. И брошенный ей стакан и то, что он был отбит, все шло по ее плану. Она специально бросила пламя в разлитый на полу алкоголь. Когда зверь заметил происходящее у него под ногами, алкоголь уже загорелся. У химеры под ногами бушевало пламя, огонь охватил все ее тело и она завизжала. Извиваясь от боли, зверь раскрыл горящие крылья и взлетел под потолок к окну. Похоже, она сбежала. Истратив последние силы, Клюэль упала. «Клюэль!» выкрикнул Нейт и быстро подбежал к девушке. Ее белое платье пропиталось свежей кровью, а сама девушка была очень блюдна. «Простите, дайте мне немного отдохнуть». Тело девушки тряслось от озноба из-за потери крови, да и боль от раны, которую ее наградил зверь, давала о себе знать. «Извини, я не смог ничего сделать, в итоге ты как и всегда спасаешь меня». Нейту не хватало духу даже взглянуть Клюэль в лицо, поэтому он опустил взгляд себе под ноги. Он сожалел о том, что не мог ответить за собственные громкие слова. «Я ничего не могу, меня только защищают». Его подобрала мама Ева-Мари, спас радужный певчий, а теперь еще защитила эта девушка. Но тогда зачем я давал обещания? Ради чего я дал маме слово, что о свое песнопение цвета ночи, а радужному певчему, что покажу их? Почему сказал Клюэль, что буду стараться изо всех сил? Зачем вообще нужны все эти обещания? Зачем нужны завещанные мне песнопения цвета ночи? Но среди всех воспоминаний ясно выделилось одно, самое дорогое, самое важное. «Нейт, что такое песнопение?» Самый основной вопрос, но никто не знал настоящего ответа на него. «Мама, скорее всего это не тот ответ, о котором думала ты, на...» «Клюэль, ты сегодня сказала мне, что не нужно бояться неудач». Нейт смог сдержать кипящие внутреннего мысли, только закусив губу. «Но все же, все же, я нашел ответ. Все боятся, все чувствуют боль. Именно поэтому я хочу что-нибудь сделать, не только из-за обещания маме, а ради всех». «Нейт?» Она была бледна, у нее не осталось сил, но она смотрела на него в ответ. «Но я не хочу провалиться снова». Нейт отбросил все сомнения и продолжил. «Пожалуйста, позволь мне испытать себя. Ты же о...» Прежде чем Мео договорила, песнопение о цветоночи, ты хочешь бросить им вызов? Серьезным голосом спросила сидящая у Нейта на плече и до этого молчавшее призванное существо. Но она скорее не спрашивала, а утверждала. И поэтому, не сомневаясь ни секунды, Нейт кивнул. «Песнопение, которому научила меня мама, но есть преграда, которую я обязан преодолеть». Вопрос в катализаторе. Именно об этом она думала. Призванное существо угадало его мысли. «Что это значит, Нейт? Я не знаю, какой катализатор используется в песнопениях цвета ночи». Нейт с мольбой в глазах посмотрел на Мео. «Мама показала мне катализатор только один раз, и я не знаю, как его сделать». «Пламя цвета ночи». Сидевшая на плечо у мальчика существо продолжило. «У песнопения цвета ночи только один истинный дух. Его специфический катализатор пламя цвета ночи». Пламя цвета ночи. Девушка в сером платье была явно сдачна этими словами. «Вполне естественно, что для нее это станет проблемой. Обычно пламя всегда красное. Тогда как сделать его черным? Таким же, как я видел его тогда? Я точно видел его, но не спросил, каким образом его можно сделать?» «Все верно. Для последнего полученного от мамы песнопения необходим катализатор. Держа его в руках, надо спеть последнее, что я получил от мамы. Песня «Сумерек». «Сумерки». Это то время, когда солнце садится. Другими словами, это начало ночи. Колокол начало. Среди всех песнопения цвета ночи, именно эту песню мама спела первой «Песню начало». «Если я не он не мог исполнить это песнопение своими силами без катализатора». «Нэйт, что ты сможешь сделать с помощью этого песнопения?» «Не знаю». Внимательно смотревший на него Клюэль, Нэйт сказал правду. «Но я хочу верить. Последнее песнопение, которым научила меня мама, и то песнопение, которое я обещал радужному певчему освоить, несомненно, они одна и та же песня. Но я... «Не договаривай, ты уже все сказал». Девушка улыбнулась и медленно продолжила. «Это очень важная для тебя песня». Он не сказал ни слова, но сидевшая перед ним девушка все равно все поняла. «Нэйт, я оценю твою решимость, но без катализатора надеяться на результат не стоит». «Пламя цвета ночи?» «Мио, ты что-нибудь об этом знаешь?» спросила Клюэль умолчавшей девушки. Несколько секунд Мио молча стояла с закрытыми глазами. «Пламя цвета ночи?» «А, да». Неожиданно по залу разнесся ее голос. «Знаю, у меня появилась идея о том, как получить пламя цвета ночи». «У нее есть идея?» «Правда?» «Да, я думаю, что права, но для этого надо кое-что подготовить. Я сбегаю, а...» Мио медлила. Она взволнованно посмотрела на подругу. «Мио, иди». Клюэль медленно покачала головой. «Клоло?» «Я в порядке. А Нейт?» Сидевшая на полу девушка посмотрела на Нейта намокшими глазами. «Я не сделаю ничего неразумного. Обещаю». Больше слов не требовалось. Нейт размашес таки внул, подтверждая уже сказанное. «Мио, когда завершишь приготовление, приходи во двор. Я буду там». «Ясно. Ну, я побежала. Клоло, пожалуйста, береги себя». «Не нужно таких зловещих слов». «Я не умру». Отбросив сомнение, девушка в жемчужно-сером платье побежала к запасному выходу. «Ты тоже побыстрее уходи», подумала Клюэль, провожая своим властным взглядом убежавшего к входной двери зала Нейта. «Ну, теперь-то всё». Клюэль закрыла глаза и вздохнула. По правде говоря, у неё не осталось сил даже на дыхание. Голова болела, её тошнило, даже боль в левом плече уже не чувствовалась, чудовищная сонливость распространилась по телу Клюэль. Было чудом, что она до сих пор могла двигаться. «Не ожидала, что у меня настолько сильная воля». Девушка беззвучно потеряла сознание. Часть третья «Директор, ученики укрылись в корпусе первых классов». «Хорошо, оставьте несколько человек в здании, а всех остальных направьте сюда». В этот же момент по ушам директора ударил оглушительный виск. Повернувшись, он увидел, что двум призванным им виверном откусили крылья. «Что же это за чудище?» Зе Лордфил стёр выступившие на лбу крупные капли. Ему явно не было так уж жарко, чтобы так сильно пропотеть. Один лишь вид монстра заставлял директора дрожать от невыносимого напряжения. Гигантская гидра продвигалась медленно, но всё же постепенно приближалась. Она даже не обращала внимания на относящихся к высшим благородным ариям зелёных песнопений виверн. Они не могли одолеть её, только задержать. Более того, если атаки останавливались даже на короткое время, пять голов одна за другой начинали призывать химер. Помощь по самым благоприятным прогнозам прибудет только завтра с утра. Продержимся ли мы до этого момента? В любом случае это не лучший исход. Мы проигрываем не только в качестве, но и в количестве. Директор посмотрел в небо и ругнулся. Его психическое состояние было подобно тому, как если бы он харкал кровью. Гигантская змея призвала немало химер. Поскольку они приземлились по всей территории Академии, силы защитников были разделены. Судя по тому, что Ксинс до сих пор не появился, он, скорее всего, тоже отражал атаки химер. Нам бы ещё одного сильного певчего, ещё одного человека такого же уровня, как Ксинс. Но директор отмахнулся от этой мысли, как от мыльных пузырей. Эх, я расслабился. Хватит уже мечтать. Нельзя потерять концентрацию. Директор обязан защищать свою Академию. Эн, не могла бы ты посмотреть, если ещё не успевшие скрыться ученики. Мы займёмся другим делом. Шепнул крупный учитель в доходящей до локтей ярко-красной робе на ухо учительницы здесь стало даже больше, чем раньше. Но прежде чем учительница закончила фразу, кто-то положил руку ей на плечо. Со времён Эльфанда прошло уже больше десяти лет. Учитель в робе водяного цвета поправил очки и натянуто улыбнулся. Мы так и не расставались с тех пор. Может, тебе стоит побольше доверять своим одноклассникам? От его надменного тона ей стало немного легче. Этот интеллигент совсем не изменился со времени их знакомства. И правда, прошло уже так много лет. И всё это долгое время мы были вместе, а значит сейчас, нет, именно потому, что сейчас такой случай я доверюсь им. Будьте осторожны. Она ударила землепробиркой, которую держала в руках. Стекло разбилось с кристально чистым звуком, и вокруг неё поднялся белый дым, катализатор. Арзус, песня белого. Из белого дыма, напоминающего утренний туман, огласив Академию ржанием, возникли три снежно-белые крылатые лошади. Белая благородная ария Пегас, песнопение, о котором она мечтала, когда была ученицей. Учительница взобралась на спину одному из Пегасов, и, отдав приказы двум другим, прокричала своим коллегам. Зессель, Миррор, держитесь, я скоро к вам вернусь. Давай позвоним в колокольчик цвета ночи. Давай позвоним в колокол начала. Мальчик в тёмной синей робе пёл ораторию. Он стоял во дворе в самом центре академии. Это была странная сцена, за исключением небольшого круга диаметром в несколько метров, всё пространство вокруг было объёто пламенем. В центре этого круга стоял мальчик и, закрыв глаза, что-то бормотал. Пламя было необходимо ему как катализатор, неопытный певчий мог компенсировать недостаток навыков только катализатором, именно поэтому ему было нужно так много огня. Постепенно жар стал ощущаться и в центре круга, алые языки пламени медленно приближались, бежать было некуда, мальчика скоро должно было поглотить огненное море. И всё же на лицо юного певчего не было заметно тревоги. Он точно чувствовал жар, по его маленьким щекам катился пот, даже волос насквозь промокли, он боялся окружать себя пламенем, но у него было и чувство превосходящее страх. Лишь тебе я желаю, я желаю тебя. Оттого ли ты платишь тиши одиноко, потому я приду к тебе первым, где бы слёзы твои не лились. Ты мала, ты нигде, ты здесь жила, но больше всех. Он стоял в одиночестве, никому не известный песнопевец заката. Его гимн сумерек никто никогда не слышал. В таком случае, вместо той, которая должна была быть здесь изначально, я присмотрю за юным странником цвета ночи. Ева Мари, одинокая маленькая девочка, единственная признанная мной песнопевица. Прямо над академией, ещё выше, чем летавшие в небе химеры, очень медленно, но неотвратимо начал открываться канал. Арма поднял голову, кончик его носа был устремлён именно туда. Когда-то все вокруг смеялись «Нейт, и правда твой сын». Словно возвращая доброе имя матери, сын исполнил оставленную ею песню. Наблюдая за мальчиком, Арма не заметил того, как выражение его лица смягчилось. Осталось только дождаться того момента, когда охватившее мир пламя красится в цвет ночи. Арма сидел на земле и внимательно смотрел на мальчика. «Это и правда утомительно». Хсен смахнул рукавом куртки, уже почти попавший в глаза пот. Рядом с ним парил уже третий блуждающий огонёк. Хоть они и относились к песнопениям второго уровня, их сила не была бесконечной. После определенной степени истощения они исчезали без предупреждения. Да и у Ксинса силы были уже на исходе, но если бы он потерял концентрацию, вероятность успешного песнопения непременно снизилась бы. Судя по всему, Директор сейчас сдерживал Гидру, однако против этого монстра даже Виверны скорее всего не способны были что-либо сделать. Пока одна голова отбивала атаки, остальные четыре выплёвывали всё новых и новых Химер. Ксинс очень хотел помочь Директору, но даже просто уничтожение Химер отнимало все его силы. К тому же, пока Радужный Певчий зачищал одну партию, Гидра успевала призвать новую. Замкнутый Он достал из внутреннего кармана куртки небольшую пробирку. По жёлтой поверхности воды пробежали круги. Хотя в обычной ситуации он экономил этот катализатор, сейчас его количество всё уменьшалось и уменьшалось. У нас получилось просто невероятное состязание. Даже не улыбнувшись, Ксинс откупорил пробирку. Здание находилось в двух сотнях метров от корпуса первых классов. Это был корпус вторых классов. Который был необходим для создания пламени цвета ночи. Мео, затаив дыхание, пробиралась по аллее за корпусом. Она передвигалась таким образом не для того, чтобы скрыться от людей, а чтобы не попасть на глаза кружащим в небе чудовищем. Время от времени в свете огня Академии мелькали тела химер. Хотя учителя активно занимались их зачисткой, Мео казалось, что их количество так и не изменилось с момента первой атаки. Как минимум их стало не сто, а девяносто, не более того. Если меня обнаружат, уж в этот раз все точно кончится печально. Зеленые песнопения не подходили для сражений. У Мео не было средств для победы над трехголовым монстром, она даже отогнать бы его не смогла. Девушка могла лишь молиться, чтобы ее не заметили. Сливаясь с тенями Академии, она удалилась от корпуса первых классов, скрываясь среди растительности. Вот оно, последнее препятствие. Мео говорила, чтобы убедить саму себя. Перед ней лежал последний участок пути между корпусами первых и вторых классов. Здесь не было теней ни от зданий, ни от деревьев, только пятьдесят метров за асфальтированной дороги. Какой у меня там рекорд по бегу? Удары сердца стали сильней, они практически причиняли боль. Пусть у нее за десять секунд. Меня точно не заметят, ни за что не заметят, а даже если заметят, я уже скроюсь в здании. В любом случае нельзя просто так сидеть и выжидать. Нельзя оставлять клю или дно. И девушка сорвалась с места. Мео не могла позволить себе ни обернуться, ни посмотреть наверх. Ее глаза были устремлены только вперед. Она чуть не споткнулась на ночной дороге, хотя расстояние не было большим, из-за недостатка кислорода у нее заболела голова. Все зависит только от меня. Девушку чуть не раздавило ощущение напряжения. Но она пробежала всю дистанцию, стоило ей коснуться здания, как она сразу же рухнула на землю от истощения. Я еще ничего не сделала. Я должна найти его и отнести Нейто. Чувствуя головокружение, Мео скрылась в здании, она направлялась к лаборатории кабинета химии. В это же время Кейнос Песня Красного Учитель в темно-красной робе призвал багровое пламя, двух химер приближавшихся к зданию, где укрылись ученики, накрыл алый водоворот. Но был обратный эффект. За мгновение до того, как водоворот поглотил самого перед мужчиной в красной робе возникла тонкая пленка из воды. Казалось, что эту прозрачную стену можно было проткнуть пальцем, но она все же остановила бушующее пламя. Зессель, ты переусердствовал. А? Я разве встречался с тобой взглядами? Или просил о прикрытии? Повернувшись к стоящему рядом коллеге, Зессель рассмеялся низким голосом. В любом случае, должен был сделать огонь хоть немного обжигающим. Нечасто можно услышать от тебя настолько разумные слова. Миррор натянутый улыбнулся, не прекращая осматриваться вокруг. Скольких ты убил? Пятерых. Неприятно, что они не лезут все вместе. Мда, у меня осталось только два искусственных рубина. Внимательно наблюдая за небом, Зессель проверил количество катализаторов на грудном кармане. Из-за того, что атака была внезапной, ситуация с расходными материалами была тяжелой. Зессель хотел покончить со всеми врагами-песнопением первого или второго уровня, но он никак не мог сконцентрироваться из-за постоянных нападений. С другой стороны, существа, призванные песнопениями третьего уровня, основными ариями, сражаясь против Химер, могли добиться только ничьей. Поэтому он медленно отступал и уже почти уперся спиной в здание, как его напарник вдруг проговорил. Энн запаздывает. Возможно, возникли сложности при спасении учеников. Зессель мгновенно ответил заранее заготовленной фразой, он понимал настроение тихо шепчущего Мирора, потому что сам ощущал себя так же. Но сейчас мне остается только верить в нее. Прикрой меня, я разберусь с ними песнопением второго уровня. Сжав правой руки Рубин и не дожидаясь ответа от коллеги, Зессель закрыл глаза. Стоявший рядом с ним Мирор размахнул своей темной синей робой и только этот звук достиг ушей Зесселя. В эту же секунду кусты в нескольких метрах от него покачнулись. В свете углей возникла трехголовая тень. Зессель! Крик Мирора был похож на виск. Эта штука пряталась там! Не имея достаточно лишнего времени, Зессель мог только снизить уровень песнопения со второго до четвертого. Песнопением пламени я смогу сразу же... Нет, не получится! Зессель чувствовал горечь, Химера была слишком близко, Мирор не успевал призвать водяную пленку. Если бы Зессель воспользовался огнем, то и сам оказался бы в воронке пламени, хоть он придумал несколько вариантов противодействия, ни один из них не мог изменить ситуацию. Что же мне делать? Что ты делаешь, Зессель? Монстр не упустил его секундного замешательства. Когда Зессель пришел в себя, было уже слишком поздно, клыки зверя были уже рядом с ним. Нет! Он не мог ни сдвинуться, ни закрыть глаза, он уже приготовился к тому, как клыки вонзятся в его тело. Но вдруг... Ностис, возврат! Раздался спокойный торжественный голос, и прежде чем Зессель успел хоть что-то понять, Химера затянула в ее собственную тень. В одно мгновение от нее остался только звук, с каким камень врезается в поверхность воды. Что за... Это невозможно! Зессель огляделся. Вокруг не было никого и ничего. Ты в порядке? К нему подбежал Миррор. Из-за произошедшего Зессель не мог выговорить и слова. Если призванное существо было отправлено назад, значит это тоже песнопение. Но что это было? Прохрепел Зессель. Ему никто не ответил. Миррор тоже был ошеломлен случившимся. Его лицо будто бы говорило, если ты, на чьих глазах это произошло не понимаешь, то я тем более не пойму. Техника, обычно называемая обратной песней, позволяла изгнать призванное существо. Но никакая обратная песня не затягивала существо в его же тень. Даже сам Зессель, учитель песнопений, не имел ни малейшего представления о том, какого цвета было это песнопение. Он впервые видел подобное, ему даже не доводилось слышать о таком. «Миррор, ты это слышишь? Слышу что?» Он переспросил, «Неужели это мои галлюцинации?» «Хватит, я же учитель, я должен держать себя в руках». Сразу, как только Химера была изгнана, просвистевший в его ушах ветер донес до него звук откуда-то издалека. Это был голос, который он слышал когда-то давно, очень давно. «Птица без крыльев?» «Птенец, только что вылупившийся из яйца?» «Ты…» Откуда-то издалека звучал неясный похожий на эхо голос. Невозможно было определить мужской он или женский, голос был туманным, не принадлежащим этому миру. «Клюэль!» Наконец она осознала, что голос обращается к ней. Она вспомнила это слово только когда услышала его. «Все правильно. Это мое имя». «Позови меня. Дай мне имя». «Кто ты?» «Я это ты. Я твои крылья. Проснись же». «Я не понимаю тебя. И хотя я не знаю тебя, извини, я очень устала». «Но ты обязан летать. Давай полетим вместе, под покровом тихой-тихой ночи». «Ночь». Что-то глубоко в сердце отозвалось на это слово. Нити сознания, которые были разрезаны, соединились вновь. «Ночь. Ночь. Цвет ночи». Что-то кольнуло у нее в груди. «Почему?» Она чувствовала, что должна двигаться, хотя силы уже давно покинули ее тело. Она чувствовала, что должна идти. Но она не знала, зачем, не знала, ради кого. «Ночь. А ком это? Ну же, ответь мне». «Проснись». Голос не ответил. «Проснись». Слово исчезло. Мир снова погрузился в тишину. «Отнеси идите его крытье». Учеников, получивших ожоги от пожара и избежавших от отак зверей, было намного больше, чем ожидалось. Пегас мог унести на себе всего двоих. Изначально она привела трех пегасов, но на деле потребовалось в два раза больше. Чувствуя жар бушующего пламени, она вытерла под солба. «Все, вроде больше никого нет». «Есть кто-нибудь? Если есть, отзовитесь». Ее голос было трудно расслышать из-за треска огня вокруг. Она обогнула корпуса вторых и третьих классов и добралась до перекрестка рядом со школьным двором. В кустах раздался шорох, и она рефлекторно обернулась. «Здесь кто-нибудь есть?» «Наверное, он слишком сильно пострадал Этхимер и даже на помощь позвать не в состоянии». Такая мысль крутилась у нее в голове. «Эн, прочь оттуда!» Чей-то голос. В тот момент она даже не поняла, что он обращался к ней. Не обратив на него внимания, она сделала шаг вперед. «Ха?» Из кустов на нее смотрели три пары глаз. «Не может быть!» Эн не успела даже испугаться, как кто-то выскочил прямо перед ней. Она увидела только куртку цвета пожухлой травы. Взревев, Химер рванула с места, певчий принял удар ее когтей левой рукой. Даже стоя позади него, Эн услышала отвратительный хруст. «Нусис! Возврат!» провормотал мужчина, коснувшись противника правой рукой. Вспыхнул зеленый свет песнопения, и тело зверя мгновенно стало размытым. Убедившись, что существо окончательно исчезло, мужчина глубоко вздохнул и повернулся к Эн. «Хоть ты всегда хладнокровна, когда сосредотачиваешься на чем-то, перестаешь замечать все вокруг, ты так и не изменилась со времен Альфанда, Эн. Перед ней стоял ее одноклассник из средней школы. Ксенс? Давно не виделись. Мы оба были очень заняты состязанием, поэтому я не нашел времени поприветствовать тебя. Как там The Cellemirror? Они тоже работают здесь, не так ли? Оглядевшись вокруг, он назвал имена тех, рядом с кем она недавно находилась. Они у корпуса первоклассов, но... Эн еще не успела договорить, когда заметила, что стоящий перед ней мужчина старается не тревожить левую руку. «Хсенс, неужели у тебя... Я был очень прометчив». Он отвел взгляд. Так и думала «Перелом». Попытка остановить лапу Химера своим телом была не просто опрометчива, а полностью безрассудна. Но он не мог сделать ничего другого для того, чтобы спасти ее. В ситуации, когда враг и союзник слишком близко друг к другу, песнопение задело бы обоих. Чтобы защитить ее, он мог воспользоваться только техникой, для которой требовалось касание. Обратные песни. «Извини, мне больше нечего сказать». Если сравнить по боевому потенциалу ее и одну руку радужного певчего, то последний был явный перевес. «Тебе не стоит извиняться, там и правда мог оказаться раненый ученик. Просто я уже осмотрел почти всю территорию и знал, что там никого нет». Спрятав левую руку под куртку, ее одноклассник огляделся. И все же, как не вовремя, она еще и ударила со всей силы. Окружавшие их тени одновременно начали приближаться, звери приземлялись. Это не было просто совпадением. Призванные существа все это время окружили по небу, ожидая своего шанса. Того момента, когда представлявший для них угроза враг ослабнет. Энна считала десять химер. Если они все атакуют одновременно, даже радужный певчий не сможет справиться с ними. У женщины остался только один катализатор, а пал в кольце у нее на руке. Неудача недопустима. А значит, я должна призывать пегаса. Только одного. Вероятность провала возрастет, если я попытаюсь призвать двух. Неважно, что будет со мной, но его я обязана вытащить отсюда. Дело не только в химерах. Только он способен победить находящуюся в тылу гидро. Ксенс, когда я призову пегаса, сразу же забирайся на него. Прошептала Энн, стоя спина к спине с Ксенсом. Неожиданно его спина вздрогнула. Ты совсем не изменилась, Энн. От его тона Энн застыла, его голос не был низким или к чему-то принуждающим, а скорее наоборот очень спокойным. Но почему его спокойствие заставляет меня дрожать от страха? Когда тебе сложно говорить, ты начинаешь честить. Я ни за что не сбегу один. На этот раз от его слов Энн потеряла дар речи. Как я и думала. Я смутно чувствовала это еще во времена Эльфанда. Я ненавижу, когда ты так говоришь. Почему ты так много обо мне знаешь? Нет. Я прошу тебя, убега. Энн не успела договорить. Ее голос пропал, потому что стоявший перед ней человек неожиданно улыбнулся. Я больше не хочу терять друзей. Его улыбка казалась бесконечно одинокой, она словно бы говорила, что он все понимает и почему-то чувствует отчаяние. Из десяти химер в поле зрения Энн было пять, ближайшая из пяти рванула к ней. Кейнос, песня красного. Волна пламени сожгла все, нет, должна была сжечь, но когда Ксинс почувствовал острую боль в левой руке, его концентрация сбилась. Возникшее пламя было намного меньше того, которое представлял себе радужный певчий. Химера прорвалась сквозь разрыв в огне, атакованный в самый неподходящий момент, Ксинс застыл. Нет, мое песнопение не успеет. Ксинс! В этот раз когти точно пронзят его. Семьдесят два столпа Гаэтии, двадцать восьмой ключ Беритс. Гаэтия. Первая часть оккультного гримуара Легемингтон, он же малый ключ Соломона. В Гаэтии описываются семьдесят два демона, служивших царю Соломону и методы их призыва. Беритс, двадцать восьмой демон Гаэтии. Внезапно, прямо из-под атакующей Химеры, из ее тени возник рыцарь на багровой лошади. Он был в угольной черной броне, длинное копье в руках рыцаря имело такой же цвет, как и его броня. Из-за появления незваного гостя Химера смело, затем рыцарь играючи, одним взмахом копья раскидал всех остальных Химер. Он силен. Рыцарь значительно превосходил по силе Химер, относящихся к песнопениям третьего уровня. Значило ли это, что сам он призван благородной Арией? Но Энн никогда раньше не видела такого песнопения. Кто же его исполнил? Не обратив на Энн с Ксинсом никакого внимания, рыцарь исчез безо всякого предупреждения, оставив после себя лишь некое ощущение сна. Но вокруг них лежали побежденные рыцарем Химеры. Энн, это твое песнопение? Все еще пребывая в шоке, Энн только покачала головой. Это моя фраза, но ясно одно, спасший нас сейчас певчий хочет, чтобы мы выжили. Ксинс, нам надо еще немного потрудиться. Энн подошла к Ксинсу, словно пытаясь защитить его. Жизнь дана нам не просто так, поэтому нельзя сдаваться до самого с необычно серьезным голосом, став с ней спина к спине. Ты изменилась. Ты стала сильной. Нэйт. Мальчик вспомнил последние слова, истощенные и прикованные к постели мамы. В свои последние минуты мама не пыталась прощаться или говорить слова любви. Она передала ему высшую благородную арию песнопения Цвета Ночи, ораторию для призыва истинного Духа Ночи. Это песнопение, созданное ради тебя. И поэтому, Нэйт, я расскажу о нем только тебе. Мама с трудом протянула правую руку с кровати, опустив глаза, Нэйт сжал ее руку. Она была очень тонкой, даже смотреть на нее было больно, но он не мог отвернуться. Ты думаешь, что исполнять песнопение сложно? На этот вопрос не было правильного ответа. Хоть Нэйт и был очень юн, он это понимал. И все же сейчас он мог ответить только сложно, потому что об успехе песнопения, которым научила его мама, не стоило говорить. Неудачи были для него обычным делом. Но я думаю, это песнопение ты сможешь исполнить. Мама сжала его руку чуть сильней. Тебе нужна не техника, а драгоценный для тебя человек. Желание защитить его. Передай это чувство истинному духу ночи, потому что истинный дух ночи одиноко. Это отличалось от того, что мама говорила раньше. Она впервые давала совет не о технике, а о состоянии души. Поскольку она хорошо знает боль одиночества, она обязательно защитит тебя от него. Да, защитит. Обязательно защитит тебя. По руке мамы ему передалась сила. Но в следующее мгновение она исчезла, как будто обрезали какую-то нить. Мама! 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 Он раз за разом звал ее, сжимая ее руку. Она же просто уснула. Она обязательно назовет меня по имени еще раз. Обязательно сожмет мою руку снова. Правда, мама? В этом месте лишь я и как было обещано песню дарю. Мелодия это дрожь сердца и танец рыданий. Мелодия это трепет души и торжество слез. Ведь она пропитавшая мир песни драгоценной ночи. Ведь она охватившая мир объятия возлюбленной ночи. Песня сумерек продолжалась. Преврати воображение в слова из поих пусть изливающиеся в окружающий мир воображение станет звуком и раздастся в ушах. Тогда включится новый контрвоображение. Если долго тренироваться можно исполнять песнопение вплоть до второго уровня без оратурии подобно тому как это делал радужный певчий. И только высшие благородные ории не следуют этому принципу. Потому что истинного духа можно призвать только выполнив специфические для него условия. Три связи использовать особенный катализатор и спеть особенную ораторию. Только после этого песня достигнет истинного духа. Только вместе с катализатором и ораторией и наконец истинным именем призыв истинного духа может быть завершен. Я слышал ораторию от мамы. Теперь когда появится катализатор я точно смогу призвать духа. Потому что так сказала мне мама я встретил человека обменявшегося с необещаниями. Я сам поклялся Клюэле Мио и передам эти чувства истинному духу ночи. Передам что хочу защитить драгоценное для всех место воспоминаний. Не вытирая пот Нейт продолжал свое песнопение. С несколькими герметичными контейнерами в руках Мио сбежала вверх по лестнице перепрыгивая через ступеньки. Она направлялась на крышу здания вторых классов чтобы осмотреться. Когда девушка бросила взгляд на окно лаборатории двор за зданием уже давно превратился в огненное море. Если не буду торопиться то все мои специальные приготовления станут напрасными. Пока у меня есть это пламя цвета ночи. Ключом к разгадке тайны был эксперимент по смешиванию катализаторов который она провела вместе с Нейтом и Клюэль. Создание несуществующего цвета пламени ни магия ни совпадения не чудо. На самом деле это просто смесь катализаторов о которых все знают. Любой человек дочитавший учебник до конца сможет найти ответ. Коричневые контейнеры у нее в руках сталкивались друг с другом. Надо спешить. Но ни в коем случае нельзя допустить чтобы контейнеры треснули при малейшей трещине содержимое быстрое кислецей разрушится. Жди меня Найт. Дверь на крыше наконец появилась поле ее зрения. Это конец. Отчаявшийся Зе Лорд Фил упал на дно колено. У него полностью закончились катализаторы. Он отправил Джессику за новыми, но она до сих пор не вернулась. По правде говоря, все свои возможности директор академии уже исчерпал. Гидра медленно приближалась. Если эта линия обороны падет, то ничто не защитит убежище в здании первых классов. Хотя там еще оставалось несколько учителей, но их катализаторы тоже должны были быть на исходе. Что еще можно сделать? Если я отправлю предупреждение скрывающимся в здании искать новое укрытие, то надо готовиться к еще большей панике, чем в первый раз. Директор смотрел на приближающегося к нему монстра. Хотя еще не было ясно воспользовался ли кто-то теми зловещими яйцами, но кое-что можно сказать наверняка. Никто не мог предвидеть появление такого чудища внутри Академии. Что? Гидра внезапно прекратила двигаться. Она как будто застыла, единственным исключением были глаза. Только глазные яблоки злобно рыскали по округе. Она что-то ищет, но что? Не понимая ее странного поведения, старик мог только молча наблюдать за ней. Что случилось? Язык и губы были сухими, горло болело, из-за того, что она попыталась заговорить. Прислонившаяся к стене зала Клюэль не знала, что происходит снаружи. Как долгое было бессознание. Обычно призванный песнопением огонь исчезал через несколько минут. Призванное Клюэль пламя уже погасло, а значит, как минимум столько времени точно прошло. Кровотечение в левом плече тоже остановилось. Уже час пролетел? Или всего несколько минут? Как тихо. Поэтому голос Клюэль отдавался эхом. Откуда то дул сухой ветер, несё с собой треск пламени, Клюэль впервые подумала, что быть одной страшно. Перед глазами у неё всплыли лица родителей, когда они исчезли, она вспомнила про своих друзей. Интересно, в безопасности Ленейт и Мео? Но что такое сейчас эта безопасность? Когда уже там вернётся обещавшая прийти Кейт? Нет, нельзя завышать ожидания, что-то могло случиться с убежищем, а я об этом не знаю. Клюэль услышала, как стекло разбилось от того, что на него наступили. Это Кейт? Однако достигшее её ушей речения мгновенно разбило всю надежду. Ненавижу нас только упрямых. Зверь с ожогами по всему телу постепенно сокращил дистанцию, его мшисто-зелёное тело стало полностью чёрным. дым, это была та самая химера, которую Клюэль отогнала, прежде чем потереть сознание. Она не могла шевелить сожжёнными крыльями и приближалась медленно, словно хромая. Что делать? Снова использовать кровь как катализатор? Но я уже потеряла слишком много крови. Мне кажется, ещё чуть-чуть я действительно засну навсегда. Это моё тело, мне лучше знать. Оба варианта так себе. Я уже достаточно продержалась. Возлюбленный птенец, покинувший гнездо, птенец, что вот-вот вылупится из яйца, певица без крыльев. Голос. Снова он. Но я слышу его отчётливее, чем раньше. Я твои крылья. Назови моё имя. Я думал, это только сон. Но я и правда слышу его. Это не галлюцинация. Но у меня призвать мне не нужен катализатор. Пролитая тобой кровь позвала меня. Ты понимаешь, почему я специально спросил, что у тебя был за катализатор? Даже если бы ты использовала для того песнопения не камня, а что-то другое, ты всё равно призвала бы нечто настолько же впечатляющее. Вспомнились девушки чьи-то слова. Но я же не знаю оратории. Оратория не нужна. Птица должна вылупиться из яйца. Треск твоей скорлупы разбудил меня. Даже среди самых высокоуровневых существ, истинных духов, есть такие, которые не пользуются речью. Девчушка, тебя сейчас раздирает конфликт. Конфликт между ростом и стагнацией, как у птенца, который пытается разбить скорлупу, но не может выбраться. Лишённые эмоции, они поднимались из глубин памяти подобно фонтану. Чьи это слова? Три связи развязаны, условия уже выполнены. Ты давно завершила моё песнопение? Завершила песнопение? Как при дежавю, в её голове всплыла неясная сцена. То, что она призвала во время состязания, окутанные сияющим пламенем, ослепительно яркие, не существующие в этом мире волшебные перья. Горящие перья, огонь, принявший форму перьев. Это осталось только назвать моё имя. Давай же! Она смутно видела, как опалённый мститель прыгнул на неё. Но её сознание сосредоточилось на говорившем с ней голосе. До тех пор, пока ты не вернёшься в яйцо, я всегда буду возрождаться из пёпла. Пока ты не отвернёшься от меня, мы всегда встретим новый расцвет вместе. Ну же, Клюэль Софи НЕТ. Назови моё имя! С блюдных губ Клюэль слетел едва слышный вздох, красная песня, даже не ставшая звуком. Но эта песня девушки пересекла весь многофункциональный зал, затем всю академию. Где-то в мире дрогнуло сердце существа, ожидавшего этой минуты. Когти зверя коснулись чего-то, чего-то мягкого, но они не смогли достичь девушки. Их остановило возникшее перед ней гигантское алое крыло. Зверь попытался разорвать преграду, но его когти поглотило пламя. Я всегда ждал того момента, когда ты родишься. Клюэль, моё вместилище. Одним крылом закрывая девушку, птица взмахнула другим. Всего одно движение, но только от него по залу прокатилась волна жара, химера вспыхнула светом песнопения сжав зубы, Клюэль поднялась. Уже на это ушли все её силы. Она не могла двигаться, однако понимала, что если хоть на секунду расслабиться, потеряет сознание, тело не последует воли разума. Тогда я понесу тебя. Давай же. Скажи мне, куда ты хочешь пойти. На этих словах истинный дух красного, божественная птица рассвета феникс, обнял девушку крыльями. Даже на край света, если таково твоё желание. Скажи, Клюэль, куда ты хочешь лететь? Сначала ей в голову пришло убежище друзей, корпус первых классов. Всё ли хорошо у Ады, Сержас и остальных одноклассников? Если не добрались до здания, то они в безопасности. Затем у неё перед глазами встала фигура девушки в жемчужной сером платье. Той, не цвета ночи. Она точно не сделает ничего безрассудного. Я лучше всех знаю, что она ведёт себя по-детски, но когда действительно необходимо, она проявляет свой блестящий ум. Я наконец она вспомнила лицо юного изучающего песнопения мальчика в тёмной синей робе. Никто не исполнял таких песнопений, как он, одинокий певчий, скромный и склонный к депрессии, постоянно ошибающийся песнопевец. Только этот ребёнок нуждался в том, чтобы кто-то был рядом с ним. Кто-то, кто подбодрит его после неудачи, а в случае успеха будет радоваться вместе с ним. Кто-то, кто будет присматривать за ним. «Ты решила?» Внеф спросила божественная птица рассвета. Клюэль молча кивнула. Нейда стекал потом и тяжело дышал, горячий воздух обжигал лёгкие, от духоты и у мальчика кружилась голова. Огонь пожирал кислород, вызывая головную боль, жар истощал выносливость, разъедал тело. И всё же, несмотря на всё это, Нейд продолжал петь. Сквозь пламя, сквозь школьный двор, сквозь академию, ради той, которая где-то в мире слушает эту песню. Часть четвёртая «О, такое пламя!» Окинув двор взглядом с крыши, она всё поняла. Вся академия была в огне. Единственным исключением была территория вокруг корпуса первоклассов, отчего она почувствовала облегчение. «Нейд, дурак, это же безрассудство!» Она удивилась уже, когда увидела огненное море во дворе, но стоило ей заметить фигуру Нейда в самом центре, и контейнеры чуть не выпали из рук девушки. «Но это показывает, насколько ты в меня веришь, не так ли?» «Я не могу предать его веру, я призову пламя цвета ночи!» Она переложила все контейнеры в одну руку. «Осталось только бросить их в огонь!» То, что она собиралась сделать, было по сути простейшим химическим экспериментом, который каждый проводил в своей жизни хотя бы раз. Пламя цвета ночи. На самом деле это реакция окрашивания пламени. Обычный огонь красный, но если добавить у него особенный металл, он станет совершенно другим на вид. Если бросить в огонь определенные соли, например, щелочных или щелочноземельных металлов, то после нагрева и испарения электроны в их атомах перейдут в возбужденное состояние с высокой энергией. Но поскольку возбужденное состояние нестабильно, электроны быстро возвращаются в обычное состояние. При переходе в состояние с низкой энергией, электрон излучает разницу в энергии между двумя состояниями. Когда длина волны этого излучения совпадает с видимым спектром, огонь приобретает характерный для металла цвет. Другими словами, можно создать огонь, светящийся цветом ночи. Серебристый металл с мягкой структурой, мгновенно окисляющийся на воздухе. Тридцать седьмой элемент периодической таблицы рубидий. Название происходит от слова рубидиус. Красно-фиолетовый огонь. С его помощью можно создать очень темное пламя. Песнопение от света ночи. Песнопения, которых не должно существовать, будут завершены с помощью огня, которого не должно существовать. Остается только поверить в него, так же, как он поверил в меня. Держи, Найт! Мео со всей силы швырнула контейнеры с крыши во двор. Пятиголовая гидра инстинктивно огляделась вокруг. Ее посетило нехорошее предчувствие, она не знала причины опасений, но ей точно что-то угрожало. У нее не было соперников, но хоть она это и понимала, надо уничтожить. Послала сигнал остальным головам белая. Надо все уничтожить, согласилась зеленая. Но где наш противник? Засомневались желтые и синие. Не знаем, нужно искать. Четыре головы осматривали округу восемью глазами. Там до сих пор молчавшая красная голова внезапно начала двигаться, она смотрела в то место, где пламя сияла особенно ярко. Этот огонь, когда он успел стать черным, недавно он был такого же цвета, как и я. Все головы повернулись в указанном направлении, десять глаз уставились на маленькое существо посреди пламени, одетый в робо почти такого же цвета, как и сверкающее черное пламя, крошечный, ничтожный, на первый взгляд, певчий. Это он, это тот враг, которого мы должны уничтожить. «Ксинс, что это?» тихо прошептала прикрывавшая ему спину Энн. «Что?» Зажав катализатор в правой руке, он приподнял брови. «Это песня?» Как только Ксинс слушался внимательней, он содрогнул со всем телом. Нежный голос пересекал окружающее пламя и двор, мирно окутывая всю академию. Трещал огонь, яростный вол ветер, но между них ясно слышалась тихая мелодия, печальная и одинокая, но почему-то очень дорогая для него. Где и когда я ее слышал? «Да вернется к тебе-то клятва, что выткана цветом ночи. Торжественная клятва цвета ночи с тобой всегда, везде, навечно. О, забытое дитя, пусть все забудут и тебе, но не забуду я». Замерзшие чувства в его сердце начали воскресать. Эта песня в тот день она не могла быть ничем другим. Поэма полная трагических чувств, мелодия, стремящаяся к вечному сну и одиночеству. Но в этот раз текст был другим. Кто же поет ее? Нет, точно не я в амории. И текст, ритм и певец все отличалось. И все же эта мелодия, сколько бы времени не прошло, не потеряла своего чистого и нежного звучания. Дитя, что было рождено, начал дуть новый ветер. Добро пожаловать обратно в колыбель. Время сна в колыбели кончилось, так объявил заветный колокол. И тогда я, и тогда ты. Песня прервалась. Это был знак окончания оратории, последний куплет подошел к концу. Он не смог дослушать ее тогда, в тот день девочка сама перестала петь. Так и не дождавшаяся своего конца поэма ночи. Никогда прежде не спет и последний куплет. Значит, там было продолжение. Воспоминания и мелодия слились, он до сих пор помнил слезы девочки. Его бесконечно желанная мечта, ставшая иллюзией за прошедшего показавшегося вечностью времени. Ксенс вспомнил все. Она заметила. Почувствовав приближающийся грохот, Армос ощурил глаза. Сильно, канал даже не закрылся, а она уже почувствовала слабые признаки, проявляющиеся из-за оратории. Но это скорее всего потому, что призываемое существо достаточно могущественно. Успеет ли Нейт? Хотя все и выглядит довольно неплохо, риск очень велик. Песня Нейта закончилась, осталось добавить катализатор, и все условия будут выполнены. Но пламя до сих пор не изменило цвет, оно оставалось красным. Хоть я и не хочу этого говорить, сейчас еще можно сбежать, нельзя потерять Нейта, иначе его мама ни за что меня не простит. Я буду ждать. Арма не сказал ни слова, но стоявший рядом с ним мальчик угадал его мысли. Потому что я обещал Мио. Нейт не моргая смотрел на алую стену огня. Впервые в своей жизни Арма демонстративно вздохнул, столкнувшись с приближающимся кризисом, мальчик решил принести клятву в самый ненадежный час, не зная, сможет он это сделать или нет. Раньше я этого не замечал. Я думал, что его характер совершенно не такой, как у матери, но похоже, упрямство он и наследовал от нее. И скорее всего, именно по этой причине я так привязался к Нейту. Неважно, делай что хочешь, я буду с тобой до самого конца. Одновременно с его словами раздался какой-то резкий звук, звон бьющихся стеклянных контейнеров прокатился по двору. А когда звон утих, окружавшее их пламя окрасилось в цвет ночи. Спасибо, Мео. Все условия выполнены, осталось узнать, соответствую ли я им. Нейт выдохнул весь воздух, собравшийся у него в легких. Я буду наблюдать до самого конца. Он повернулся к черной ящерице и слабо кивнул. Хоть пламя окрасилось в цвет ночи, исходящий от него жар остался тем же. С одной стороны, пламя самый эффективный катализатор, с другой его сложнее всего контролировать. Если допустить хоть одну ошибку, то все накопленные концентрации воображения полностью исчезнут. Второго шанса не будет. Нейт убедился, что гидра движется к нему. Одновременное использование пяти цветов породило призванное существо, чей интеллект превосходил человеческий. В небе над головой летало несколько десятков химер. Но мама сказала, что истинный дух ночи обязательно всех защитит. «Все зависит только от меня». Нейт сумел удержать концентрацию, однако он чувствовал, что его разъедает мощное напряжение. Все тело и роба взмокли от пота, но этот пот отличался от естественного, появляющегося из-за тепла. Хотя мальчик не двигался, его голова кружилась, и когда он попытался выпрямиться и вздохнуть, а... Нейт потерял равновесие, мигрень, он почувствовал вялость, мир перед его глазами стал смутным, похожим на мираж, слишком сконцентрировавшись на оратории, он не заметил странностей, происходящих с его телом. Острый тепловой удар, излучаемый пламенем жар оказался слишком тяжелой нагрузкой для организма тринадцатилетнего мальчика. «Нейт!» Даже голос армы звучал как галлюцинация. Нейт падал в огонь. Его сознание было отрешенным, как если бы это падал не он. Сон был подобен сладкому соблазну. «Нельзя! Нельзя потерять сознание сейчас!» Но хоть он это и понимал, его ноги отказывались двигаться. Словно стремясь обнять мальчика, огонь протянул к нему свои языки. «Нет, так нельзя, никак нельзя!» «Я обещал!» «Я обещал многим людям!» «Потому что я хочу что-нибудь сделать!» «Сделать что-нибудь ради всех остальных!» Прежде чем огонь коснулся Нейта, кто-то удержал одетого в роба мальчика на ногах. Кто-то прыгнул в пространство между ним и пламенем. Нейт бессознательно схватился за чью-то руку. «Кто же это?» «Нейт, ты, как всегда, слишком много на себя взвалил!» Кулак легонько стукнул его по голове. «Я не могу помочь тебе с песнопением, но могу хотя бы побыть с тобой». «Мама?» «Я думал, что этот голос тоже галлюцнация, но я и правда держусь за ее руку». Нейт протер глаза, перед ним стояла не мама. Он заметил только белое платье, подняв голову, он увидел лицо девушки с повязкой на левом плече. «Клюэль?» Девушка слабо улыбнулась и кивнула. «Быть не может! Как ты здесь оказалась? Нет, есть вещи поважнее! Скорее убегай! Огонь уже слишком велик, да и гидра движется сюда!» Девушка никак не ответила на его слова. Она внимательно и спокойно смотрела прямо на него. Оратория уже закончена. Его губы не двигались, все галлюцинации исчезли, он перестал слышать даже треск пламени. Он видел только ее, внутри него звучал только ее голос. «Все хорошо, я буду рядом с тобой. Давай призывать вместе». Впервые Нейт был рад окружающему их огню, потому что жар осушил то, что вытекало у него из глаз. «Спасибо большое! Теперь ей правда в порядке!» Словно благословляя их обоих, с неба сыпались подобно снежинкам алые перья божественные птицы. Певчий «Цвета ночи» и девушка вместе протянули руки к огню «Цвета ночи», тот не обжег их, а ярко осветил своим сиянием. Свечение «Цвета сумерек» поднималось в небо, Нейт спел заветную песню и назвал заветное имя. «И тогда я, и тогда ты, Ева, хозяйка сумерек, женщина-истока, ты улыбнешься на рассвете». Заключительный аккорд «Радость, которую ты желала». Ева улыбается на рассвете. Часть первая «Эй, Ада, что это?» шепнула Сержис на ухо подруги. Затаев дыхание, они скрывались в комнате класса 1Б. Сержис немного раздвинула занавески открытого окна и, не обнаружив Химер, выглянула наружу. «О чем ты? Там ничего нет». Поменявшись местами Сержис, Ада посмотрела в окно, но увидела только абсолютно черное небо, бесконечно разлившееся во все стороны. «Нет, посмотри туда!» Сержис пальцем указала в сторону школьного двора. Несколько секунд Ада смотрела в указанном направлении. Небо там искривилось. «А?» Ада наконец поняла, что хотела исказать одноклассница. Это было не небо. То, что она приняла за небо, на самом деле было пламенем сине-фиолетового цвета. Освещавшее двор пламя цвета ночи поднималось в воздух и соединялось. Огонь сосредотачивался в одной точке подобно гигантской воронке. Незаметно для всех в небе родился тускло-сияющий канал. Ада не замечала его до сих пор именно потому, что он был невероятно большим. «Что это? Что за неизвестный канал? Он огромен. Я еще никогда не видела настолько бросающегося в глаза канала». Сияние врат росло и неожиданно разорвалось. Это значило, что песнопение было завершено. «Что?» Мео обессиленно прислонилась к ограждению крыши. Она ясно видела момент полного открытия канала. Истинные духи, призываемые высшими благородными ариями, очень различались между собой. Но у них было одно общее гидро, что зеленые виверны, все призванные существа такого рода были абсурдно большими. Насколько же громадное существо появится из такого канала? Мео всматривалась настолько внимательно, что даже перестала моргать, но хоть врата раскрылись, из них ничего не вышло. Неужели оно провалилось? Она хотела проверить свое предположение, но поскольку освещавшее двор пламя исчезло, все вокруг снова погрузилось в кромешную тьму. Что случилось? Единственное, что она увидела, гигантскую вломившуюся во двор тень. Она не знала причины, но монстр почему-то сменил направление и теперь двигался туда. Если песнопение провалилось, то больше ничего сделать было нельзя. Времени на еще одну высшую благородную арию уже не было, гидро приближалась к центру двора. Именно там недавно находился Нейт. Но сейчас из-за темноты Мео не могла различить его фигуру, она не была уверена, что он смог сбежать. Более того, я не хочу его видеть. Если освещение восстановится и Нейт еще будет там. Однако словно насмехаясь над ней, работавшие с перебоями неоновые огни включились именно в этот момент, вновь осветив академию. Весь двор снова был залит ярким светом. Прошу, пусть его там не будет, пусть он уже убежал. Свет слепил ее, но она все равно вгляделась в центр двора, и тогда у нее закружилась голова. Быть не может. Он по-прежнему был там. Более того, рядом с ним стояла ее подруга, которая должна была отдыхать в зале. Нейт, Клоло, бегите! прокричала она с крыши. Разумеется, ее не могли услышать, и все же ей оставалось только кричать. Сейчас их троих раздавит чудовище. Стоп, троих? Глаза не подвели ее. Мальчик в темной синей робе, Нейт, девушка в белом платье, Клюэль, но рядом с ними стоял кто-то еще. Абсолютно черный человек, как будто все его тело было укутано в черную одежду. Кто это? Не может быть. Неужели? Я думала, что истинный дух ночи непременно окажется чем-то громадным. Этого не может быть. Оно появилось не из канала. Когда канал открылся, это нечто поднялось из тени Нейта. Трехмерная тень медленно выпрямила спину, но все равно она явно была небольшой. Почти как сама Клюэль. Нет, она была даже ниже девушки. Стоявшая перед Клюэль нечто имело вид человека, абсолютно черное, но при этом выглядящее человек, окутанный тенью. Кроме того, фигура казалась женской, если можно было как-то ее описать, то ближайшая аналогия девочка полностью залитая черной краской. Но пока Клюэль внимательно рассматривала ее, стоявший поблизости мальчик неожиданно пошатнулся и упал. Нейт? Мальчик уже почти упал на спину, но Клюэль успела в последний момент подпереть его правым плечом. Сколько он потерял сознание? Как не вовремя. Гидры уже совсем рядом. Видимо, он перестал чувствовать напряжение и расслабился. Клюэль повернула голову, она не заметила, как истинный дух ночи оказался прямо рядом с ними. Но его надо похвалить. Хорошо держался. Дух протянул тень в форме руки и нежно коснулся пальцами лица мальчика. Ты истинный дух ночи? Похоже, что удивилась тому, что ее внезапно назвали по имени. Одно дело божественная птица, которую я сама призвала, но откуда истинный дух ночи знает мое имя? Хе-хе-хе, мне сказала вон то дитя. Истинный дух поднял голову и посмотрел вверх. Там, в усеянном звездами ночном небе, как будто сливаясь с ним, махало крыльями какое-то гигантское существо. На первый взгляд по размеру оно могло даже сравниться с гидрой. Огни Академии осветили парящий в воздухе силуэт. Это дракон? Гидра ускорилась, ее приближение создавало трещины в земле. Заметив ее боковым зрением, истинный дух ночи вновь посмотрел в небо. Арма, я займусь этим противником, а ты помоги Клюэлина эту спрятаться. Понял. Бас прозвучил подобно самой низкой клавише трубного органа. Что это за вибрация у меня в голове? Это действительно голос? Нет, есть вещи поважнее. Арма? Я знаю это имя. Не может быть. Вот этот дракон? Я же говорил, что я не ящерица. Но времени на пустые разговоры у нас нет. Она идет. Угольно-черный дракон приземлился рядом с Клюэль, порыв ветра мягко качнул ее волосы. Ева, оставляю все на тебя. Девчушка, скорее тащи Нейта сюда и залезай. Клюэль. На мгновение Клюэль посетила иллюзию, что за спиной у нее стоит человек. Обратившийся к ней голос не был смутным, как у Феникса и Армы. Звучавший позади голос был таким же, как у любого обычного человека. Огромное тебе спасибо. Нейт ни за что бы не сумел призвать меня в одиночку. Я здесь только потому, что ты была с ним. Благодарю. Если сможешь, пожалуйста, продолжай помогать моему мальчику и дальше. Моему мальчику? Мне кажется, так обычно не говорят. Она сказала это так, будто речь шла о ее ребенке. Такие слова о людях не очень подходят истинному духу, разве нет? Прежде чем Клюэль определилась, стоит ли ее задавать этот вопрос или нет, ее тело поднялось в воздух. Дракон света ночи подхватил ее передними лапами и взмахнул крыльями. Стой! Неси нас аккуратней! Арма схватила ее, когда Нейт все еще висел на спине у девушки. Хотя скорость полета и была небольшой, из-за очень неудобного положения, если Клюэль хотя бы на секунду расслабилась бы, вниз могла не привык летать. Он явно проигрывает в сравнении с доставившей меня сюда божественной птицей. Просто я очень давно не летал. Ничуть не стыдясь, в дерзкой манере заявил ящер. Эта надменная манера речи окончательно убедила Клюэль. Сомнений больше не было. Этот дракон был хорошо ей знакомым призванным существом. Гигантская летучая ящерица. Ты что-то сказала? В ответ своему как всегда что-то переспрашивающему собеседнику Клюэль быстро покачала головой. Нет. Но прежде спрошу, если ты такой большой, то почему не появился с самого начала? Я и женщина истока песнопения дуэт. Пока одно крыло не призвано, другое не может выйти на свет. Впервые слышу о таком особенном типе песнопений. Но даже если закрыть на это глаза, есть другие вещи, о которых я обязана спросить. Кто такой этот истинный дух? Внизу под ними стояла не сдвигаясь с места истинный дух ночи. Она чем-то отличается. Не знаю чем, но я уверен она отличается от божественной птицы и от этой ящерицы цвета ночи. Если существует какая-то черта разделяющая истинных духов и людей, то она стоит прямо на ней. Ты назвал ее Евой, не так ли? самовольно отбросила свое имя. Сначала они летели низко, но сейчас угольно-черный дракон резко набрал высоту. Несмотря на завывание ветра в ушах, Клюэль отчетливо слышала голос истинного духа, летящего с ней в лапах. Ева, женщина истока, та, кто подарила миру песнопение цвета ночи. Подарила миру песнопение цвета ночи. Услышав такой ответ, Клюэль Эм, то есть это был не Нейт? Ты, наверное, уже слышала, что песнопение цвета ночи создал не Нейта его мама. Я понимаю все меньше и меньше. Мама Нейта уже умерла. Я знаю, что это она создала песнопение цвета ночи, но все же почему истинного духа ночи зовут Ева? Но прежде чем она успела задать этот вопрос, Арма обратился к ней. Закрой уши. Я должен кое-что сделать. Должен сделать? Реветь! Одно простое слово заставило Клюэль трястись от ужаса. Реветь? Стой! У меня же левая рука ранена, а правая держу Нейта. Мне нечем закрыть уши, поэтому не мог бы ты немножко сдержаться? Ее желание было тщетным. Когда угольный черный дракон испустил рев, Клюэль на секунду потеряла сознание. Временный хозяин одного крыла, имя мне Армадеус, тот, кто обнажил клыки. Очарованная одинокой дочерью темной ночи, я призван ее истинным наследником. Повинуясь песнопению ночи, я возвещу об этом миру. Его голос был слышен не только в Академии, он достиг всех концов света. Не став преследовать улетевшего в небо дракона, Гидрос сосредоточилась на оставшемся на земле маленьком истинном духе. Она чувствовала опасность от огромного дракона, но по-настоящему неприятен был стоявший перед ней крошечный истинный дух. Именно в нем она ощущала какую-то угрозу. Гидра исторгла обжигающее дыхание, вновь превратив двор Академии в Огненное море. Место, где только что стоял истинный дух ночи, было полностью выжжено. Маленький истинный дух исчез, не оставив следов, и прежде чем Гидра успела хоть что-то осознать. Извини, эта школа очень важное для меня место. Раздался голос над головами огромного монстра. Пять голов развернулись на голос, пытаясь рассмотреть врага. Позволь высказать тебе мою благодарность, ведь сейчас я могу делать все, что пожелаю. Вскоре все десять глаз неотрывно уставились в одну точку на краю школьного двора, находившуюся на высоте двадцати метров над землей. Там, на одном из засветительных столбов, гордо возвышался абсолютно черный истинный дух. Эй, Миррор, нам это снится? Забыв даже вытереть пот со щек, Засель наблюдал за драконом у себя над головой. Угольно-черный ящер, махавший крыльями на фоне неба, закрытого занавесом цвета ночи, был невероятно большим и величественным. Несомненно, он призванное существо, но к какому цвету относится этот истинный дух? Я сейчас вспомнил кое-что из далекого прошлого. Очень далекого прошлого. Вздохнул учитель в очках. Какое совпадение? Я тоже. Засель тоже вздохнул и продолжил наблюдать за истинным духом цвета ночи, даже перестав моргать. Он вспомнил дремавшие в глубине его памяти больше десяти лет слова «Я хочу песнопения цвета ночи». Во времена, когда он учился в Лифанде, в классе была одинокая, ни с кем не общавшаяся, сидевшая в конце комнаты девочка. Когда он посвятил себя красным песнопением, миррор синим, а энн белым, одна-единственная девочка изо всех сил продолжала стремиться к несуществующему цвету. Но это невозможно. Прежде всего, если бы она и правда завершила песнопение цвета ночи, то её имя уже давно бы гремело по всему миру, точно так же, как и радужного певчего. И в этот момент угольный чёрный дракон проревел. Временный хозяин одного крыла, имя мне Армадеус, тот, кто обнажил клыки. Очарованный одинокой дочерью тёмной ночи, я призван её истинным наследником. Повинуясь песнопению ночи, я возвещу об этом миру. Повинуясь песнопению ночи, одинокая дочь тёмной ночи. Не может быть. Ха-ха-ха-ха-ха! Как такое возможно? Громко засмеялся Зессель, приложив руку ко лбу. Что-то вытекло у него из глаз. Ему оставалось только насмехаться над собой. Девочка презираемая всеми в классе, девочка отвергнутая учителями и школой, а сейчас эта самая девочка защищает нас всех. Мне нужно восхвалять её или скорбеть о ней? Что я вообще должен делать? Что же мы? Насколько же я была глупой? Госпожа Джессика? Здесь стояла та, кто должна была направлять учеников в укрытие бывшая учительница Эльфанда. Ты всегда была права, не так ли Ева Мари? Не утирая слёз, Завуч вновь и вновь от всей души называла имя своей бывшей ученицы. Зачем было так внезапно орать? Прокричала Клюэль в ответ, Еси была катастрофой. Девочка, которая знала о времени своей смерти. Истории подобные это и существует повсюду в этом мире. Хотя большинство людей смиряется с таким исходом, девочка ненавидела свою судьбу. Если я исчезну так ничего и не сделав, то зачем я вообще существую? Она хотела оставить после себя в мире нечто, что служило бы доказательством её существования. По сравнению с недавним рёвом, сдержанный голос Армы был похож на абсолютную тишину. Он как будто разговаривал сам с собой. И девочка положила глаз на песнопение. Решив создать что-то новое, она полностью погрузилась в исследование. Но когда она уже наполовину завершила новый вид песнопений, её тело уже начало разъедать болезнь. Испуганная и беспокоящаяся девочка встретила мальчика, и эта встреча буквально изменила её судьбу. Ненадолго прервавшись, словно подбирая подходящие слова, он продолжил. Едва они встретились, мальчик предложил девочке посоревноваться с ним. Правильнее было бы сказать, что он бросил ей вызов. Кто из них первым создаст своё собственное песнопение, таково было их соревнование. И почему это изменило её судьбу? Потому что девочка почувствовала себя удовлетворённой. До этого она была совсем одинока, поскольку она знала время своей смерти и решила не общаться с другими людьми. Но теперь она нашла человека, который призвал её, а если он сделал это, значит появился кто-то, кто запомнит её. А следовательно ей больше не нужно было создавать песнопение как доказательство своего существования. Более того, её чувства начали изменяться. Эти эстетизирует этой девочке. Потому что она испытала то же самое несколько дней назад. Мне кажется тебе очень дед быть певчей. Вспомнились ей слова Нейта. Насколько же я была рада только потому что появился человек который признал меня. Так же как и спасший её мальчик, она захотела стать кем-то кто исцелеет одиночество других. К такому решению пришла девочка. Она желание время девочки кончалось. К тому же она и правда хотела исполнить свои обещания мальчику и узнать кто из них создаст своё песнопение первым. Она никак не могла осуществить оба своих желания. И тогда зрачки полумесяца разговорившегося существа дрогнули. Чтобы исполнить оба девочка отказалась от своего имени. Сожаление, сомнение, зависть, плач. Сколько же эмоций смешалось в его глазах. Даже наблюдавшая с близкого расстояния Клюэль не знала ответа. Она призвала с помощью песнопений те вещи которых желала. И тогда девочка подумала «А если я смогла, то возможно ли будет призвать и меня после моей смерти?» Она по собственной воле встала во главе созданных ей песнопений, другими словами, стала истинным духом. Такое вообще возможно? Это не то, что можно сразу же принять. Но тогда почему? Казалось, что глаза рассказавшего это существо могли убедить кого угодно поверить вопреки сомнениям. Нет, они заставляли верить ему, и их наполняла холодная и прекрасная грусть. Это случилось на самом деле? Кто знает, может быть ничего такого и не было, и это просто сказка, но... Уголки пасти дракона немного натянулись, его выражение лица не было настолько ясным, как у людей, но Клюэль все поняла. Несомненно, он улыбался. Недавний рёв был моим прощальным подарком этой девочке. Этой девочке? Клюэль не смогла задать вопрос. У неё окончательно ум за разум зашёл. Итак, сейчас мы разберёмся с химерами. Держись крепче! Сейчас. Таская нас с Нейтем, это тебе не шутки. С твоим неуклюжим полётом вести воздушный бой? Сколько бы жизни у меня не было, их всё равно на это никак не хватит. Это отличный шанс доказать тебе, что я не просто ящерица, ты так не думаешь? Ты меня даже не слушал. Ты, гигантская ящерица цвета ночи с крыльями. Истинный дух широко улыбнулся, но его нынешняя улыбка, в отличие от предыдущей, явно была вредной. Итак, стоявшая на железном столбе истинный дух ночи осматривала академию. Повсюду были видны языки пламени, и учебные корпуса, и другие здания, все были частично разрушены. В небе всё ещё осталось немало химер. Как вы посмели настолько разбушеваться? Пожалуйста, защити школу! Таково было желание певчего. Истинный дух призвано, и поэтому обязана исполнить его. Но кроме этого было ещё кое-что. если принять во внимание собственные чувства духа, то Гидра совершила непростительное преступление. Значит, именно ты виновата в том, что у него сломана рука. Это наша первая встреча спустя десять лет, и портить её тяжкий грех. Женщина истока спрыгнула со светительного столба. В её голосе был слышен гнев, но кроме него ещё и едва заметная радость. Часть вторая Их было несколько десятков. Но хотя им противостоял всего один враг, от сотни химер осталось уже меньше половины. В тот момент, когда Энн собиралась в который раз пересчитать их, ещё одна химера упала на землю. Одни были сметены хвостом, другие избиты крыльями, подавляющее преимущество в количестве никак не помогало трёхголовым монстрам. Что это? Всего одно внезапно вмешавшееся существо, дракон света самый что ни на есть тёмной ночи. Если не учитывать гидру, то Энн ещё никогда не видела настолько огромного призванного существа. Истинный дух? Но какого он света? Похоже я успела. Услышав голос совсем рядом с собой, Энн вздрогнула. Это случилось в пространстве между ней и Ксинсом, там, где их тени наложились друг на друга. Ничего не ответив и повернувшись в ту сторону, Энн увидела тень размером с человека. Её тело было как будто облито чёрной краской, но не только. Оно казалось прозрачным и издавало блеск цвета ночи, кроме этого силуэт создавало впечатление десятилетней девочки. Истинный дух? Это существо явно превосходило блуждающих огоньков и саламандр, призываемых благородными ариями, а значит относилось к песнопениям первого уровня музыкальной шкалы. Обычно такие существа были огромными, как, например, драконы, поэтому Энн впервые видела истинного духа с человеческой фигурой. Энн. Она невольно замерла, когда призванное существо внезапно назвало ее по имени. Здесь слишком опасно. Ты же знаешь, битва между истинными духами превратит все вокруг в выжженную пустыню. Я не знаю, когда разгорится пожар, поэтому поспешу укрыться в корпусе первых классов. Сердце стало биться заметно громче. Ты же знаешь, что это за манера речи? Истинный дух говорит так, как будто хорошо со мной знаком. Я его впервые вижу. Все правильно. Я никогда раньше не встречалась с ним. Но почему я чувствую себя так неловко? Мы с ксинцем займемся гидрой. Два наших друга у здания уже изрядно притомились, так что тебе стоит им помочь? Достав откуда-то кожаную сумку, истинный дух в форме девочки бросил ее Энн. Когда-то ее поймала, из нее раздался какой-то жесткий звук. Там внутри драгоценные камни катализаторы? Давай, поспеши. Но вздохнул. Энн Ревенезия, похоже, твоя привычка обо всех беспокоиться так никуда и не исчезла. Ха? Семьдесят два столпа Гаэти, сорок первый ключ, Фокалор. Сорок первый демон Гаэти. Внезапно тень под ногами Оэн вытянулась, и из нее вылетел грифон грязно-черного цвета. Что? Моя тень стала катализатором? Возьми ее с собой. Когда прибудешь на место, окажи помощь там. Как пожелаете. Энн показал, и что его бас прозвучал прямо у нее в голове. Коротко кивнув, грифон взмахнул крыльями. Откуда истинный дух знает мое полное имя? Последнее слово потонуло в шуме открыли грифона. Кто же ты? Наступила секундная пауза, прежде чем она получила ответ. У истинного духа, чье тело было составлено из теней, не было ни глаз, ни рта. Выражение его лица было невозможно различить, но почему-то Энн поняла, что обернувшийся к ней истинный дух подмигнул ей. Потому что я твоя одноклассница. Что это значит? Грифон подхватил Энн и оторвался от земли. В мгновение ока они оказались на высоте третьего этажа. Оставшиеся на земле ксинсы загадочный истинный дух уже стали размером с мизинец. Эй, кто же ты на самом деле? Тихо пробормотала Энн. Никто не слышал её и не услышал бы даже если бы она закричала. В груди она ощущала какую-то пустоту, похожую на чувство, что её оставили позади. Если это кто-то, кого я встретила когда-то давно... Давно? Насколько именно давно? Точно раньше того момента, когда я стала учителем. Может быть, когда я ещё была ученицей? Энн перебрала свои воспоминания. Когда я была ученицей, моей мечтой было призвать Пегаса. Сейчас из-за Селемирр тоже обучают учеников песнопением. Они тоже достигли тех высот, которым стремились во времена средней школы. Ксенс даже поднялся на самую вершину и стал всеми признанным радужным певчим. Мечты многих людей сбылись, все признали их как певчих, их песнопения были всеми приняты, никто не мог смеяться над их амбициями. Учитель старалась вспомнить этот голос. А кстати, разве не существовало ребенка полностью противоположного этому? Всегда сидевшая в углу класса девочка, никем не признанная и вечно одинокая, но я не могу вспомнить ее имя, как же ее звали, устремленную к своей мечте девочку. Я не могу вспомнить ее имя, и только песнопения, которых она желала, до сих пор не исчезли у меня из памяти. Песнопения цвета ночи. То существо, на котором она сейчас летела, было такого же цвета, как и ночное небо у нее над головой. К тому же тот загадочный рыцарь, который спас эксинцем, был такого же цвета. Не может быть. Это же ты? Это же ты? Почему? Но почему же? Хотя Энн пыталась что-то выкрикивать в пустое небо, она так и не смогла произнести имя девочки. Песнопение цвета ночи. Более того, первый уровень музыкальной шкалы. Это истинный дух ночи? Ксинц инстинктивно понял, для чего появился стоящий перед ним дух. Не имело значения, кто ее призвал. Сжав зубы от тупой боли, возникавшей при каждом вздохе, он рассматривал нежданного гостя. Неужели это... Голос истинного духа перед его глазами был абсолютно таким же, как и у девочки в его воспоминаниях. И не только голос, рост, фигура, все напоминало о ней. Но как такое возможно? В его жаждущем рту не осталось и капли жидкости, он не мог даже сглотнуть слюну. Незаметно для него и боль в левой руке, и окружающие его шум исчезли. мир. Мир, в котором существовали только он и истинный дух. Твоя рука в порядке? Она вроде бы сломана. Неожиданно истинный дух коснулась его руки, тень не смогла бы этого сделать, он не думал, что она будет вести себя с ним настолько свободно. Потому что давным-давно был только один человек, который мог себе такое позволить, только один. В конце концов он не мог и подумать и заполнила пустоту в его сердце разлом длиною в десять лет. Ты действовал слишком безрассудно, не так ли? Такие поступки совсем не в твоем стиле. Палец, сотканный из тени, прошелся по его левой руке. В нем ощущалось тепло, он ни за что не мог согласиться со всем происходящим у него на глазах, но вот это тепло он отрицать не мог. Это же ты. Что-то неясное ему самому появилось внутри хаоса его чувств. Едва заметные страха восхищения, ностальгия и любовь, все-все эмоции, которые он не мог понять, Ксинс вложил в одно слово, одно единственное слово. Ева Мари. Я сдержала обещание. Невозможно было понять, где у абсолютно черной фигуры спина, а где лицо, но несмотря на все это, Ксинс ясно видел, что скрытая за вуалью цвета ночи девочка лукаво улыбается ему. Удивлен? Эти невероятно простые слова отдавались у него в груди. Ты совсем не изменилась. Она была такой же, как тогда. Знакомая ему девочка спустя вечность вновь стояла перед ним. Все вокруг заполнил один единственный цвет, недоступный даже для обеднявшей все радуги. Здесь был его единственный соперник, единственный признанный им друг и, наверное, прежде Ксенс покачал головой. Я привык к тому, что ты вытворишь нечто выходящее за рамки здравого смысла. Источник проходящего по земле крохота приближался издалека. Ему показалось, что девочка спросила, тебе не нужно объяснений? Ты сдержала обещания. Этого достаточно. Ксенс повернулся к ней спиной, для того, чтобы она не заметила, он вытер глаза. Но я все еще не увидела твоего песнопения. Истинный дух ночи повернулась в сторону медленно появляющейся в поле зрения гидры. Она выглядит неожиданно сильной. Прикроешь меня, радужный певчий? Ксенс молча кивнул и взмахнул курткой. Разобрался почти со всеми. Арма приземлился на крышу и сложил крылья. Правильнее было бы сказать не почти со всеми, а полностью уничтожил. В небе были видны только бледный лунный свет до сияния звезд. Я ни за что и никогда не буду больше сопровождать тебя во время учебного полета. Чтобы уклоняться от атак Химер, Арман и Реал внезапно поднимался или неожиданно тормозил. А уж о количестве кувырков исполненных ящериц и цвета ночи у Клиэль не осталось во вспоминании после десятого. Ей казалось, что из-за этого полета отпущенное ей время жизни изрядно сократилось. Она завидовала по-прежнему пребывавшему без сознания Нейту. Эй, тебе надо помочь ей. Ты имеешь ввиду женщине истока? Дракону куда больше подходит роль противника Гидры. Он одного с ней размера и вряд ли проиграет ей в стиле. Но почему тогда именно истинный дух в форме девочки взял на себя монстра? Я не могу этого понять. Мне тяжело покинуть это теплое и надежное место. Но призванное существо как обычно сказало нечто бессмысленное. Те двое выбрались из своих скорлупок, поэтому я предоставлю все им не о чем волноваться. Те двое? Кого ты имеешь ввиду? Девочка и заветный мальчик. К тому же они потеряли 10 лет, так что ничего не поделать. Бесполезно. Прежде чем эта ящерица начинает что-то номерок. Отвернувшейся Тармы Клеэль прислонила Нейта к ограждению крыши. Когда-нибудь ты тоже это поймешь. Клеэль обернулась услышав эти многозначительные слова и в это же время ее ослепил ударивший в глаза свет. Незаметно для всех небо на востоке стало немного ярче. Близился рассвет. Часть третья Выпущенная женщина истока копьет света ночи пронзила гидру. Гневно взрывев синяя голова выплюнула огромный поток воды похожий на внезапный ливень. Мгновение спустя он превратился в огромную глыбу льда. Сразу же следом желтая голова испустила молнию сопровождаемую раскатом грома. Красная змея попыталась попасть по уклоняющейся девочке обжигающим дыханием. Ругус Песня синего Но прежде чем пламя коснулось Это плохо. Насколько он мог судить силы этих двоих были примерно равны, но девочка отступала. Скорее всего разница между ними заключалась в отношении ко вторичным повреждениям. Гидра думала только о том как уничтожить противника, а девочка цвета ночи сдерживала свою силу чтобы уменьшить ущерб окружающим зданиям. Наблюдающий за ними ксинс был полностью занят отражением направленных в своего партнера атак. У него не было времени чтобы перейти в нападение благородной арией, катализаторы тоже постепенно заканчивались. Это будет последнее песнопение. В ладони у него перекатывались пять драгоценных камней, пять цветов по одному на каждое песнопение, стоило ли призвать пять малых духов благородными ариями и атаковать или полностью уйти в защиту от атак Гидры. Это были не лучшие варианты действий, но методом исключения ксинс пришел только к ним. Итак, двух, других вариантов нет, но откуда тогда это неприятное чувство? Сжав пять драгоценных камней в кулаке, он не хотел его разжимать. В каком-то смысле он упрямо отказывался от них. Я все еще не увидел твоего песнопения. Он вновь и вновь слышал у себя в голове голос девочки. Твоего песнопения, твоего песно... Что такое мое песнопение? Нет, на самом деле он все понял. Он знал ответ, он был певчим, освоившим все пять цветов. Однако это не сильно отличилось от собрания певчих каждого цвета. Это совсем не то же самое, что песнопение Ксенца Эйрвинкеля. Ксенц, нам надо еще немного потрудиться, нельзя сдаваться до самого конца. За эти десять лет дух Энна креп. Но сегодня, когда я увидел песнопение Клюэль, я немного, как бы это сказать, немного все переосмыслил. Она была счастлива, когда исполняла свое песнопение, а если так, то я тоже хочу получить удовольствие от песнопений. Юный певчий переосмыслил свой жизненный путь. Даже девочка цвета ночи была такой же. Отказавшись от всего, она теперь была здесь. И кем же был он по сравнению с ними? Если он не изменился с тех пор, не значило так и не изменившуюся школу и сцену класса, освещенную заходящим солнцем. Пора бы уже признать, те времена, которые я помню, уже не вернутся. Пора принять это. Время никогда не течет назад. Ева Мари, наверное, я уже не тот ксен, с которого ты знала. Он не хотел отбрасывать воспоминания, но он должен был измениться. Если уж Гидра могла пользоваться всеми цветами одновременно, то он и была цвета и не более того. Цвет радуги, о котором я поклялся тебе в тот день, выглядит не так. Калятова еще не была исполнена, я еще не показал тебе настоящие песнопения радуги. Дурачок, ты только сейчас это понял. Ветер донес до него слова девочки. В этой напряженной, застывшей в ничьи битве единственное секундное замешательство могло стать фатальным. Но несмотря на все это, сойдясь в сражении с невиданным монстром, заветная девочка смотрела только на него. Итак, что же призвать? Обратился он сам к себе. Промедление было недопустимо, он знал, что если начнет мешкать, то погрузиться в лабиринт сомнений, откуда не будет возврата. Способен ли ты на это? Не ошибешься ли? Сможешь ли ты разрешить ситуацию, если и правда призовешь это? Его прошлое я задавала ему вопросы. Но я уже на все согласен. Сейчас я уже готов отказаться от себя. Ксин закрыл глаза. Ему не нужна была оратория, он призывал самого себя. Зеркало, которое отражало бы его самого, оно приняло форму его сокровенных мыслей. Это как раз то, что нужно призвать. Я наконец-то понял, что по-настоящему важно. Нет, я вспомнил. В его правой руке возникло кольцо света. Хотя его глаза были закрыты, он все равно чувствовал зарождающиеся в руке сияние, радужные искры, более яркие, чем звезды, более утонченные, чем лунный свет. Камни выпали у него из руки, и он почувствовал, как там зарождается что-то радужное. Ева Мария! В ответ на крик Синса женщина истока щелкнула пальцами. Все тело гидры обвило ее собственная тень. Это не было ни атакой, ни попыткой изгнать ее, а только сдерживанием. Гидра старалась выбраться, но все пять голов были крепко связаны, монстр никак не мог уничтожить заклинания. Возможности пятиголового монстра и истинного духа ночи были равны. Если требовалось только сдержать движение чудища, то можно было не волноваться об ущербе академии, поэтому девочка могла проявить всю свою силу. Возможно ли, что тебя призвал именно я? Раньше кого-либо еще в академии яйца коснулся именно он. Пять цветов были запущены одновременно, в этой гидре пять цветов существовали независимо друг от друга, почти как та ложная радуга, которой он гордился раньше. Поэтому я больше не стану сомневаться. Синс выбросил содержимое своей правой руки целись монстра. Это был просто бесформенный поток света. Но этот свет съел семью цветами, все оттенки гармонично смешались в нем, составляя цвет, находящийся в совершенно другом измерении, нежели пять цветов песнопений. Свет, похожий на копье, попал в гидру, пронзив монстра насквозь, копье улетело вверх в абсолютно черную ночь. В одно мгновение оно вонзилось бесконечное черное море. Черные облака были разорваны, и сквозь них проявилось сияние, напоминавшее рождение нового мира. Весь мир был обьят потоками света, радужный свет распространялся как откровение. Все в мире закрыли глаза от этого слепящего сияния, потому что оно не было божественным, все, кто видели его каким-то естественным образом, поняли, что оно не было благословением для них. На самом деле этот свет освещал только одного человека, он существовал только для девочки, которая ни разу в жизни не наслаждалась солнцем. Спасибо. Одна единственная во всем мире девочка цвета ночи бесконечно всматривалась в этот свет. Часть четвертая Все закончилось, когда сияние наконец угасло, Клюэль осторожно открыла глаза. Фигура монстра исчезла, как если бы его никогда и не существовало. Она была умело изгнана. Поскольку это существо появилось неестественным образом, не стоит больше о нем беспокоиться. Поскольку кризис миновал, Клюэль почувствовала облегчение и повернулась к спящему прислоненному к ограждению крыши мальчику. Несмотря на огромную суматоху вокруг, его лицо было очень умиротворенным. Теперь давай потихоньку становись меньше. Я устала смотреть на тебя снизу вверх. Лень, мне на рассвете прибыло подкрепление. Если ты останешься гигантским, то поднимется большой шум. Это не проблема. Я решил исчезнуть прежде, чем кто-либо успеет заметить меня. Исчезнуть? Неужели ты... Но ответа Клюэль не получила. Арма молча отвернулся. Этот жест яснее любых слов подтвердил ее предположение. Ничего не поделать. Ладно. Но до этого момента я останусь рядом с тобой. Не жди от меня благодарностей. Смущенно произнес истинный дух ночи, так и не повернувшись к ней. Мало по малу звезды на востоке затмило яркое солнце. Крыша корпуса первоклассов она много раз посещала это место, но впервые провела здесь ночь. Мне уже пора. Пробормотала лежавшая у нее на ногах ящерица. Еще до того, как небо полностью осветилось, это прощание. Выполнив возложенную на него задачу, истинный дух исчезает. Даже я подчиняюсь этому правилу. По его манере речи Клюэль поняла, что призванное существо решило покинуть Нейта по собственной воле. Хочешь что-нибудь передать Нейту? Передавать нечего. Мне есть что сказать ему, но сейчас я не стану об этом говорить. Ясно. Ты неожиданно легко согласилась. Поскольку Арма решил притвориться непонимающим, Клюэль ответила ему неясным голосом. Я более-менее поняла тебя. Вот значит как. Чувствуя себя смущенным и как будто убегая, он взмахнул крыльями. Эй, летучая ящерица цвета ночи. Даже сейчас ты... Названный таким образом, он прекратил двигать крыльями и развернулся к ней. Услушав его крайне удивленный голос, Клюэль подмигнула ему. Так ты меня не забудешь. Девчушку, которая называла тебя ящериц до самого конца. Спустя секунду тишины, очень умно, не бессмысленно, взмахнув крыльями, он поднял свое тело в воздух. Даже без этого, я не забыл бы тебя. Оставив после себя эти слова, призванное существо цвета ночи куда-то улетело. А я хотел поговорить с тобой еще немного. Крыша корпуса четвертых классов, ветер качал края куртки. Это только из-за впечатления первой встречи за долгое время. Тебе не кажется, что если бы мы встречались каждый день, нам было бы не о чем говорить? Ты даже сейчас говоришь в такой манере? Приподняв воротник куртки, Ксинс еле заметно улыбнулся. Даже в этом случае, я думаю, мы нашли бы тему, на которую могли бы говорить вечно. Не уверена. Всматриваясь поднимающиеся из-за горизонта солнца, тень в форме девочки наклонила голову. Ненадолго наступила тишина, хоть это и было прощание, он никак не мог найти подходящих слов. Тишину разорвал звук чьих-то крыльев. Арма. Ящерица цвета ночи приземлилась на плечо девочки такого же цвета. Спасибо за все. Ничего особенного, в любом случае нам пора. После тех слов фигура ящерицы сразу же исчезла. Освещенная солнцем, тело составленное из теней девочки постепенно становилось прозрачным. Хоть это были последние мгновения, девочка упорно молчала. Почему она... А, ясно. Ксенс наконец-то поняла ее намерение. Она ждала, ждала, пока он обратится к ней. Какая же ты вредная. Но тогда все было именно так. Потому что в той освещенной заходящим солнцем комнате, в тот день, когда мы обменились обещаниями, именно я все время говорил. Ам, Ева Мари. Девочка цвета ночи молча ждала, когда он продолжит. Встретимся ли мы снова? Когда-нибудь. Когда Нейт продвинется настолько, что сможет пользоваться песнопениями первого уровня. Ее фигура становилась все более и более размытой, она таяла в солнечном свете. Время ее существования истекало, исчезли обе руки, исчезла нижняя половина тела, даже в самый последний момент, перед тем, как полностью исчезнуть, она говорила так, будто дразнила его. Но я не знаю точно. Лучше думать, что в этот раз нам просто повезло. Может быть, он окажется первым и последним. Наступил рассвет, возвещавший начале нового дня. Ты даже сейчас вредничаешь. Прежде чем он успел ответить ей, истинный дух полностью исчез. Но вместо него... Не знаю почему, но мне просто захотелось подразнить тебя. Составленный из теней истинный дух исчез, а на его месте стояла та самая девочка, которая плакала в классе в тот день. Точно такой же рост, точно такой же голос. Она нисколько не изменилась. Девочка была именно такой, какой он ее помнил. Отличилось только одно. Сейчас она улыбалась. Ева Мари, прощай Ксенс, прости, что не говорила тебе этого до самого конца. Ялю. Рассвет сиял у нее за спиной. Девочка попыталась произнести последние слова. Одновременно с ними она протянула Ксенсу руки, стремясь к нему в объятия. Но их тела так и не соприкоснулись. Девочка стала частицами рассвета Я не против. Пропел Ксенс себе под нос, острым и взгляд на небо. Никаких проблем. Нам не нужно прощаться. Потому что мы обязательно встретимся снова. Радужный певчий целую вечность смотрел на то место, где недавно стояла Ева Мари. Он напевал радужную песню без слов и мелодии в надежде, что она достигнет девочки, находящейся где-то бесконечно далеко. Аккорд в подарок Рассветный песнопевец Спустя несколько дней школа. Вид из окна до сих пор оставался неприятным из-за последствий недавнего инцидента. Сама происшествие разрешилось, когда в подвале запрещенного для входа архива нашли потерявшего сознания ученика. Он уже рассказал почти все о случившемся там и сейчас его перевели в изолятор для формального допроса. Небольшим утешением служило то, что благодаря усилиям учителей и директора и в первую очередь радужного певчего не было ни одного погибшего. Но и смеяться тут не на чем. Потому что погибших может быть и нет, но среди раненых я больше всех напоминаю мертвую. Ее левое плечо было туго замотано бинтами. Коснувшись правой рукой узла размером с булыжник, Клюэль драматично вздохнула. Как неудобно. Завтра наконец-то начинаются летние каникулы, но с этой штукой никуда не уехать. Судя по всему, Академия собиралась воспользоваться длинным перерывом в занятиях для ремонта. Из-за этого летние каникулы начнутся немного раньше. Сегодня был последний день, который предназначался для церемонии закрытия. Доброе утро, Клюэль. Ты сегодня рано. А как же ты серьезно? Нет, просто так. Попытавшаяся пошутить, Ада убежала, весело смеясь. Удивительно, но ни она, ни другие одноклассники Клюэль не были сильно шокированы случившимся. Но возможно это потому, что они практически сразу укрылись в здании. Давно не виделись, Клоло. Доброе утро, Мео. Похоже, ее подруга тоже ничуть не изменилась. Да, слушай, когда я вернулась домой в тот день, я обнаружила у себя на платье огромные дыру на коленке, раз. А мое запачкалось кровью. Хочешь посмотреть? Пожалуй, откажусь. Мео безрассудно вообразила себе этот вид и невольно скривилась. Но девушка сразу взяла себя в руки и уставилась в лицо Клюэль. Кстати, Клоло, что такое? Давай говори. Хотя я все время была на крыше, я видела нечто невероятное. Я видела Феникса. Правда? Повезло тебе. Клюэль очень старалась отвечать спокойно, но все-таки машинально отвернулась. Слушай дальше, на нем тогда сидела девушка. Невероятно, хотела бы я такую увидеть. В глазах Мео возник тусклый злой огонек. И у этой девушки была повязка на левом плече. Повязка? Наверное, она была ранена. А еще она была в белом платье. Мое запачкалось кровью и перестало быть белым. Понятно. С громким звуком поднявшись со стула, Мео со злобной улыбкой уставилась на Клюэль сверху вниз. Дорогая Клюэль, ты даже сейчас будешь строить из себя дурочку? О чем это ты? Похоже, терпение девушки лопнуло. Схватив Клюэль за рукава формы, Мео принялась трясти ее взад-вперед. Стой! Я же ранена! А, хватит уже! Признавайся! Что произошло? Поговорим, когда у меня будет больше времени. Как только появилась возможность, Клюэль тоже поднялась со своего места. Если часы в классе не врали, до церемонии закрытия оставалось еще десять минут. Эй, куда убегаешь? У меня есть дела, и если не разделаюсь с ними побыстрей, опоздаю на церемонию. С бумажной сумкой в правой руке Клюэль выбежала из класса. С третьего этажа она поднялась на четвертый. Там на ведущей вверх лестницы вместо баррикады была вытянута лента с прикрепленной к ней табличкой «Вход запрещен». Поскольку часть ограждения крыши была повреждена, до ремонта ученикам на всякий случай запретили выходить на крышу. Клюэль пролезла под лентой и поднялась на крышу. Стоило ей открыть дверь, как ее ослепило восходящее солнце. Закрывшись от ярких солнечных лучей рукой, она медленно вышла на крышу. Как ей думала «Ты здесь?» Клюэль?» Невысокий мальчик с детским лицом каким-то пустым взглядом. «В классе была только твоя сумка, вот я и подумала, что что-то случилось». «Ну, мне захотелось немного отвлечься». «О чем-то задумался?» «Возможно». Мальчик снова поднял взгляд к небу. «Я не пользуюсь будильником. Поскольку Арма не спит, он каждый день будил меня. Но и вчера, и позавчера Арма, который всегда был со мной, не была рядом». «Клюэль, Арма и правда ушел?» Он говорил с сухим и хриплым голосом, как будто плакал. «Да, и призванный тобой истинный дух и Арма вместе вернулись обратно». По-прежнему смотревший вверх, Нейд закрыл глаза. Выполнив свою задачу, истинный дух исчезает. Йон и Певчий, конечно же, об этом знал. Он сделал выбор по собственной воле, но это оказалось просто невыносимо. Было до боли очевидно, какие чувства разрывают его изнутри. «Передавать нечего, мне и что сказать ему, но сейчас я не стану об этом говорить». Услушав скороговорку Клюэль, стоявший перед ней мальчик удивленно распахнул глаза. «Что? Это сообщение тебе от той ящерицы?» «Больше ничего?» «Только это». Легкий, танцующий по небу ветерок качал волосы полностью переставшего двигаться Нейта. «Так ты понял, что она означает?» С выражением абсолютного непонимания на лице мальчик покачал головой. «Ну и что мне нужно сказать?» Немного подумав, Клюэль вместо ответа протянула вперед руку, в которой держала сумку. «Держи». «А это мне?» «Здесь кроме тебя никого нет». С легким смешком Клюэль всучила сумку, как и всегда засмущавшемуся собеседнику. «Можешь открыть». Лишь взглядом сказала она. Мальчик достал из сумки плащ. На первый взгляд он казался курткой с прикрепленной к ней капюшоном, но был сделан более свободным. «Это же... РОБО!» «Подарок. Мне показалось, что твоя стала слишком грязной». В глаза печельного мальчика вернулось слабое сияние. «Большое спасибо, но она же будет очень выделяться». Роба была бело-голубого цвета, Клюэль выбрала прозрачный небесный синий цвет, напоминающий рассветном небе. Он был очень ярким по сравнению с тем темно-синим, который мальчик носил раньше. «Да ладно тебе, вполне нормальная». Нейту, видимо, было очень неловко внезапно одеться в такой цвет, но у Клюэль была серьёзная причина, чтобы выбрать именно его. Песнопения цвета ночи сами по себе создают мрачное впечатление, поэтому я подумала, что одежда такого освежающего оттенка создаст хороший контраст. Когда-то летучая ящерица цвета ночи снова будет сидеть у тебя на плече. «А?» Резко выдохнул ошеломлённый Нейт, державший в руках робу. Прислонившись спиной к ограждению, Клюэль легонько коснулась пальцами Лопонейта. «Мне ей, что сказать ему, но сейчас я не стану об этом говорить». «Его сообщение было таким, не правда ли? А значит, тебе надо выслушать то, что он хочет сказать после того, как ты снова призовёшь его к себе. Если ты этого не сделаешь, то обязательно будешь волноваться». «Я?» «Арму?» «Снова?» Медленно, совсем как младенец, повторил мальчик. «В первый раз его призвала твоя мама. Теперь ты должен призвать его сам. Мне слишком о многом нужно рассказать. Никаким сообщением это не передать, поэтому, чтобы я мог всё высказать, призови меня ещё раз». Вот что имел в виду Арма. Скорее всего, он подразумевал «Я хочу снова увидеть тебя». Но из-за своей противоречивости никогда бы не сказал так напрямую. Доказательством этому служит то, что летучая ящерица цвета ночи так и не сказала ничего похожего на «до свидания». «Клюэль, мне можно её надеть?» Нейт нацепил робу оттенка рассвета поверх школьной формы. Хотя он надел её в первый раз, ему показалось, что он носил эту одежду уже долгие годы. И материалы оттенок робы мальчик находил просто восхитительными. «Ага, неплохо. Тебе идёт». И когда он собрался ещё раз высказать благодарность удовлетворённой девушке, «Она пока ещё велика для тебя». «Это ветер играет со мной. Какой-то вредный, но очень знакомый голос». «Что-то не так?» «Нет-нет, всё в порядке». В смущении помахал рукой Нейт. Внезапно раздался ясный и в этот раз реальный звон колокола. Обычно он означал начало классного часа, но сегодня он оповещал о начале церемонии закрытия. «Пойдём, Нейт». Сказав это, девушка начала спускаться по лестнице. Нейт кивнул и последовал за ней. «Я понял. Всё действительно так. Жди меня. Жди меня, Арма. Это тоже, мама. Когда-нибудь, когда-нибудь я обязательно встречусь с вами обоими вновь». «Быстрее, Нейт, быстрее. Церемония уже началась». «Да-да». Нейт, не оборачиваясь, покинул крышу. «Можно не оборачиваться, потому что я обязательно встречусь с вами ещё раз». «На пустой крыше. Что случилось, Арма? У тебя такой недовольный вид? Это девчушка. Что-то не так с Клюэль? Меня совершенно точно зовут не та летучая ящерица цвета ночи». Никто не слышал этот неясный шёпот, но его точно подхватил окрашенный в рассвет ветер. Послесловие автора. «Не обращайте на меня внимания, я скромно поговорю сам с собой. Расскажу свою историю». Сколько уже лет прошло с тех пор, как я взял себе этот псевдоним и начал публиковать работы? Четыре года? Хотя за это время я придумал множество историй, тот факт, что я могу представить вам всем произведение именно с таким содержанием, вновь заставляет меня почувствовать какую-то таинственную силу, содержащуюся в моём имени. Приятно познакомиться. Меня зовут Садзан Экей. Большое вам спасибо, что держите в руках это скромное произведение. Ева улыбается на рассвете. Было ли оно скучным или интересным? Доставило ли оно вам удовольствие или нет? Думаю, что у множества прочитавших её, у каждого будут очень разнообразные впечатления. Я размышляю и о книгах, и о музыке. Мне иногда кажется, что больше нет в мире вещей, которые настолько же разделяют людей, как эти две. Музыка, которая нравится мне, не встретит понимания у моего друга, а я не оценю ту книгу, которую порекомендует мне он. Наверное, каждый сталкивался с этим хотя бы раз. Для такого зануда, как я, это, к сожалению, ежедневная рутина. Нет такой совершенной музыки, которую хвалили бы все, и книги такой тоже нет. Но именно поэтому, я думаю, в мире родилось столько же музыкальных и литературных произведений, сколько и людей. Именно так совершенно точно не существует произведения, обо всех. Потому что восприятие людей отличается, и именно эта разница в восприятии создает красоту. Но хоть я и думаю так, я всей души надеюсь, что это произведение сможет принести радость множеству людей, да хоть бы одному. Это совершенная правда. Я всегда, вплоть до этого дня, мечтал, чтобы кто-то мог подумать, я рад, что прочитал эту книгу. И на пути к воплощению этой мечты меня поддерживало огромное количество людей. Те, кто осилили мой черновик, все состоящие в редакторском отделе Фуджими, кто позволил моей работе пройти в финальный раунд, судьи, которые сочли ее достойной поощрительной премии. Я очень благодарен всему редакторскому отделу и возглавлявшему ему Кейсаме, которые поддерживали меня в то время, когда я перерабатывал произведения после победы на конкурсе. Ну и, конечно, Токиоки Михасану, который украсил мою работу чудесными утонченными иллюстрациями. Комы, посетители моего блога и веб-страницы, коллеги, которые с нетерпением ждали моей книги. Многие другие люди, с которыми я познакомился через интернет, мои дорогие онлайн-друзья, разбросанные по всей Японии. Прочитавший «Ева улыбается на рассвете» и предложивший важные правки Кей-Кей, а кроме него веб-сайты, посвященные написанию новелл и прежде всего два, оказавших мне наибольшую помощь. Больше всех удивились моей победе на конкурсе были мне с такими базовыми вещами, как обеды и ведения повседневной жизни. Всем вам большое спасибо. И прежде всего вам, тем, кто сейчас читает это произведение. Я очень рад нашей встрече, очень надеюсь, что она была не случайной и буду ждать следующей. А теперь давайте немного сменим тему. Нынешняя работа «Ева улыбается на рассвете» входит в серию «Сумеречный песнопевец». Я думаю, что есть люди, которые считают, что «Сумеречный песнопевец» это Нейт. Есть те, кто считают, что это Евмари. Наверное, есть те, кто считают, что оба. У Нейта есть Клюэль, Мио, его одноклассники в Академии, а еще Арма. У Евмари есть Ксинс и ее школьные друзья. У каждого из них свои товарищи и своя история, они связаны друг с другом и когда-нибудь станут одним целым. Мечтая об этом моменте, я буду делать все, что в моих силах. И я молюсь, чтобы в конце этой истории хотя бы один персонаж, хотя бы одна хвалебная песнь, слово, хотя бы одна сцена навсегда осталась у вас в сердце. Сейчас я надеюсь, что мы вскоре встретимся снова. Большое спасибо вам всем, кто сейчас держит это скромное произведение в руках. Однажды в ноябре, в ночь, когда начал дуть зимний ветер, Садзан и Кей читал Адреналин. Комментарии редакторского отдела Фуджими Фантазия Бунка Создание Создание считающихся невозможными песнопения цвета ночи и освоение пяти цветов песнопений. Обменявшись обещаниями исполнить свои мечты, над которыми все насмехаются и принимают за шутку, девочка, Ева-Мария и мальчик Синс пошли своими путями. Спустя некоторое время унаследовавший волю Ева-Мария Найт встречает посещающую школу песнопений и изучающую красный цвет клюэль. Итак, почему же работа «Сумеречный песнопевец Ева улыбается на рассвете» получила поощрительную премию восемнадцатого конкурса новелл от Фантазия Бунка? Эта история, начавшаяся с обещания в прошлом, переполнена различными желаниями и проблемами. Девочка, и мальчик, ищущий собственный путь, история четырех главных персонажей, рассказ о счастье и радости в наличии общей мечты, а также о проблемах, с которыми мечта сталкивается в реальности. Это чувства, которые близки нам, родившимся в нашем мире. Эта работа хоть рассказывает о выдуманном мире, живущие там Нейт и компания сталкиваются с почти такими же проблемами и беспокойством, как и мы, что позволяет ощущать их реальность. Но Нейт и остальные не расстраиваются из-за проблем, а из-за всех сил стремятся к своей мечте, то есть песнопениям. Песнопения важная особенность произведения. Это чарующее искусство призыва. Это техника, позволяющая призвать желаемое тобой существо, использовав катализатор такого же цвета, испев хвалу его имени. Хотя песнопения были признаны судьями конкурса, на самом деле в опубликованной работе все придуманные автором неологизма были переписаны. Необычные, привлекающие внимание сцены песнопений ярко отражают мечты Нейта и других персонажей своей приходящей величественной красотой. Мы симпатизируем им очарованные сиянием песнопений. В этом и заключается привлекательность самой работы и, конечно же, ее автора Садзаны Кея. Мы верим в трогающее сердце чудесные и красивые чувства, остающиеся после чтения этой книги. Кроме того, для компиляции произведения воедино было обязательно необходимо существование иллюстратора Токиоки Миха. Процесс представления ясного настроения мира и песнопения в форме иллюстраций заставлял биться громче даже сердце нашего главного редактора. В этой книге Нейт и Куэль встретились и были представлены читателям, среди которых многие хотят пообщаться с нами после этого эпизода. Если вам понравилась история, обязательно пишите нам о своих впечатлениях. Это больше всего поможет автору и мотивирует его расширить мир истории дальше и дальше. Субтитры создавал DimaTorzok